Аудиокнига представлена порталом Придания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Придания.ру 1 января 1872 года Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам здоровья, мира душевного и обновления жизни! Великий Арсений говорил ежедневно «Господи, ничего доброго не сделал я. Даруй мне, хотя с нынешнего дня начать. А нам хотя бы с каждым Новым годом начать вновь, с новым произволением, с новым стремлением духа отрекаться от всего старого в нас, чтобы приобресть общение с тем новым, обновленным естеством, которому обещано воскресенье. Даруй, Господи, начать! И чаще, чаще начинать! 4 марта 1872 года Теперь вы уже в Петербурге. Господь да благословит вас и да поможет вам потрудиться в пользу истины. Вы боитесь рассеянности при встрече с родными и знакомыми, и, конечно, рассеянность будет, но только бояться ее не следует. Сидя в келье, мы боремся с помыслами страстными, греховными, а среди людей – самими страстями. Вот и выходит, одно и то же, только в последнем случае борьба обширнее, живее, действительнее. В келье мы изучаем Слово Божие, а среди людей должны стараться исполнять его. В петербургских гостиных заповеди Божие могут исполняться на деле, и вы не сетуйте, что не успели выписать их из Евангелия. Исполняться же они могут тогда, когда вы свою душу будете становить на пути самоотвержения, а целью действий своих будете иметь отречение. Это состояние души сейчас же укажет на то, что должно быть в ее отношениях с людьми, с ближними. Она сейчас найдет эту среднюю меру, которая чужда сласти, человеку угодничества, как одинокого чужда холодности, жестокости, жесткости. Эта средняя мера есть любовь. Не беда, если вы увлечетесь иногда и понемоществуете. Но беда, если при этом вы сойдете с того места, где я советую вам стоять. Блаженное самоотвержение. Пребывая в нем, и среди огня не сгоришь, и среди воды не утонешь. А самостью не только в затворе кельи, но и в самом раю погибнешь. 8 марта 1872 года. На первой неделе мы говели, и в воскресенье мне что-то захотелось поговорить с своими дочками. Собралось их человек десять, и, между прочим, говорили о любви к ближнему. Ближнего надо поставить на то место, где сам стоишь. Значит, прежде надо сойти с того места, где стоишь. Где же это то место, где стоишь? Это весь мир, видимый и невидимый. Везде самость захватила все себе. Ничего не хочет уступить ближнему. И как же может любить душа ближнего, когда чувствует, что он у нее все отнимает, имея на все такие же права, как и она? Вот она и видит его врагом своим и ненавидит его. Надо все у себя отнять, чтобы уступить все ближнему. И тогда-то вместе с ближним душа обретет и Господа. 5 апреля 1872 года Сегодня прочла в книге Исаака Сирского одно слово, и так осталась довольна и утешена им, что закрыла книгу. Он говорит, что для верующего, любовь к Богу, достаточное утешение и припогибели его. Желаю, чтобы это слово утешило и вас, и придало вам силу даже в самой немощи вашей. 15 апреля 1872 года Накануне светлого праздника Пасхи пишу вам и поздравляю вас, и желаю вам встретить его с духовной радостью. Мы не приготовили себя как следует, или даже хоть сколько-нибудь к тому, чтобы радоваться духом. Но самое событие, воспоминаемое грядущим праздником, так велико и благотворно, что оно действует радостно, светло и во тьме. 25 января 1872 года Благодарю вас и всех близких мне по духу, всех сострадавших мне. Общая любовь, общая молитва у милости вела милосердного Господа, и моя болезнь, видимо, подалась. Конечно, далеко до того, чтобы сказать, что болезнь прошла, думаю, что она потребует еще продолжительного лечения и ухаживания за собой, но она настолько уменьшилась, что бывают часы, когда я забываю, что болезнь живет во мне, и живу и действую так, как живут и действуют здоровые. Отец Архимандрит уехал от нас 22 числа. Много, очень много утешил он меня своим приездом. Чем более я узнаю его, тем более вижу в нем плоды правильного духовного руководства. Моя душа отдыхает в беседе с ним, а его способность к самоотвержению удивляет меня и укрепляет мой слабый дух. При всем, что он имеет доброго, в нем есть еще такой задаток к духовному восхождению, что я не знаю и меры его будущему преуспеянию духовному, если Господу угодно будет продлить его жизнь телесную и духовную. Все это я говорю вам одному. Он не любит, когда я ему пророчествую что-нибудь больше сознания греховности своей. Но это-то состояние и есть основание, с которого никогда не должна сходить душа. И если потерять его, то не только большего не получишь, но погибнет и путь, ведущий к добру. Письмо это вы получите в Великий пост. И это будет очень кстати, потому что вы, наверное, более другого времени будете склонны прощать ближнего. А этим письмом я прошу прощения у вас, так как пишу его на последних днях сырной недели, в дни, назначенные Православной Церковью для прощения. Всегда нам найдется за что прощать друг друга. И я нахожу покой, когда сочту себя виновной. А пред вами я виновата в том, что часто требую от вас того, чего сама не имею. Простите. 20 февраля 1873 года. Поздравляю вас с наступившей Четыридесятницей, которую желаю провести в совершенном здоровье и духовном подвиге. Мы по обычаю монастырскому говорим с душевной пользой. Но польза не от нас, а от Господа. Об ней будем молить Его милосердие, а я желаю вам прибыть в подвиге, потому что подвиг от нас, в нем пребывать нам нужно непрестанно. А теперь и время способствует ему, и Церковь помогает. В чем же должен состоять подвиг и какая цель его? Подвиг должен состоять в отрезвлении тела от сонливости, от лености, чтобы оно бодро стояло на службах церковных, на келейных молитвословиях, в отрезвлении души от уныния, ума от помыслов суетных, сердца от чувств страстных, чтобы всецело внутренний человек предстоял пред Господом. Это-то и есть цель всех подвигов. Но приведет ли Господь достигнуть желаемой цели? Об этом опять не нам рассуждать, а подвиг оставлять было бы грешно. И только одно уныние, подкрепленное неверием, основанное на развлечении, может пренебрегать им, сделавший своею целью удовлетворение своих страстных влечений. Но нехорошо и то, что вы очень унываете от напора искушений. Бросьте свое смущение. Я не хочу его видеть в вас. Помыслы безнадежия от врага. А я не хочу, чтобы вы прислушивались к его внушениям. Господь не попустит нам погибнуть. Он победит врага и наши страсти. Он дарует нам вечное спасение своим непобеждаемым милосердием. Я верую в это. И, зная вашу душу, не нахожу вины, причины, не иметь и вам этой веры, полной и неизменной. Немощи наши не погубят нас, но может погубить нас неверие. Отчего да избавит нас Господь своим милосердием. 2 марта 1873 года. Вы занялись чтением Петра Дамаскина. Да, я помню, что желала читать его с вами не для того, чтобы читать, собственно, Дамаскина, но чтобы в своих беседах с вами иметь руководителя. Вам одному его читать не знаю, будет ли полезно. Если бы вы читали просто как Слово Божие, недоступное пониманию нашему, недоступное толкованию, недоступное усвоению, то тогда всякая книга могла бы без вреда читаться вами. Но вы все хотите усвоить, взять силою, и потому выходит, что самое полезное Слово обращается во вред. Что, если вздумаете усвоить те восемь видений, о которых говорит Петр Дамаскин? Что, если вы будете держать себя силою хоть на первом из них? Думаете, я похвалю вас за это чтение? Нужно знать меру свою. Нужно держаться того Слова, которое прилично нашей мере, мере невозрожденного человека. «В поте лица Твоего хлеб Твой снеси». И нам ли мечтать о духовных видениях, когда мы еще не погибли в труде, чтоб приобресть свой насущный хлеб, когда земля нашего сердца родит постоянно терния и волчцы? Господи, помилуй нас повелицей своей милости. Господь да покроет вас своей милостью. Вот желание и молитва, преданные вам искреннейше. 31 марта 1873 года В первый раз я была у обедни в пятницу на крестопоклонной неделе. Вошла в церковь в ту самую минуту, как пели «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Я прямо подошла и приложилась ко кресту. После долгого и мучительного страдания мне было умилительно, отрадно лобызать крест Христов, прославляемый Церковью, славить единое искупающее нас страдание. Потом я стала на свое место, пока прикладывались сестры. В это время продолжали петь стихи «И древо спасения вкусивши греховных страстей свободу улучихум». Моя душа отозвалась на эти слова с глубоким сочувствием. Внесли святой крест в алтарь, ушла и я в церковный предел, где пролежало все обедни, а потом опять проболела. «Всякое ваше делание благословляю. Молю Господа, чтобы оно было для вас спасительно. Вело бы вас к познанию силы Божией, о своей немощи, к простоте и вере». 1 мая 1873 года «Хотя я буду в Крыму, почему бы вам не продолжать писать мне о своем духовном делании? Я не обещаюсь всегда отвечать вам, но, слушая что-нибудь ваше, я не утерплю, чтобы не сказать вам свое, а если Господь вразумит меня, то Его Слово». 30 мая 1873 года «Вы просили меня сказать вам свое мнение об определении Отца Архимандрита, что вас надо держать в грязи. Я думаю, что это для нас с вами слишком высокое слово. И потому, что у вас нет решимости быть затоптану в грязи, нет и веры к тем, кто бы вас там поддержал, да у кого же найдется столько самоотверженной любви, чтобы вас перевести через эти непроходимые, низменные болота, в которых не только смиряется ум, но теряется и обоняние, и вкус ко всему, что есть хорошего на белом свете. А иного пути-то нет, вот в чем наша беда». 3 июня 1873 года Сиброва «У нас сегодня с родными был разговор об уме. Выше его и дороже его ничего нет в человеке. А я говорила, что прежде и мое суждение было такое же, потому что умом познаем мы все, что есть хорошего и прекрасного на свете. Но теперь я согласна лишиться и ума, лишь бы не лишиться веры. Уми-чувства — это орудия века сего. Они усовершенствуются или умоляются, судя по летам и по направлению жизни каждого. Вера — это око души. Она душу вводит в бессмертие, силу духовную. Но сама вера, как человеческое чувство, тоже ничто, а Господь, которому приводится душа веры. Она есть сила и источник жизни вечной. В нем и через него все бессмертно, все свято, все неизменяемо. Что же после этого ум человека? Без Бога, без Господа он безумие, он ничто. 31 августа 1873 года. Феодосия. Не понимаю, на чем основана ваша жизнь, когда маленькая рассеянность, переделка окон в келье и тому подобное может вас наполнить помрачением, пустотой и безжизненностью. Пойдите, всмотритесь, поймите, на чем была основана жизнь того великого старца, кажется, Сисоя, который говорил, «Если небо с землей столкнется, и тогда не ужаснется душа моя, и не отлучится ум мой от памяти Божией». Где же теперь вы и на чем вы стоите? Или тот, кто говорил, ни высота, ни широта, ни глубина и так далее. Послание римлянам, глава 8, стих 39. Или, «Аще взыду на небо ты там и си, аще сниду ваат ты там и си». Псалом 138, стих 8. Отчего же вы все теряете? От переделки окон вашей келии? От того, что только ум свой отдаете в работу, им одним все хотите приобрести, держать, а сердце своего боитесь отдать в рабство заповедям Божьим, боитесь, что ему будет больно. Вот оно-то, наполняясь ощущениями чуждыми, не дает и уму стоять на том месте, где вам хочется его держать». 25 сентября 1873 года «Но не спешите уверять меня, что вы ее простили уже, что помирились с ней в душе. Я не поверю минутному увлечению чувства. То, о чем я говорю, дар Божий. Это невозмутимый мир, это любовь, все носящая, которая дается душе по очищению». Не только от пристрастий, но и от страстей. «Наше же дело познать их в себе и подъять труд отречения от них. Но и увидать их в себе мы не могли бы, если бы Господь по человеколюбию своему не открывал бы их в нас, посылая такие обстоятельства, которые их обнаруживают в нас. познается. Познается же страсть в душе, когда ощущается болезнь сердца, томящая, давящая, возмущающая помыслы душевные, наводящие уныние. Пока не ощутила душа свободу, пока не вкусила мира и любви, не говорите и не думайте, чтоб пристрастие было уничтожено. Оно только огорчено, приняло другую форму, и в этой-то форме его, возможно, стало узнать. Когда оно услаждает, тогда его трудно познать, а когда огорчает, тогда легко. Благодарите же Господа, что Он дает вам познание пристрастий и страстей наших, и Сам выручает нас, освобождая от них душу горькими опытами жизни, а еще больше святым и животворящим словом своим. 19 декабря 1873 года Душевное состояние мое таково, что требует много труда, а в труде нужно потерпеть, и еще потерпеть, и еще потерпеть, чтоб цель терпения был труд, чтоб цель труда выносливость в терпении. Дальше этого не должен идти труд, ближе этого не должно останавливаться терпение. Но без Господа ни того, ни другого не достигнет душа, и опять трудится и терпит с немощью и самоукорением. 26 февраля 1874 года Исполняя мои поручения, имейте в виду мою волю и желание и мысль, а не свою. От своих же соображений всегда отрекайтесь, иначе это будет не послушание, а совершенное самочение. 30 марта 1874 года Накануне праздника Святой Пасхи поздравляю вас, и хотя еще не приветствую вас радостным Христос воскресе, но желаю вместе с мироносицами приникнуть к тому гробу, где во Христе почило все человечество от работы греху и дьяволу. Моя мысль очень часто бывает с вами и у вас. Да хранит Господь нас всех и нашего Отца Архимандрита. Пишите мне чаще, прошу вас, и извещайте об его здоровье. 10 июня 1874 года Вот вы какой! Трудитесь для меня много-много, а сами все укоряете себя, что плохо исполнили послушание, все беспокоитесь, что я буду недовольна. Ведь за это всякий добрый человек удивлялся бы вам и похвалил бы вас за смирение, за недоверие к себе и своим трудам. Чувствую, что и мне бы следовало так сделать, а я вот собираюсь сделать вам замечание или, как выражается отец Архимандрит, нагоняй. Отчего вы не подождали и не потерпели молча? Если б вправду остались недовольны исполнением вашего послушания, высказали бы вам, и тогда вы могли бы оправдаться и сказать все, что у вас было на душе. А то так много оправданий представили, так смиренно каетесь и укоряете себя, что если б и действительно была бы в чем-нибудь ваша ошибка, то опять всякий добрый человек, кроме меня, спешил бы успокоить и утешить вас. Но по-монашески ли это? Где тут иноческое терпение, молчание, подклонение под все случившееся? Где путь к тому, чтобы дать действовать обстоятельствам, руководителю сущу самому Господу? Во всем действует самость. Она все поправляет сама, оправдывает себя, очищается, вырывает душу несвоевременно из того состояния, куда поставила ее попущенное Господом обстоятельство, которым она могла бы поучиться и самоукорению, и смирению, и самоотречению, если бы потерпела и подождала как следует. Но в том случае ваше смущение было напрасное, и если бы действительно потерпели молча, то и увидали бы, что оно было от врага, непременно вы почувствовали бы сильные порывы смущения, помрачающее сердце и доводящее до ропота. Это самые явные признаки вражеского смущения. Послушание же ваше так хорошо Господь помог вам исполнить, что за него, кроме благодарности, я не имею ничего больше сказать. Вы все уповаете на руководство людей и даете ему много цены. Конечно, оно было бы так, если бы имелись духовные руководители. Теперь же в наше время, видимо, сам Господь руководит души, ищущие спасение. Вот и вам своевременно посылает он то, что вам на пользу. Я могла только усмотреть вашу нужду духовную, когда говорила вам об исполнении заповедей, а Господь посылает вам и обстоятельства, и дела, где вы можете поработать и потрудиться. Но от человека ли это? Нужно только законно трудиться и всеми силами, чтобы не только работал дух, терпением сдерживая порывы ума, смирением все порывы сердца, чтобы познала душа всегда и во всем единого Господа сущего, всяческое во всем. У меня очень много дело, так что едва достает сил на ежедневные заботы. Но жизнь идет своим путем. На днях, возвращаясь с кирпичного сарая через сад, я посетила схимницу в ее затворе и передала ей понятие, вновь открытое моей душе о памяти смерти. А еще нет времени передать ей о памяти страшного суда. Вам же скажу, что эта память имеет началом заповеди Божии, которые при постоянном деятельном обучении в них делаются постоянным судилищем, с которого не может никуда уйти душа, тем более забыть его. Думаю, что тогда молитва недалека будет от сердца всегда подсудимого, всегда осужденного за свою нечистоту, за всечастные уклонения, но довольна. 15 июля 1874 года. Потому-то и не сказала вам до сих пор, что я была крайне утешена милостью Божию, сподобившую меня присутствовать при закладке церкви. Лик чудотворной иконы Казанской Божией Матери во время закладки, освещенный солнцем, был так радостно светел, что я не могла без умиления молиться ей. Митрофанию нашу постригли 13 числа в день Архангела Гавриила. С таким чувством уничижения и прочувственного смирения она распиналась, что все присутствовавшие были тронуты и проникнуты страхом, а меня, покрывавшую ее мантией, оно умилило и сочувственно сокрушило. 20 августа 1874 года Вы спрашивали о молитве, но я много говорить о ней не могу по малоопытности. Молитва веры, молитва при сознании своей греховности, всесторонней немощности и недостаточности, вот единственная непрелестная молитва человека, не достигшего чистой молитвы. А о чистой молитве мне говорить неприлично, как не имеющий ее. Она дар Божий, она венец жизни иноческой, она возможна при действии благодати Божией в сердце, или лучше сказать, она есть само то действие благодати. Путь к ней чистота. Чистоту помыслов и чистоту чувств нетрудно приобрести уединением, чтением, упражнением в молитве, но чистота сердца многими смертьми приобретается, она есть совлечение страстей. Попробуйте уединиться на некоторое время, попробуйте отрешиться от всякой заботы и попечения, отдайтесь молитве, и вы увидите, как улягутся сметенные помыслы, как успокоятся раскаченные чувства, вы начнете в мирном и внимательном настроении молиться, но там, в груди, есть тяжесть непонятная, которая давит и давит, без всяких порывов, без всяких желаний, но лежит, как камень на сердце, производит тьму и тесноту, которая, как стена, стоит между душою и Господом. Эту стену может разрушить только благодать Божия при нашей решительной борьбе со страстями по заповедям Божьим, а для нас во тьме страстей живущих необходима молитва сокрушенная при вере в Господа Спасающего. 6 марта 1875 года Помните, я говорила вам о том, что желаю положить начало, но какое начало не сказала. Терния и волчцы возрастит тебе земля, и в поте лица твоего хлеб твой снеси. Вот это начало. Земля моего сердца постоянно родит тернии страстей. С трудом искоренять их при постоянной бдительности над сердцем решается воля, усматривая их разумом, действуя на них именем Господа Иисуса Христа. 13 апреля 1875 года Христос воскресе! На первый день Пасхи приветствую вас православным приветом и от души желаю, чтобы он отозвался радостью в вашем сердце. Христос воскресе! Только потому и не радуемся радостью совершенную, что не умирали со Христом, не распинались Ним и о Нем нашей плотской воли. Воскресенью этой воли нашей, оживающей исполнением какого-нибудь страстного греховного дела, мы радуемся более и живее. Будем же плакать! Восьмое мая 1875 года Сожалею о болезни вашей ноги, болезни напоминания смерти, и надо готовиться к ней. Слышу, что вы спрашиваете «как?» Думаю отречением от земли, от всего, что составляет ее жизнь и сладость. Довольно работать страстям. Служба им кончена, счеты сведены, и если в этой работе душа успела помощью Божию приобрести терпение, самоотвержение, смирение, то она не вообще трудилась, работая им. Но все же не это искомое, ей надо идти дальше. 21 июня 1875 года Прочитывала я присланное вами сновидение Сн-вой и нахожу, что все написанное в нем истина. Описание духов и их действия на ум чрезвычайно верно. Когда человек живет земную жизнью, то он не может познавать, насколько дух его находится в порабощении, в зависимости от другого духа. Не может этого вполне познавать потому, что у него есть воля, которую он действует, как и когда хочет. Но когда со смертью отнимется воля, тогда душа увидит, чьей власти она порабощена. Дух Божий вносит праведных вечные обители, просвещая их, освящая, боготворя. Те же души, которые имели общение с дьяволом, будут им обладаны. Вот потому святые отцы, зная тайну эту, руководствуют нас к истинному обетованному спасению, путем не мечтательного делания, но действительного подвига душевного и телесного. Со смертью разрушится мечта. Она разрушается и при жизни, когда сном ли, болезнью ли, усталостью, рассеянием, различными искушениями ослабеет наше произволение направлять себя на добро. Видим мы в эти часы и дни немощи, что наша храмина создана была не на камени, а на песке мечтательности. Не составляем хороших мыслей и не пребывают они в уме. Не сочиняем добрых чувств и нет их в сердце. И расхищает дьявол ум наш и увлекает сердце туда, куда попускает его увлекать живущее в нас зло. А чтобы это зло искоренилось из естества нашего, нужна особенная благодать духа. Но и со стороны человека, Богу помогающего, нужна деятельность немечтательная. Она бывает немечтательная тогда, когда человек действует теми именно свойствами, какие есть в нем, очищая их отречением от греховностей, а не унижением своих человеческих свойств. Труд в заповедях Божиих единый неложный путь к спасению. Он врачует самое естество греховное, образует его в подобие Божие и делает, что всякое добро естественно его сердцу, как всякая истина естественно возрожденному Духом Божиим уму. Не успела я кончить, как желалось. 4 февраля 1876 года. На воскресном чтении у нас читалась беседа Владыки на Отче наш. Все сестры были очень довольны и слушали не только со вниманием, но и с любовью. Одна я ничего не поняла, а главное не поняла последних прошений. Да будет воля твоя. Но как познать эту волю всесвятую? А принявши от Господа некоторое познание ее, как творить, когда к творению собственной греховной воли влечет неудержимое стремление моего падшего естества? Как у вас поем песнь Господню на земле чуждей? Псалом 136 стих 4 А потому единственная правильная деятельность души, пребывающей на реках вавилонских, сидеть и плакать. Желаю вам всего, что может служить ко спасению и преуспеянию душевному. 6 февраля 1876 года. Вчера мы читали «Житие Антония Великого». Слово его о доброте мне очень понравилось. Посылаю вам отрывок из этого чудного слова. Как просто и истина. Не приходите в страх, слыша о добродетели, не смущайтесь при ее имени. Она недалеко от нас, не вне нас образуется. Делай ее в нас, и оно легко, если пожелаем только. Елены, чтобы обучиться только словесным наукам, предпринимают дальние путешествия, переплывают моря, а нам нет нужды ходить далеко ради Царствия Небесного или переплывать море ради добродетелей. Господь еще прежде сказал, Царство Небесное внутри вас есть. Поэтому добродетель имеет потребность в нашей только воле, потому что добродетель в нас и из нас образуется. Она образуется в душе, у которой разумные силы действуют согласно с ее естеством. А сего достигает душа, когда пребывает, какою сотворена. Сотворена же она добраю и совершенно правою. Посему Иисус Новин, заповедуя народу, сказал, Исправите сердца ваше Господу Израилеву. Книга Иисуса Новина, глава 24, стих 23. Иоанн Креститель говорит, Правы творите стези, ибо душе быть правою, значит, разумной ее силе быть в таком согласии с естеством, в каком она создана. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 3. Когда уклоняется душа и делается несообразно с естеством, тогда называется сие пороком души. И так сие дело нетрудно. Если пребываем каким созданным, то мы добродетельны. Если же рассуждаем худо, то осуждаемся как порочной. Если б добродетель была чем-либо приобретаемым отвне, то без сомнения трудно было бы стать добродетельным. Если же она в нас, то будем охранять себя от нечистых помыслов и соблюдаем Господу душу, как принятый от него залог, чтоб признал он в ней творение свое, когда душа точно такова, какой сотворил ее Бог. Будем же домогаться, чтоб не властвовала над нами раздражительность и не преодолела нас похоть, ибо написано «Гнев мужа правды Божия не соделывает. Похоть же заченший рождает грех, грех же содеян рождает смерть». Послание апостола Иакова глава 1 стих 15 7 февраля 1876 года Вчера я читала одной послушнице эти слова Антония Великого. Я говорю ей, что эти слова так ясно и просто указывают на деятельность духовную, а она, эта послушница, говорит, что, напротив, ей они кажутся непонятны и непросты, потому что в себе она не видит и не находит того естественного добра, которое Святой Отец увещевает хранить. Она против, что в себе она видит только тьму, мрак, жестокость и влечение ко всему злу, и оживление чувствуется только при удовлетворении этого зла или хотя при последовании ему. Так что она считает зло более естественным в своей душе. Вот как сроднился с нами порог, какую власть взял враг над нашими душами. И кто может победить его, выйти из-под его власти, увидать стези света? Только тот может освободить нас, кому все возможно. Он рече, да будет свет и быть свет. Не хочу же я после этого признавать над своей душой никакой власти, никакой силы, никакого влияния, кроме его всемогущей власти и силы и его животворящего действия. 9 февраля 1876 года. Не могу вас похвалить за письмо к П. Вижу в этом не только крайнее самочиние, но даже неуважение к моей просьбе. Я просила вас ничего не писать, и вы мне дали слово не действовать по этому делу, не сообщивши мне предварительно плана своих действий. Надеюсь, что само дело накажет вас и научит не самочинничать, а я наказываюсь за то, что свое дело отдала в руки мирского человека. Мне жаль, что я вас огорчила в начале этого письма. Покажите деятельное послушание принятому от меня слову. Не допускайте скорби до сердца. Обратите свое чувство к ревностному желанию вновь полагать начало отвержению своей воли и в деле, и в слове, и в помысли, и передо мною, и пред всеми, с кем случится жить или встречаться или говорить. 14 февраля 1876 года. Если любить ближнего для себя, надо желать исполнения своих хотений, своей плотской воли. Если любить его ради самого, надо исполнять его волю, его желание. А если любить ближнего ради Господа, то надо стремиться и в отношении его исполнять волю Божию и ходить непорочно в оправданиях его. Будем любить ближнего ради Господа. Отречение нужно, необходимо нужно, но не от человека, не от вещи, а от своего пристрастия к тому или другому. Будем же отрекаться от себя, чтобы дать славу Господу, спасающему нас. 20 февраля 1876 года. Вы чувствуете перемену в своем духовном состоянии. Слава Богу! Слово Божие, принятое с верою, действует самовластно. Но оно действует тогда, если со всей простотой, без искусственностью и смирением живет душа, отдавшись верою его водительству. Господь посылает обстоятельства, попускает немощи, скорби, лишения, при которых является в душе особенная борьба, особенный подвиг. Тогда-то Слово Божие, принятое верою, руководит душу, дает ей правильное познание своего состояния, ставит ее в должное отношение и к встретившемуся обстоятельству и указывает ей, где и в ком она должна искать неизменную опору. Из этого душа на самом деле познает, что спасает ее божество, как говорит схимница, даруя словом своим правильное познание, обстоятельствами вводя в должную деятельность, оставлением приводя ко взысканию. Все наши вам кланяются и считают своим, несмотря на то, что вы человек мирской. Желаю вам и себе милости Божией. Мне немного не здоровится, но болезнь тела не тяжела, тяжело болеть душою и не находить врача, а врач всегда около нас, врач, который взял на себя грехи наши и язвен быть за беззаконие наше. Книга пророка Исаии, глава 53, стих 5. Он о нас болезнует, а мы язвою его исцелеху. 16 марта 1876 года. Как это, спрашиваете вы, будем отрекаться от себя, чтобы дать славу Господу, спасающему нас? Объяснить этого нельзя, но думаю, что когда Господь воздаст душе радость спасения своего, тогда она поймет, что обрела его там, где потеряла себя. И ощущение спасения восчувствовала там, где погубила свою душу. И радость спасения там, где вкусила горечь смерти и прославила Господа, спасающего ее там, когда все ухищрения ее спасти себя оказались ложными, когда она от всех отреклась, как от мерзости и неправды. Господи, ты сам спасение души моей. 27 марта 1876 года. Сегодня в обедню схимница стояла около меня в своем уголке. По окончании обедни я позвала ее к себе праздновать день воскресения Лазаря. За чаем прочла ей из лествицы слово первое, шестое, потом о темнице, потом разобрали с нею весь великий канон Андрея Критского, как он изложен. Вначале изображен человек, весь исполненный греха. Все виды грехов и пороков в нем вкоренены. От этого видения своей греховности в нем является некоторое безнадежие и легкое отчаяние. Но Христос явился на земле. Он очистил все виды греха, искоренил порок во всех видах и свойствах. Душа получает дерзновение в покаянии. Она ищет, как в Силааме, очистить слезами сердце. Она находит в себе силу побороть плотские страсти и лесные помыслы. Но принося эти плоды покаяния, она познает, что не эта жертва угодна Господу и, наконец, говорит «Достойных покаяния плодов не истижи от меня, ибо крепость моя во мне скуде, сердце мне даруй присно сокрушенное, нищету духовную. Да сия тебе принесу якоприятную жертву едини спаси». В этом стихе, как чувствуется моей душе, заключается вся суть великого канона и великого делания покаяния. После этой беседы и после обеда старица, утешенная, пошла опять в садовую келью. Напишите мне, что такое победы знамения. Буду ждать ответа на этот вопрос безотлагательно, а тогда скажу, как я понимала. Даруй нам, Господи, возродиться для новой жизни о Христе Иисусе. 30 марта 1876 года. Вчера я получила два ваших письма от 15 и 21 марта. В одном из них вы описываете свое состояние, которое называете тупоумием и смущаетесь тем, что душа, находясь в этом состоянии, не имеет никаких сил отражать искушения, прирожающиеся к ней помыслами и ощущениями. Душа и ни в какое время не имеет силы побеждать ни страсти, ни помыслы о страстях. Их побеждает в нас Господь силой своей благодати. Но вам хочется знать, как должна держать себя душа во время известного перехода, который вы называете тупоумием, когда прекращается деятельность ума, и унынием, когда прекращается деятельность внутреннего духовного чувства. Состояние души в этом переходе бывает очень тяжело. Для немощного позволительно в это время развлечения. Менее немощному помогают занятия послушанием, духовная беседа и вообще внешние подвиги. А более сильному святые отцы во дне этого душевного зноя давали такой совет «Ешь, пей, спи, но не выходи из кельи, и она тебя всему научит». Испытавшие такой совет называли келью «пещую вавилонскую». К чему же приводит последний совет? К обретению того, кого обрели отроки вавилонской пищи. Вы, наверное, пожелаете узнать, кто такой этот более сильный. Это тот, кто имеет правильные духовные понятия. Они дают ему силу во время искушения не уклоняться с истинного пути. А другой силы человек от себя и ожидать не может, потому и несет все в терпении. 18 августа 1876 года Сиброва Ваша поездка в Воронеж и теперь не состоялась. Это приводит к мысли, что поездка эта была бы на пользу души, и потому так много встречается препятствий к исполнению ее, что вот уже несколько лет, как вы желаете и намереваетесь поклониться святым мощам угодника Божия и никак не удается. На будущее время нужно укрепить произволение и решимость. 20 августа 1876 года Сиброва Господь повелевает покончить счеты, не помню, как именно сказано в Евангелии, соперником своим. Донди же и си на пути с ним. Евангелие от Луки, глава 12, стих 58. Пока мы еще на пути жизни, мы можем кончить эти счеты, кончить их отречением от того, что нам мешает на пути духовного восхождения, отречением от всего, что сопутствует нам в этой жизни. Когда же окончится путь, тогда не будет и предметов, и чувств, от чего бы следовало отрекаться. Останется одна нищета душевная и богатство мучения душевного, как у должника, не успевшего уплатить долг свой. А должник не всегда страдает только тем, что совесть его упрекает, но больше тем, что лишается и того, что мнился иметь. Лишается всего достояния, довольства и свободы. Да, нужно уплатить долг сопернику, донди же на пути с ним уплатить отречением. 16 сентября 1876 года. За это время много было неприятностей и скорбей, отчасти и болезней. Если тяжелы бывают неприятности внутренние, монастырские, то еще тяжелее внешние при столкновении с миром. Тогда-то чувствуется беспомощность монашества и ненависть мира. Да, часто при подобных обстоятельствах вспоминаю слова пророка Давида. Лучше мне впасть в руки Божии, нежели в руки людей жестокосердных. Да избавит нас Господь и да спасет от такого креста, который святому пророку казался не под силу. 20 сентября 1876 года. Вчера я была у схимницы и мы беседовали о том, что много у меня скорбей в настоящее время и что наведением скорбей враг усиливается погубить душу, уклоняя ее в уныние, в ропот, в нелюбовь к ближнему, а Господь, попуская скорби, хочет спасти ее, давая ей возможность борьбою приобрести мужество, терпение, разум духовной, и, наконец, смирение, когда самые эти скорби превысят сил. Вот посреди этих путей стоит душа, и куда склониться, тот путь и примет ее, и доведет до своей цели. 13 октября 1876 года. Вы негодуете на П.П., что он меня награждает крестами скорбей. Нет, вы ошибаетесь. Эти кресты не П., а Господь мне посылает. Я ценю их больше золотых, так как они больше всех наших стараний и подвигов очищают сластолюбивую сторону души. И часто, вкушая горечь скорбей, я говорю, древо спасения вкусивши греховных страстей свободу улучихов. Все обстоятельства устраивает великая десница Божия. Он низит и богатит, низводит и возводит, и как хорошо себя узнать и чувствовать под его высокой десницей. Не предай нас, Господи, в руки человеческие неверием в твой промысл. 10 ноября 1876 года Письмо А.П. вас встревожило. Это понятно. Но постарайтесь по возможности предать его воле Божией. Это можно сделать тогда, когда отстранишь собственную волю и не станешь указывать, что лучше и как следует. Мне думается, что надо дать ему свободу пожить, как ему хочется. Если ему наскучила служба в Петербурге, то не лучше ли было бы взять место вице-губернатора где-нибудь в губернии? Там жизнь как-то повольней, пошире в своем роде. Ваше влияние на него большое, а поэтому следовало бы теперь остерегаться давать ему советы. Они могут быть тяжелы для него и слишком угнетут его внутренние чувства. Любовь теми хороша, что она дает свободу, не ограничивает место, до которого она может следовать за любимым, но, напротив, она идет за ним в самый ад. Потому-то она и сильна, и не раз восхищала, извлекала любимых из одна ада. 29 ноября 1876 Вы спрашивали о памяти смерти. Хорошо иметь память смерти, но с разумом, когда она служит к отречению, к умилению, к сокрушению духа, к смирению. Если же она производит уныние, то и самая память смерти будет вести не к спасению, а к погибели. Во время уныния полезнее иметь память милости Божией. Его благости, его дарований, туни нам посылаемых, спасения, даруемого им нам и обстоятельствами жизни, и самыми нашими падениями. Все хорошо в свое время. В него время и самое хорошее может послужить во вред. Но есть одно дело, для которого всегда время. Это дело смирение духа. Оно лучше всего. 5 января 1877 года Газеты известили нас еще во время моего пребывания в Себрове о кончине Преосвященного Леонида у вас на Бабайках, а потому я особенно была рада вашим письмам, принесшим мне подробное описание всех этих достопамятных дней. Вот как дивны судьбы Божии. Я была поражена благоговейным удивлением при чтении известий об этом событии. Господь сподобил вас послужить дивной тайне, переходу души в вечность иерарха боголюбивого, подвязавшегося от юности, зачатого в духовную жизнь семенем Слова Божия, преподанного Владыкой. 27 января 1877 года Всегда, как только случится что-нибудь неприятное для чувств наших или скорбное по отношению обстоятельств нас окружающих или что-нибудь вообще противное воле нашей, вы всегда при этом говорите «Это попущение Божие». Это слово мне всегда не нравилось и коробило мое внутреннее чувство. Я не давала себе отчета, почему так делается, но сама никогда не повторяла ваших слов и не называла попущением Божиим случающиеся с нами неприятности и скорби. Я называла это волею Божию. Когда Господь наш Иисус Христос ввиду предстоящего страдания крестного молился в саду Гефсиманском, Он не называл чашу скорбей попущением Божиим, но принимал ее как волю Отца. И в нашей жизни все скорбное есть выражение спасающей нас воли Божьей. А попущением Божиим мы можем назвать то зло, которое мы делаем. Так мы можем говорить, Господь попустил врагу действовать, попустил мне забыть его заповеди и предаться рассеянности, сластолюбию, роскоши и прочим греховным делам. Но по воле его постигла меня болезнь или другая какая земная скорбь, и я вошел в себя и стал отдаляться от греха. Вот видите, где попущение Божие? Там, где зло, где грех нас постигает, а не там, где скорбь земная, плотская. Но волю Божию не только нужно принимать, а надо ее и творить, а для этого прежде всего ее нужно познавать. Познается же она душою, когда открывает Господь душе свою волю сам. Открывает же он волю свою душе, когда она ходит пред Ним в правоте. Эта правота состоит главным образом в нелицемерном намерении исполнять волю Божию, в совершенной готовности отречься от своей, в неуклонной решимости принять все, что пошлет Господь, без всякого рассуждения и самооправдания. 24 марта 1877 года Вчера в обедню, слушая пение стихир, я мысленно говорила вам или передавала свою мысль. Господа можно продать подобной Иуде за самую малоценную земную вещь, но взять его своею собственную силою нельзя. Сам Бо пришел есть спасти блудницу, поет Святая Церковь. Сам он приходит к душе, если она не будет его продавать и делом, и чувством, и мыслью. 10 января 1878 года. В этом году я еще не писала вам и не приветствовала вас с Новым годом. Это отчасти происходит от того, что я не всегда ценю обычаи света и вообще все перемены этого изменяемого мира. Вот был бы действительно Новый год жизни, если б душа из тьмы пришла к свету, из страстей в бесстрастие. А то, что нового у нас? И вчера страсти и грехи, и сегодня они же с нами, все те же старые и все такие же новые. 28 октября 1878 года. Как видно, вы немного унываете. И действительно, как не унывать душе, когда она останется одна своими грехами, страстями и немощами. Как ей не унывать, когда она видит в себе только одно зло, одну нечистоту, а сил не имеет выйти из своего состояния гибели и даже не видит исхода, не видит пути, по которому могла бы выйти. Но когда она обратится к Богу, когда откроется ей бездна милосердия Божия к людям, пути его благого промысла, спасающего человека погибшего, когда она начнет искать свое спасение в этой бездне милосердия, когда верую в путь его промысла, неизреченно спасающего нас, уничтожит в себе всякое сомнение, тогда почувствует и силу, и покой, и утешение. Тогда отойдет от души мрачное уныние, отвалится камень безчувствия. Мир и радость это плод смирения. Вот пристань, где находили свой покой все добрые подвижники, все скорбящие душою, все жаждущие спасения. Не бойтесь потерять все для получения смирения. Не бойтесь проходить по пустыне уныния, в которой душа все теряет, и неимущая, бесчувственная, не в силах двигаться. С этого пути скорее всего прийти к смирению от решениям от себя. 9 ноября 1878 года Сегодня у меня болела щека всю ночь, и потому рука несколько успокоилась, и я имею возможность написать вам. По мнению всех и отца Феодора, лучше бы я совсем не ходила в церковь. После каждого выхода у меня усиливается болезнь. Я и не ходила бы и берегла бы себя больше, если была надежда на то, что болезнь пройдет. Но так как я уверена в том, что она неразлучна будет со мною на всю жизнь, то я пользуюсь часом или днем отдыха, чтобы пойти в церковь, чтобы заняться делом, чтобы послужить чем-нибудь своим сестрам, или утешить кого словом, лаской. Бог знает, много ли будет таких часов в жизни. В эти дни полные страданий и в ночи бессонные я очень полюбила молиться, молитву Господнюю, Отче наш. Только теперь я начала несколько видеть ее божественное достоинство, ее высоту, ее цену для человека, для души христианской. Она для меня служит и молитвенным обращением к Богу, везде царствующему, всем управляющему, все животворящему, все освящающему. Она направляет мой дух в смирение, мое чувство к умеренным желаниям в настоящем, мое действие в пути Божии, мое стремление в волю Божию. Все мое существо руководствует во спасение, носит меня, заключает в истине. Кроме этого божественного руководства не нужно ничего. Оно одно может направить на истинный путь, дать душе все то, что составляет христианское совершенство. Но довольно. Будьте здоровы и молитесь обо мне, грешной. 3 февраля 1879 года. Мне трудно писать, но я взялась за перо, чтоб дать весточку о себе и рассказать вам мой вчерашний сон. Мне снилось, что показывают мне большую картину тайной вечери. Покрыт большой стол, за которым сидят по правую сторону мужчины, а по левую женщины, одеты все в одежду первых веков христианства. Смотрю и недоумеваю. Где же Господь Иисус Христос? Его изображения нет посреди стола, хотя его присутствие ощутительно и благодать его ясно освещает всех присутствующих на вечере. Всматриваюсь еще и вижу, что у правой стороны стола стоит диакон, а на левой диакониса, и оба читают Евангелие. Увидавши это, я со слезами припала к столу и воскликнула, «Господи, вот когда я уразумела тайну вечери, все святые приобщаются Слову Божию, все духовно воспринимают его и им преобразуются». 24 октября 1879 года Сегодня в обедню я вспомнила о вас. Вы всегда, а как-то недавно особенно сильно, высказываете то, что нуждаетесь в милости Божией. Но вы выражаетесь не точно и неполно. Мы не только нуждаемся в милости Божией, прощающей грехи наши, носящей немощи наши, терпящей беззакония наши, но мы нуждаемся еще и щедрот Божиих, которые очищают нас от беззаконий наших, просвещают разум наш к познанию воли Его, укрепляют дух наш к стремлению Богоугодному, направляют волю нашу к творению заповеди Его. Когда душа познает, насколько она нуждается в щедротах Божиих и увидит, насколько его щедроты благотворят нам и во внешней и во внутренней жизни нашей, тогда только душа способна молиться ему сокрушенным и благодарным сердцем, и тогда только молитва будет живым словом души. Святой пророк Давид был введен в познание Господа милостивого и щедрого, и потому его молитва была полна благодарения, словословия и сокрушения. Только познание греховности своей приводит к исканию милости Божьей, только познание бессилия, беспомощности, полной немощи своей приводит к познанию Господа прищедрого. Прошу вас молиться обо мне много нуждающейся в ходатайстве другой души пред Господом милостивым и щедрым, но и правосудным. Привыкши вникать в смысл всякого дела и слова, я часто останавливалась в недоумении перед обрядом и обычаем просить у всех прощения накануне поста. Мы просим прощения в этот день не только у тех, с кем не встречались на деле и не могли быть виноватыми пред ними, но даже и у тех, кого иногда совсем не знали, не видали никогда. Зачем этот обычай у всех просить прощения? Точно он не имеет смысла и как будто этой безразличностью затмевается настоящий существенный смысл этого постановления. Так я думала и смущалась духом и не умела делать поклона с душевным сознанием и скорбела об этом. И только теперь не открылась и душа моя осознала точный смысл этого постановления. Лично мы не делали ничего обидного и нет нашей вины пред всеми. Но если бы даже мы могли с Давидом сказать «Тебе единому согреших», то и тогда наш грех становится грехом пред всеми. И мы делаемся виноватыми не только перед ближними, но и перед всеми людьми. Если наша душа при содействии благодати Божий усвоит какую добродетель, то она становится достоянием всех. Милостивый всех милует, смиренный всех прощает, кроткий всех терпит, опытный в борьбе с своими страстями помогает другим и так далее. Эти добродетели становятся достоянием всего мира. Об них говорят, передают друг другу в назидание, об них слышат дальние, они становятся для них примером подражания, укреплением и поддержкой. Точно так же и грехи наши. Сделанные в сокровенности сердца не только словом, но хоть мысленно, они оскверняют сердце, расслабляют его, делают порочным, слабым, недеятельным, слепым и глухим. Греховность наша отзывается и на других, на всем мире. Мы не даем нашим ближним того, чего они вправе требовать или ожидать от нас. Ни любви все носящей, все терпящей, всем жертвующей, ни силы опытного слова, ни примера терпения и благой деятельности, ничего мы не даем им. И смотрят один о нас тоже с нелюбовью, и идет об нас общий говор, все расслабляющий, всех растлевающий. Вот и виноваты мы пред всеми. Вот и нужно просить у всех прощения. Вот и новая причина смириться глубоко-глубоко в своем сердце. 13 апреля 1880 года Христос воскресе. Сегодня день Лазаревого воскресения. Этот день самый приличный для такого приветствия. Это событие усвоенное душою. То есть когда сама душа о Христе воскреснет, тогда она может сознанием приобщиться дарам воскресения Христа. Нам, сидящим во тьме и сени смертной, прилично только радоваться и благодарить Бога, что дал нашему естеству эту способность, этот великий дар воскресения о Христе, радоваться и благодарить за то, что есть и были избранные души, воскресенные им от смерти к жизни, а о себе смиренно мудрствовать. 23 февраля 1881 года Леонида уже дней десять как дома. Я тоже рада ее возвращению, но за это время уже привыкла без ее общества и мое уединение было мне иногда приятно. Я рада посту и его тишине, хотя спрашиваю себя, что дает мне эта тишина. Правда, что она дает покой телу, что для моего больного тела очень дорого, но покой души не всегда находишь при внешней тишине и покое. Напротив, часто, если не всегда, в этом покое внешнем в душе возрастает буря страстей, и если при рассеянности нужно воздержание, то во время уединения еще нужнее терпения. Терпение это тоже живая сила души при духовном разуме, познающем изменение вещей и всего земного, при вере сердца, при смирении духа. Терпение дает душе постоянство, оно переходит в мужество и тогда становится не пассивным чувством, а деятельным, да укрепит вас Господь в терпении, столько нужном во время поста. 1 июля 1881 года Благодарю вас за поздравление меня с днем рождения. Вот по милости Божией прожито уже 48 лет. Вижу, что силы уменьшаются и даже способности умоляются. Весна, в которой сеется все доброе, давно прошла. Прошло и лето, в которое зреет плод. Теперь проходит и осень, во время которой собирается плод. И что же, если и есть малый плод, посаженный, воспитанный покойной матушкой, ее трудами и молитвами, то и этот малый плод я ленюсь собрать. Придет зима, и душа моя будет умирать с голоду. Я это увидела на днях. Нет у меня подвига нисколько, а без него нельзя жить. Нужно понудить себя и к молитве, и ко всему доброму. Я это так сильно почувствовала, что стряхнула несколько свою леность и немного понудила себя к молитве. И так было хорошо. Но потом опять леность и неродение. Так нужен мне душевный подвиг, так необходим. Помолитесь обо мне, чтоб Господь послал мне силу понудить себя к подвигу. 14 декабря 1881 года. Не только для постоянного пребывания в молитве, но даже и для исполнения молитвенного правила необходим мир душевный. Если мир душевный чем-нибудь нарушен, то молитва становится или только устною, или с большим подвигом совершается умом. Сердечной уже она никогда не может быть. Мир душевный, как достояние чистых сердцем, приобретается или, правильнее сказать, неспосылается Господом по многим трудам и подвигам над душевными страстями и после многих отречений. Но мы, грешные, питающиеся крупицами со стола богатых, стремимся приобрести мир, хотя во время молитвы. Для этого тоже потребен подвиг тяжелый и продолжительный. Полное отсечение помыслов во время молитвы, отречение от чувств и от всего окружающего мира, предание всего на волю Божию, непоколебимое утверждение сердца в вере, несомненное упование на силу Божию. При таком утверждении сердца молитва совершается в мире. Но если это состояние достигается нашими трудами, а не есть дар благодати Божией, то иногда наш внутренний мир подавляется и омрачается двумя противоположными состояниями, или хладом сердечным, или радостью чувственную, заменяющими или занимающими место смятения помыслов и волнения чувств. Хлад сердечный это такой исполин, которого победить не достанет человеческих сил. Много надо подвига любви к ближнему, много милосердия к недостаткам ближних и прощения их, чтобы смягчилось сердце. А во время молитвы упование на силу Божию. Нужна молитва за ближних, за весь мир, за вся человеки, молитва о прощении грехов всех грешников, из них же первые есть ас. Пройдет хлад и наступает безумная радость, которая волнует внутренние чувства и нарушает мир. Тогда-то потребно глубокое смирение, временное даже оставление молитвы по недостоинству, служение, самоотверженное ближним делом или словом. И только в глубине смирения и самоуничиженного чувства кроется мир внутренний, при котором совершается молитва. 22 декабря 1881 года Блаженный Иероним сам о себе свидетельствовал, что мое тело прежде общего разрушения человеческого состава было уже мертво, а мои страсти все еще кипели. Он описывает свой подвиг где нанощный свое сокрушение, а мятежная плоть продолжала брать перевес над силой и душа повергается в уныние. Это постоянное пребывание в подвиге, неуклонное стояние в нем, вот черты, запечатленные в его изображении на образе. Даруй нам, Господи, всегда пребывать в подвиге, а что выше этого состояния, то не от нас. 21 марта 1882 года Жизнеописание владыки нашего я получила и читала. Читала с большим удовольствием, с душевным утешением и назиданием. Дороги слова самого владыки, его собственное свидетельство о себе. Сказать о нем слово может только тот, кто возвысился до понимания всех его деяний. Чем меньше о нем сказано, тем лучше. О Блествичнике так мало нам передал его жизнеописатель, а между тем, для всего монашества и древнего, и нового, и будущего он будет руководителем, и его образ такой ясный и живой для всякой души, руководимой им. По-моему, очень довольна сказанного и для настоящих, и для будущих почитателей и учеников владыки. Пусть бы еще и еще печаталось это издание, но скажу к этому, вам необходимо собрать все материалы, все мелкие подробные сказания, которые вписать чисто в одну тетрадь и скрипить своею подписью. Пусть это будет памятником для ближайших последователей владыки, а может быть в будущем они будут иметь более обширное применение. Брат Василий Михайлович пишет, что они читали жизнеописание владыки, и что его поразило сходство с одной знакомой ему душой, в особенности в призвании на путь духовной жизни. 3 января 1883 года Кончина моего батюшки Михаила Васильевича последовала 20 декабря. Хотя кончина его была самая мирная, но для меня она была так тяжела, точно я сама умирала. За пять дней до кончины его я приехала к нему, нашла его очень ослабевшим и неподвижно лежащим на постели. Он не чувствовал никакого страдания, но все слабел постепенно. Я не оставляла его ни днем, ни ночью. Много беседовал он со мною. Последнюю ночь просил читать молитву «Богородице, Дева, радуйся». Вспоминал творение владыки и при этом сказал, что лучшее его сочинение это о Иисусовой молитве. Просыпаясь, он все время читал Иисусову молитву. Последние месяцы он приобщался святых тайн каждые две недели, а при последних днях 15 и 20 числа в 6 часов утра. В 4 часа пополудни он мирно скончался, точно уснул. Погребение его совершилось 23 декабря в 2 часа. Его постническое тело не спешило разлагаться. Народу на выносе было очень много, и ни у кого не погасла ни одна свечка. Все провожали его со слезами, называли благодетелем, милостивым отцом и кормителем, праведником. 30 марта 1883 года Вы отчасти знаете, как сильно я была привязана к моему родному батюшке. Если я в жизни кого почитала полным чувством, кого благоговейно любила, кого безмерно обожала в молодости, то это его, моего дорогого отца, моего воспитателя, моего друга, духовного руководителя. Когда я сидела около него последние дни и ночи, то сердце мое было переполнено горечью, и я желала, готова была вместо него вкусить горькую чашу смерти. Господь даровал ему мирную кончину, но все же кончина его для меня была тяжела. В молитве о нем я находила утешение, облегчение скорби. В келье мы все келейные мои и я читали до сорока дней неугасимый псалтирь по нем. Ночью под сороковой день я читала в своей комнате, когда начала читать семнадцатую кофизму, то почувствовала в душе своей изменения. Слова псалмов читались глазами, языком, а смысл их передавался душе моей душою батюшкиною. И эта душа, ходившая на земле путем заповедей господних, утвержденная в законе его, отдавшая себя слову его, отвергшая все и себя самого для последования слову уст его, эта душа, отшедшая от земной жизни с твердым упованиями верою, сообщала свет душе моей, радость сердцу моему. В ту ночь я уже не могла уснуть от полноты духовной радости, и сороковой день был для меня днем радости. Всебровие на этот день многие видели его во сне, светлого, радостного, окруженного светом и убеждающего не скорбеть о нем, что ему так хорошо, как лучше нельзя. 21 марта 1884 года Не воображение должно руководить духом молитвы, а то, что составляет корень нашей жизни, наших ощущений, наших всех помыслов, нашего духа. То, во-первых, что живет в нас, и, во-вторых, то, чем бы мы должны жить. Первое сознание своей греховности, ощущение ее в себе, в духе покаяния и сокрушения, и второе заповеди Божии, написанные в нашем сердце при создании нашем, данные нам Евангелием, явленные во Христе. Эта постоянная работа над своим сердцем в борьбе с грехом приводит к сознанию своей полной греховности. Это стремление души к заповедям Христовым приводит ее к сознанию своей полной немощи и бессилия. Молитва Иисусова при таком делании становится деланием сердца, дыханием души, духом жизни. Она естественно при таком делании, для нее не нужно ни особенного уединения, ни времени свободного, она обретается душою при самом развлеченном даже ее состоянии. Она действует в сердце и тогда, когда оно, укрепленное благодатью Божию, служит ближнему словом или делом самоотверженной любви. В этом делании бывают уклонения только тогда, когда сердце отдается и живет страстями или потеряет веру. В первом случае оно скоро возвращается на путь покаянием и отсечением страстей, а во втором особенная благодать Божия утверждает в нем потерянную веру. Не знаю, сумела ли я вам высказать ясно свои понятия духовного делания, но другого пути я не знаю. И оставаясь в уединении и отделяя свободное время для молитвы и отражая помыслы, не нужно убегать от себя, вне своего сердца искать пути ко Господу, искать умиление и сокрушение Духа. В нем, в нашем сердце, в его ощущениях причина наших грехов, в нем же и причина сокрушения. Это делание приводит к глубокому смирению, к сокрушению Духа, к ощущению теплоты душевной и умиления. При таком делании ничто не мешает и не рассеивает, и, как выражаются отцы, самый ад бессилен поколебать душу верующую и смиренную. Но при делании молитвы, руководимой воображением, все может помешать, даже ветер, говор голосов и тому подобное, не говоря уже о собственной немощи, которая собьет с пути, и вернуться на него вновь не сумеешь. Неполезно искать того, что вне нас. Если Господь сказал, что Царствие небесное внутри нас, то там же и путь в него. 7 апреля 1884 года. Покаяние, так же, как и молитва, не должно быть мечтательным. Истинное покаяние – дар Божий. Оно полно сокрушения. А наше покаяние должно быть только сознание, уверенность в нашей греховности, безнадежность на себя. Она-то и приводит к вере. У святителя Тихона Воронежского это изложено хорошо. Надо прочесть вместе. 6 августа 1884 года. Киев. Слушая пение Великой Лаврской Церкви, небеси подобной, вспоминаю вас, как вы называли его, духом бурным. Это пение ни с чем несравнимое так меня утешает, наполняет душу неземным чувством. Вы знаете по себе, как оно говорит душе. Познакомилась с наместником, архимандрит Ювеналий Половцев из Оптиной пустыни. Мне он очень нравится, но по духу, я думаю, мы не можем сойтись. Первая наша беседа была «Спор». Я люблю поспорить, когда дело идет о различии мнений, но при различии духа спор невозможен и лучше молчать. 24 августа 1884 года Усть-Медведицкая В этот приезд особенно усердно я посещала Великую Лаврскую церковь. Это пение лаврское, полное покаянного сокрушения и твердой непоколебимой дерзновенной веры, пробуждало мою ленивую душу, сокрушало ее. Как мне было грустно слышать, что те, которые стоят во главе, не понимают это пение, даже укоряют его. Наместник несколько раз приглашал меня к себе и по несколько часов мы проводили в духовной беседе. Из них результат. Я поняла, что он человек духовный, но насколько он не единомыслен нам, я сужу из того, что чем дальше шла наша беседа, тем моя душа все глубже уходила сама в себя и закрывалась. Но он хороший монах и, кажется, на своем месте. При прощании наместник сказал мне, мудреный вы человек, он не хочет признать, что стремление у нас к одной цели, что есть оно это стремление. 12 ноября 1884 года За эти дни много было мне хлопот. Кроме суеты, сопряженной с празднеством и посетителями, хотелось еще готовившихся к пострегу сестер всех вместе и каждую отдельно подкрепить и направить соответствующим словом. Одним советовало отречение от своей воли и своего разума, возможного только при отречении от своих хотений, другим внимание к помыслам при непрестанной молитве Иисусовой, третьим подвиг внешний, способствующий усмирению плоти, другим последование неуклонное заповедям Христовым, приводящее к познанию своей немощи. Вам же, родной о Христе брат, желаю всего вполне, всего того, что пожелала сестрам каждой порознь. Господь Своею благодатью да возрастит все благое в душах, верно к Нему приходящих, и их благое начинание да совершит молитвами Пречистой Богородицы и Святых Отцов и Матерей наших. 20 ноября 1884 года Спасайтесь, о Господи, и нас поминайте в своих святых молитвах. Я и мои близкие сестры от всего сердца порадовались известию о вашем пострижении в Ресофор. Точно теперь вы еще ближе к нам стали, роднее, хотя родство духовное всегда было так полно, что к нему прибавить и увеличить его трудно, но во всем есть мера, и эта мера исполнилась или готова исполниться. Вы все пишете о нечувствии и сонливости. Я думаю, что вы мало даете себе покоя. Когда вы утомлены, вам не следует себя нудить, не понуждать себя что-нибудь чувствовать. Если не будете давать телу своему покоя, и во время утомления будете понуждать себя к молитве или собирать помыслы или искать в сердце покаянного чувства, то вы никогда не будете иметь мира душевного. Напротив, всегда будете в смущении помыслов и в отягощении духа. Василий Великий говорит, если покой вредит молодому и здоровому телу, то несравненно больше вреда приносит чрезмерный труд больному и слабому телу. Без смущения давайте себе побольше покоя, чтобы иметь часы или хоть минуты бодрого духа, свежего чувства и ясной мысли. Иначе можно дойти до омрачения. Господу так мало нужно от нас только смиренного духа, а нам он все дает своею благодатью. 8 декабря 1884 года. Грязь, дождь, дон еще не замерзал, а переправа уже не существует. Поэтому к нам никто не ездит, а погода и меня держит в четырех стенах. Я очень довольна своим уединением, хотя не всегда употребляю его с пользой. Большие зимние вечера я очень люблю. Иногда собираю близких сестер на чтение, я объясняю прочитанное. Это не такое чтение, какое было когда-то при вас. Теперь собираются только свои близкие, больше свободы в беседах. После одного чтения Вероника говорит мне, я только одно слово взяла из всего сказанного вами, и этого одного слова для меня довольно. Вы сказали, что когда чем-нибудь увлечешься, то надо вспомнить смертный час, и что тогда ничего не нужно. Все на земле останется, и пойдет одна душа своими делами. Эта память приводит меня к молитве и дает свободу духу. Уча сестер, от них я учусь сама. Читаем мы больше из добротолюбия. Я давно не читала эту книгу, многое в ней открывается моему понятию, что прежде было закрыто, а многое закрыто и теперь. 7 февраля 1885 года Благодарю вас за известие о кресте. Мои все рады до бесконечности, рада и я. Честь лучше бесчестия, и еще далека душа от того, чтобы одинаково смотреть и принять то и другое. Но скажу откровенно, честолюбие не главная моя страсть, есть другие более сильные. Я замечаю, что у меня гордость сильнее честолюбия. И как эти противоположные страсти уживаются вместе в одном сердце, об этом ведает тот, кто их незаконно сеет, и тот, кто через естественно их в себе питает. Жизнеописание матушки схемницы Ордолеоны у меня окончено. Я писала без всякого правила и законов писания. Раз решившие, что оно не будет печататься, по крайней мере, в таком виде, как я его пишу, я уже не стесняюсь ничем. Много там я говорила лично о себе, много изложила бесед матушкиных со мною. Написала и о схемонахине Пафнутии, где тоже пришлось сказать о матушке Ордолеоне Мы все остались очень довольны этими записками. Так они воскресили пред нами время, прожитое с матушкой и все ее слова, и все ее действия по отношению нас, как руководимых ею. 5 марта 1885 года Вы пишете, чтоб я прислала прочитать свои записки о матушке схимнице Ордолеоне. Я очень желаю и сама, чтоб вы их прочли, но мне хочется их сначала переписать, а то они очень дурно написаны и с такими перемарками и выносками, что в них трудно разобраться. Только вчера я их выручила отправденно, и когда они будут переписаны, то я их пришлю к вам. 1 декабря 1885 года Что вам сказать о себе? Хочется молчать. Начинаю понимать, что молчание плодовитие всякого слова. Молчать словом, помыслом, чувством, вот какое молчание вожделенно, потому что и говоришь, и думаешь, и чувствуешь все страстно греховно. Да молчит всякая плоть человече. Далеко от этого молчания моя грешная душа, но иногда приходит желание молчания, точно тяготится душа суетностью, точно она потеряет вкус ко всему земному, приходящему, точно она увидит несостоятельность брения. Вот и пожелает замолчать. 23 января 1886 года Нам и всем нужно иметь смерть перед глазами. Она и есть постоянно с нами, так как день прошедший, час, минуты пережитые уже умерли навсегда для нас. Мы живем в смерти, ежеминутно умираем, и дела наши греховные умерщвляют нас вечную смертью. Но этот путь в юдоле плача и смерти еще надо проходить с верою, пока Господь сам найдет, что плод созрел и время его собрать. 26 ноября 1886 года. О себе скажу вам. Я здорова, хожу ежедневно в церковь, дома занимаюсь делами по послушанию, читаю, пишу, но этого мало вам. Вам хочется знать, как живет моя душа? Живет в грехах и, главное, в нечувствии своей греховности. Иногда откроются очи душевные и увидит она свою слепоту и свою греховность и страшно станет. Но что же она делает, чтобы прозреть, чтобы сохранить в сердце страх, чтобы познание своей греховности приводило ее к отречению от своей грехолюбивой воли, от своего лжеименного разума? Вот в этом-то вся и беда души, что работа над своим внутренним человеком отягощает ее. Ищет она покоя в рассеянности помыслов, смятений чувств. Помолитесь, чтобы Господь возвал душу мою на покаяние. 20 февраля 1890 года Мне все думается, что болезнь ваша не к смерти. Я надеюсь, что вы поправитесь. Мне очень тяжело думать, что вы отойдете в будущую жизнь, и я вас больше не увижу. Никогда я ни о чем не прошу Господа, всегда все придаю Его воле, прошу, чтобы во всем исполнялась Его воля благая и спасительная. А теперь горячо молюсь Царице Небесной, чтобы поддержала вас, чтобы мне еще на земле видеть вас. Если Господь благословит нас дождаться весны, ждите меня. Укрепляйте силами, выздоравливайте. Укрепляйте с телом и душою, укрепите дух ваш верою. Не пугайте себя представлением близкой смерти и ответом за гробом. Не носите в душе страха смерти. Этот страх спасителен, когда мы живем земною жизнью, живем в страстях, в похотях плоти. Когда же жизнь наша кончается, когда мы смотрим за ее предел, то страх этот может быть для души великим искушением. Таким и сочтите его. Смотрите на предстоящий переход с верою и упованием. Укрепляйте дух свой упованием на обетование Господа. Положите все свое чаяние, всю надежду на его заслуги, на его милосердие, на его любовь к человеку, хотя грешному, но ему единому преданному. Нет у вас ничего. Мертва душа нет памяти Божьей, но пусть будет уверенность в его спасении. Отгоните страх и безнадежи. Не погибнет душа верующая, душа преданная его воле. Напомню вам, в первый раз, когда я видела вас, вы сказали мне, что ничего не имея, чем могли бы спастись, желаете только одного, чтобы в обители владыки быть подобно маленькой собачке. Это слово живо напомнилось мне. Да, это и будет. В небесной обители святого владыки Игнатия уготовано и вам светлое место. Веруйте и радуйтесь. «Если придет уныние или страх, отгоните его. С надеждой и радостью думайте о переходе в загробную жизнь, и тем, кто стережет во вратах душу, чтобы восхитить ее, скажите с дерзновением. Не имеете вы части во мне. Я послушник моих отцов, которые отвечают за меня пред Господом Богом моим. Аминь». 1 марта 1890 года «Боюсь, что вы обременяете себя тяжелой постной пищей, и прошу вас забыть, что теперь пост, а кушать скоромную пищу, питательную и легкую. Забыть о разности дней можно, когда верить тому, что эта разность дана нам церковью, как узда здоровой плоти, а вам дана болезнь и немощь старостей. Главное, молю вас, не отягощайте своего духа. Да будет он мирен во всем, как дитя, преданное в руках Господа спасающего укрепленное. Как муж эту веру опоясан силою упования на милосердие нашего Искупителя. «Что суть грехи наши против милосердия Божия?» говорит святитель Дмитрий Ростовский. «Яка паутина противу ветра великого. Возрадуемся, о Господе нашем Спасителе, и будем мирны и радостны. Неизреченны пути Божия, спасающие нас». Восьмое марта 1890 года. Сегодня сороковой день нашему дорогому другу Архимандриту Иустину. Дару ему, Господи, вечное упокоение со святыми молитвами Владыки Игнатия. Мы молились за упокой его души и поминали его хлеб солью. Я всю панихиду проплакала. Вспомнился он мне как живой, и вся его жизнь с девяти лет в стенах монастыря, как в пищи вавилонской, с молодых лет в должности настоятельской, как мученик и исповедник. Еще скажу вам одному. Путь духовной жизни, основанный на отвержении самости, всегда бесчестен. Не дает ему Господь славы на земле и даже кончиной не удостоверяет в его праведности. Пусть он один будет нашей правдой и оправданием, нашу святынью и освящением. Будьте мирны в этой вере и уповании. 2 августа 1890 года. Слава Богу за все! Для вас теперь по состоянию здоровья вашего, по немощи старческих сил, самое главное быть в мире со всеми окружающими и чувствовать мир в душе. Меня очень успокоило, что с отцом и леей вы сошлись. Надеюсь, что он вас будет покоить. Меня трогает и умиляет та любовь, с какой вы относитесь к отцу П, и та жалость, которую вы покрываете отца М. Не думайте, что я их осуждаю, а тем менее сужу. Я не могу произнести своего суда ни над кем. Все в руках Божьих, и эти всемогущие и благостные руки всем хотят даровать спасение. И туне всем даруют его. Я говорю только, что путь наш, путь грешников, какие мы есть, и есть мы на самом деле. Смиряться надо, и не сходить с этого пути покаяния, не брать личины праведника, когда мы грешники, и не искать себе оправдания, отчаять и веровать, что наше оправдание Христос. Не стыдиться своих братьев и отцов, если жизнь из них и кажется позорно, а кончина бесчестна. Лучше будем подражать их вере и смирению и предадим себя спасающему нас Господу. Письмо к схемонахине Пафнутий 5 августа 1873 года Феодосия Вчера мы были у обедни, и я очень утешилась Словом Божиим. Оно всегда и везде родное мне и сильное, и питает душу, и освящает ее. Пели на причастном. Воскрес из гроба, и узы растерзал еси ада. Разрушил еси осуждение смерти Господи, вся от сетей врага избавивай. «Яви вы же себе апостолом твоим, послал еси я на проповедь, и теми мир твой подал еси вселенней, едини многомилостиве». Эти слова показались мне живыми, и увидала я силу их в жизни человеческой и в жизни духовной. Человек живет земную жизнью, все в ней смертное, все приходящее, обстоятельства переменяются, чувства человеческие изменяются, переходят. Если кто живет только в обстоятельствах и чувствах, то он постоянно вкушает смерть, все умирает в его жизни, и он сам находится под осуждением этой смерти. Когда же человек в этой приходящей переменчивой жизни ищет Господа, когда каждое обстоятельство жизни не поучает его познавать Господа, каждое чувство, направленное по заповеди Божией, приближает человека к созерцанию Господа, вообразившегося в чистом сердце, когда воскресает Господь в душе человеческой. Тогда осуждение смерти разрушается, потому что смертные обстоятельства, смертные чувства привели человека к бессмертному состоянию, и вкушение их не принесло смерть, но жизнь. Когда же человек живет одним смертным, то враг из всех земных обстоятельств и чувств устраивает человеку свои сети. Если же это смертное обратилось для человека в бессмертие, если оно привело человека к познанию Господа в обстоятельствах, к соединению с ним в духе через чувства земные, то сети врага сокрушены, и Господь, приобретенный через смертную жизнь, сделался избавлением от погибели, которую готовил враг через свои сети, заключив в них яд смертный. Все это в духе, все это переживает душа, и в себе, в своей жизни видит объяснение Слова Божия. Да дарует нам Господь не только языком читать и прославлять Слово Его Святое, но и последовать Ему жизнью. Письмо к Лидии П.В. 15 ноября 1870 года. Я всегда рада слышать, если в ком-нибудь открывается желание к монашеской жизни. Если же кто из образованных и умных людей посвящает себя этой жизни, то меня это радует еще более. Но при этом нужно знать, какая причина заставляет избрать эту жизнь и какую цель имеет человек в этом избрании. Цель дает направление и характер всей будущей жизни и деятельности человека. И потому она очень важна. Вы пишете, что решаетесь на поступление в монастырь, видя окружающие вас скорби. Я этого не понимаю. Если вы смотрите только на внешнюю сторону жизни и от скорбной жизни желаете найти покой в тишине монастырской жизни, то вы ошибаетесь. В монастыре свои скорби. И даже может быть более тяжелой, чем в миру. Если же вы духом постигли суету жизни земной, если в ней вы не находите удовлетворения своей душе и желаете найти эту полноту в жизни духовной, жить для вечности, для Бога, то это стремление ваше правильное. Но при этом решении нужно приготовиться на все скорби душевные и телесные. От человека, желающего спасения, многого требуется. Стены монастыря, черная ряса, даже все внешние подвиги жизни монастырской ничего не значат без внутреннего подвига, который составляет цель жизни монашеской. Состоит же он в совершенном перерождении всего человека, в совлечении всего земного, в умерщвлении всего своего, человеческого разума, всякого чувства человеческого, для того, чтобы жить для Бога и в Боге. Как далек человек от Бога, так велика и бездна разлучающая его с Богом, так велик и труд воссоединения. Мало того, что путь этот тяжек, но даже не для всех доступен, не всем открывается, не всякий находит его, не всякий ищет, даже не всякий вожделевает его. Его вожделевает, ищет и находит только тот, кто призван на этот путь самим Господом. Призвание же Божие чувствует душа, когда она в земной жизни ничем не удовлетворяется, когда она постоянно чувствует какую-то неполноту и когда она ищет, чтобы в ней самой открылось ощущение бессмертия, вводящее ее в жизнь вечную и приближающее Господу вечному. Такому призванию Божию душа не может противиться, она делается послушной и не остановится в своем искании внутренней жизни, общения с Господом до тех пор, пока не найдет пути, приводящего к этой цели. И тогда не остановится, но все трудится на земле своего сердца, все идет дальше и дальше, несмотря на то, что путь делается все труднее и труднее, все более и более требует отречения от души, верившейся ему. И в этом умерщвлении себя, во внутренней смерти, человек находится всю жизнь, до тех пор, пока угодно будет Богу призвать его к вечной жизни. Если не принять этого внутреннего подвига, не искать этого пути, то не нужно и поступать в монастырь. В него поступают для того, чтобы в этом училище духовной жизни образовать свой дух, чтобы в нем найти руководителей и все средства для прохождения этого духовного поприща. Подумайте об этом хорошенько и по возможности приготовьте себя, и тогда только решайте. Ознакомьтесь по возможности с требованием внутренней жизни и прислушайтесь хорошенько к своему духу. Способен ли он отдаться им и наклоняется ли он к этому новому призванию? Ознакомиться вы можете с ним, если добудете себе книги «Лествицу Иоанна Лествичника» и еще четвертый том сочинения епископа Игнатия Бринчанинова. Письмо к сестре матушке А. М. М. 17 декабря 1851 года Благодарю тебя за письмо и за твою любовь ко мне недостойной. Я радуюсь, что здоровье твое поправляется. Дай, Господи, чтобы ты была здорова, добрая моя сестра. Но и болезнь иногда бывает нам на пользу. Милосердный Господь наказывает нас здесь временным страданием, чтобы избавить нас от вечной муки. Как утешительно думать, что мы на земле странники и Отечество наше на небесах. И как вожделенно это Отечество. Господи, не лиши меня небесных твоих благ, избави мя вечных мук. Но если душа совершенно исполнится божественной любви, то ей не страшна гиена. Она и там будет неразлучна слачайшим Иисусом, и там будет любить его. Господи, сподоби мя любите тебя такой же любовью, какой ты возлюбил меня. Ты сшел на землю для меня, когда бы могла душа моя взойти на небо для тебя. Поздравляю тебя с праздником Рождества Христова и молю Рожжегося Господа, да возродит он в душе твоей все добродетели и приведет тебя в меру совершенства твоего. Прошу твоих святых молитв и остаюсь от души любящая тебя твоя сестра, недостойная послушница, грешная Анна. Из писем В. И. И. Письмо первое. С апреля 1885 по 1889 год. Не стремитесь так усиленно узнавать волю Божию в вашем деле, чтоб не принять за волю Божию горячность собственного сердца. Надо знать и глубоко познать, что сердце наше так испорчено, так помрачено грехом, жизнь наша так спутана нашими пороками, испорчена своевольными умышлениями нашего грехолюбивого сердца, что не только творить волю Божию или познать ее мы не можем, но даже действовать в нас и в нашей жизни мы не допускаем всесвятой воли Божией. Пророк говорит, «Святым иже суть на земле, удиви, Господь, вся хотение своя в них». Псалом 15-й стих 3-й «Видите ли, что в святых душах и только в них Господь исполняет свою волю? В них нет препятствий для совершения в них поля Божия. Грешник же, живущий в своих страстях, живет постоянно в противлении воли Божией. И хорошо, если он принимает то, что попускает ему выносить Господь, если он смиряется под это попущение Божие. Такое смиренное подклонение под попущение Божие есть признак грешника кающегося. Живя греховную жизнью, мы накопили много неправды, около себя запутали других, своими грехами и их погубили. Кающийся грешник видит и видит то, что с прошедшим ему нелегко сделать счеты, что ему нужно искупить его трудом и подвигом великим. Не только себя, но и все, и всех окружающих его ему надо спасать и выводить на путь истины и добра. Этот подвиг трудный и многолетний, но он великий и истинный. А если он истинный, то он и возможен при помощи благодати Божией. Да, этот путь действительно есть единый истины. Нужно приносить плоды достойные покаяния. Нужно трудиться там, где грешил, вставать там, где падал, поправлять то, что сгубил, спасать то, что утратил собственным небрежением, собственными страстями. Спасение возможно на всяком месте и во всяком деле. Его не нужно искать вне нас. Все в своей душе можно найти и рай, и ад. Если в ней мы находим ад, то в ней же по благодати Божией, по труде над собою мы можем найти рай. Есть одно условие, по которому позволительно бегство и решительная перемена жизни. Это условие то, когда немощь собственная дошла до крайних пределов, когда не только подвизаться, но даже терпеть не имеет сил душа. Когда и физическая немощь ей соответствует, тогда не погрешим, если убежим от нестерпимого положения. Письмо второе. Вы решили все бросить и идти в свет Христа. Это хорошо, но где его найти? Вы думали узнать этот путь в богословских науках, в семинарии, но там его не укажут. Там учение богословское, объясняющее только букву закона, а не его дух. Вы желали священства, монашества. Это хорошо, но я боюсь, что в первых шагах вы увидите, что только место и платье переменили, а жизнь внутри и даже совне осталась та же. Надо отречение от себя, последование Слову Божию под руководством и направлением духовного человека. Вопрос, где его найти? Найти можно, если поискать. Я поэтому советовала вам не спешить решением, чтоб не сделать решительного шага и потом не раскаяться, когда душа ваша не удовлетворится тем положением, какое вы себе устроите. Я бы думала прежде вам взять отпуск и поехать посетить некоторые русские монастыри, где есть духовные старцы, с которыми вы могли бы побеседовать и получить от них направление своей жизни. Письмо третье. Как добродетели, так и пороки составляют из себя неразрывную цепь. Одна с другой тесно связаны, и где начало, где конец, трудно определить даже невозможно. Если познание своей немощи и греховности есть начало веры, значит и начало своего спасения. Если без веры невозможно творить волю Божию и исполнять его заповеди, то и познать свою немощь не может душа, если не будет трудиться над исполнением святых христовых заповедей. Только подклонив свою волю под волю Божию, принявши в свое сердце произволение идти путем заповеди его, только при деятельности по этому направлению может познать душа свою немощь, свои страсти и всю глубину своей греховности. Вместо заповеданной нам любви к ближнему она найдет в своем сердце только любовь к себе. Вместо познания воли Божией она найдет в своем уме только самомнение или неразумие. И при этом столько душевной немощи, полное бессилие воли. Тогда только душа поищет помощи свыше, познает на деле, что без помощи Божией она вполне бессильна, тогда она живою верою поищет живого и действующего в мире. А при содействии благодати Божией она уже в состоянии будет исполнять его животворные заповеди, а от них получать просвещение и освещение души. Вот круг, вот венец, которого достигали святые. Но это дело всей земной жизни. Скоро ничего взять нельзя, да и никогда нельзя взять без помощи благодати Божией того, что выше сил человеческих. Наше дело только трудиться со смирением и верой. Иногда при своем труде душа будет увлекаться разными чувствами приятными или неприятными, будет огорчаться или радоваться, будет рассеиваться умом, но все это не должно смущать нашего духа. Только неуклонно должна она хранить произволение, чтобы волю свою подклонить под волю Божию и разум свой отдать вере. Поэтому я и сказала вам, что нужно больше обращать внимание на действия воли, чем на чувства сердца, больше на уклонение разума, чем на помыслы. Письмо четвертое. Первый том епископа Игнатия может оставаться у вас, а потом я могу дать вам и другой. Мне хотелось сделать вам одно замечание об этом чтении. Книга, которую вы читаете, называется «Аскетические опыты». Ее написал монах Аскет. В ней, да и вообще во всех сочинениях епископа Игнатия, советы даются аскетам, людям, отрешившимся от мира. Хотя и все христиане должны идти путем христовых заповедей, путем отречения от своих греховных страстей, но есть различия в духовных подвигах, в приемах жизненных, если можно так выразиться. Достигать отречения своей воли может затворник и послушник и мирской человек, но достигать этой цели они все трое должны различными путями. Первый из них видит волю Божию, пред которой он отвергает свою собственную волю, во свете Слова Божия, второй в воле своего духовного руководителя, а третий в обстоятельствах жизни. Для всех трех доступна чистота сердца, но первый стремится к ней постоянной молитвой, второй трудом послушания и исповедания помыслов, третий честным исполнением служебных обязанностей и семейного долга. Все достигают одной цели, но разными путями. Так и во всех вопросах жизни. Я указала главные черты, указала слегка, но я хочу сказать вам только одно, что я боюсь, чтобы вы не уклонились слишком в аскетизм. Монашество не больше, как форма внешней жизни и как оно нехорошо, все же оно не должно быть крайней целью искания. Ревнуйте дарований больших, говорит апостол. Первое послание Коринфянам, глава 12, стих 31. В заповедях Христовых сокрыто все духовное сокровище. Любить Бога больше всего и ближнего, как себя. Сколько нужно отречения от своих страстей, чтобы полюбить Бога выше и больше всего земного, больше себя. Сколько нужно борьбы над собой, чтобы полюбить ближнего, как себя. И вот в этих двух заповедях вся чистота, вся святость души. Вспомните слова матушки схимницы Ордолеоны. Она говорила, что нужно поучиться еще, как себя любить. Да, и очень надо над этим потрудиться. Например, человек несправедлив бывает к себе и требует иногда от себя того, чего дать не может. Требует от себя победы над своими страстями и скорбит, волнуется, негодует на себя, когда видит, что его берут во власть те самые страсти, от которых он решил отстать. Но справедливо ли такое негодование на себя? Нет. Человек своею силою никогда не может победить в себе страсти. Их побеждает в нас сила Божия. Это сила присуща его заповедям. Когда с помощью Божией человек усвоит их, когда они будут жить в его сердце, тогда грех и страсти ослабевают и совсем прекращают свое действие в сердце. Нужно постоянно оживлять в своем сердце намерение жить по заповедям Христовым. Нужно просить в молитве его помощи. Нужно смиряться в своих уклонениях. Нужно подклоняться под свою немощь и не негодовать на себя за нее. Ведь не силен ее победить в себе. Зачем же требовать от себя того, что может дать один Господь? Зачем же скорбеть на себя, что не стал выше себя? В таком требовании от себя духовного преуспеяния сказывается наша гордость. Будем всего ожидать от единого Господа и глубоко смиряться в своих немощах и греховностей. Страсти иногда упорно держатся в нашем сердце и действуют в нем властительски помимо нашей воли, даже как будто против нашей воли. Господь попускает им так мучить нас, чтоб мы вполне узнали наше бессилие, чтоб мы смирились духом, чтоб мы поискали силы в едином, сильном и едином святом Боге нашем. Эти слова я пишу в ответ на вашу жалобу, что вы иногда сердитесь. Не скорбите, но всякий раз смиритесь духом и полагайте намерение терпеть и в терпении исполнять волю Божию и его святые заповеди. Опознавая свою немощь, приходите к познанию немощи ближнего. Если вы не можете победить в себе свои страсти, когда по милости Божией и видите их, и желаете выйти из них, когда трудитесь над собою, то как требовать от ближнего что-нибудь сверх его меры? Познайте эту общую всем нам немощь и старайтесь простить ближнего, примириться с ним, понести его недостатки. Письмо 5 В письме своем от 19 мая вы высказали опасение, что я не прекратила письменную беседу с вами. Нет, я не думаю прекращать, пока вы будете нуждаться моим словом, пока оно будет приносить вам пользу и утешение, и пока Господь потерпит моим грехам, будет давать мне понятие для уразумения его святого слова. Но беседа духовная и руководство две вещи разные. Я вообще уклоняюсь от руководства, кроме сестер мне веренных. Руководит вами само Слово Божие. Недостаточно ли будет, если я помогу вам иногда разъяснить Слово Божие? Пусть до времени это дело остается в таком виде, в каком оно было до сих пор. Если вы найдете себе руководителя более сильного, то это будет хорошо, если нет, то будем помогать друг другу, хотя ощупью искать путь Божий. Лишь бы не потерять усердие и желание стремиться к цели, трудиться для ее достижения, веровать, что Господь приведет к ней и всего ожидать от Него единого. Вы спросите, какая же цель и какой путь к ее достижению? Цель жизни человеческой общение с Богом, в чем и состоит спасение наших душ и их вечное блаженство. Путь исполнения его заповедей, подчинения его воле, сказывающейся в обстоятельствах жизни, труд очищения сердца от страстей, смирение, приводящее к вере, к принятию его благодати, без которой ничто не может совершаться в нас благое и святое. Выше буквы закона способны стать высокие личности, и те не всегда находят нужным и полезным отступать от закона. Буква убила много хорошего, много святого в нас и нашем обществе христианском. Нужно стараться, чтобы буква ожила, чтобы она не убила нас, а напротив, давала бы нам жизнь духа или хоть указывала бы путь к жизни. Письмо шестое Скажу несколько слов нужных о заповедях евангельских. Сам Господь указал на две главные заповеди, в которых заключается все – любовь к Богу и любовь к ближнему. Но есть заповеди, указанные им в блаженствах, когда Он говорил «блаженнее нищее духом» и прочее. В этих словах Христовых указаны те качества души и сердца, которые нужно приобресть, и тогда только исполнимы и те высшие заповеди, о которых сказано, что в них все заключается. Начните с первой. Нищета духа в том и состоит, чтобы уничтожить свою самость, чтобы увидать все бессилие своей души, всю ее немощь, греховность. Если будет себя видеть, знать, чувствовать так душа, то она непременно придет к вере, к тому убеждению, что в Боге и в нем одном ее сила, ее очищение, ее спасение. А эта вера души есть уже дверь в Царство Небесное, не только в то Небесное Царство, которое будет вечности наследием святых душ, но то Царство, которое в нас. Эта нищета Духа действительно блаженна, потому что душа, увидевшая свое бессилие, свою нечистоту и всю недостаточность ни к чему хорошему, теряет веру в себя, перестает надеяться на себя, а в этом и состоит начало веры и упования на Бога. Она находит его там, где себя потеряет. И трудно ей горько остаться в этой нищете, в этом безнадежье, и кажется ей, что она погибает, что нет ей спасения, нет помощи ниоткуда. Но это состояние безнадежья необходимо нужно пройти, чтобы прийти к вере. Нужно не только умом познать, но всем своим существом почувствовать свою немощь, пожить в ней, тогда только приходит душа к живой вере в Бога. Она его увидит во всем действующем, когда перестанет сама своей самостью действовать во всем. Она его увидит царствующим, когда перестанет полагаться во всем на свой разум. Вы спрашиваете, знали ли друг друга схимница Ордалиона и епископ Игнатий? Нет, не знали и даже никогда не слышали о существовании друг друга. Я тоже не знала владыку, и в мои руки попало его сочинение только в 1867 году. Оно было издано в 1861 году, а матушка скончалась в 1864 году. Когда я прочла первый том, то была поражена сходством нашего духовного пути. Тогда у меня уже сложились духовные понятия, и у меня уже были духовные ученицы. Они тоже, читая епископа Игнатия, удивлялись сходству наших понятий духовных. Это признали и ученики епископа Игнатия, когда я приехала к ним в 1867 году. У меня тогда был только первый том, но я вам должна сказать, что от одного чтения нельзя усвоить духовных понятий, а нужно жить по слову. Мне хочется вам дать одно послушание, чтобы вы выучили 24 молитвы Иоанна Златоуста наизусть. Господи, в покаянии прииме мя, Господи, не остави меня и прочее. Это хорошо, что у вас есть страсти. Святые отцы говорят, что если бы не было страстей, не было бы и венцов побеждающих. А как хороши эти венцы. Но только не нужно действовать по страстям, не нужно их считать целью, который бы стремился, который бы достигал. Письмо седьмое. Вы хотите все постигнуть умом и тогда уж работать правильно над своим сердцем. Это не может быть дано человеку. Увидеть правильно свое состояние он не может до очищения греховности. Самый ум наш помрачен, а вы начинаете познание греховности с этой самой минуты, когда вы видите, что не понимаете себя. Это грех затмил око душевное. В этой духовной слепоте познавайте свою греховность, немощь своего естества. Так и во всем. Сейчас приходите к покаянию, к познанию греховности. Не ждите, чтобы она открылась вашему уму, опознавайте ее в недостаточности того самого ума, в бессилии воли, в изменчивости сердечных чувств. Письмо восьмое. Вы в нескольких письмах спрашиваете меня, какие заповеди евангельские. Вопрос этот показывает, что вы решаетесь отдать себя под водительство этих заповедей, что вы решаетесь взять на себя подвиг исполнения их. Да поможет вам Господь. Но зачем вы меня об этом спрашиваете? Раскройте Евангелие, читайте его, вникайте в то, чему учил Господь своих учеников, и вы узнаете, какие заповеди Он дал своим последователям. Он учил их отречению от всего, от себя главным образом, даже до отвержения души своей. Это отречение необходимо, нужно, потому что в душе нашей так много нечистоты, страстей, противных Духу Христову, что без отречения от них невозможно общение со Христом. Это отречение от себя возможно только тогда, когда есть цель, для которой мы можем отрекаться от себя, отвергать свои страсти. Цель это любовь к ближнему. Чтобы исполнить долг любви к ближнему, необходимо оставить себя, отречься от души своей. Любовь эту Господь указал и словом, и примером, как проходить. Он учил прощать врагам, иметь милосердие к немощным, не осуждать грешных, жертвовать собою для пользы ближних. Эту заповедь о любви к ближним невозможно исполнить без отречения от пристрасти к земным благам. Можно отречься от себя, можно все уступить ближнему только тогда, когда будем искать вечной жизнь, когда будем стремиться возлюбить единое вечное неизменное благо, единое полное совершенство Бога. И вот главная и первая заповедь Христова возлюбить Бога всем сердцем, всем помышлением и всею крепостью. В двух словах Господь указал на совершенство духовного пути. Но всей жизни человеческой мало для того, чтобы усвоить, чтобы исполнить это слово Христово. Отречься от себя? Но что такое я? Себя познать как следует, увидать всю нечистоту своей души, всю ее страстность, всю немощь. Вот в чем заключается задача всей жизни для тех, кто искал спасение. Спасение, сказала я, но отчего мы спасаемся? Мы спасаемся из той погибели, в какой находимся. Значит, узнать, какая погибель нас окружает, вот самый насущный вопрос. Это погибель наша общая, погибель, устроенная нами самими, из наших страстей и грехов, погибель, которую мы в себе не видим, даже не подозреваем. А между тем то, что живет в нас, то мешает нам идти вслед за Христом, мешает, несмотря на нашу решимость, на наше желание. Вот и нужно, во-первых, очистить внутренние скляницы, очистить тот сосуд, из которого, по словам Господа, исходят блуд, убийства, садьбы и всякие страсти и грехи. Вот поэтому-то, говоря с вами, я постоянно указываю на страсти душевные. Мне хочется, чтобы вы познали всю испорченность человеческого сердца, всю немощь свою, и этим вы пришли к вере, так как без веры нельзя получить Божию благодать, а без благодати нет возможности исполнять волю Божию. Письмо 9 Вы писали о скорбях жизни, спрашивая, необходимы ли они для человека. Этот вопрос поставлен неправильно, хотя в нем жизненный смысл. Господь создал человека для блаженства, и был он действительно блажен, пока своим грехом не извратил в себе все то добро, которое Господь вложил в его душу. Сделавший из себя самого Бога, которому направил все цели жизни и все стремления, он все извратил в себе самом и во всем, что его окружает. Каждый человек для себя Бог, и потому такая неурядица между людьми, такая вражда, такая ненависть друг к другу. Чтобы возродиться, чтобы прийти опять в свое естественное состояние, нужно отречься от себя, нужно отказаться от своего «я», от самости, как говорила матушка-схимница Ордалиона, нужно стать на свое место, а свое место уступить тому, кому единому подобает честь и поклонение. Но нелегко человеку отказаться от себя, ему нужно умереть для страстей, а смерть всегда тяжела и горька, тем более ему тяжела и горька, что окружающие его другие люди все живут в том же состоянии падения, в котором находится и он. Они друг друга толкают в погибель, и тот, кто хочет выйти из погибели, чувствует на себе эти толчки прямо в лицо. Но если Господь поможет по отречению от страстей вместо гордости даст душе вкусить смирение, вместо себелюбия любовь к ближнему, вместо жестокости умиление, вместо злобы кротость, вместо страха веру, вместо отчаяния надежду, вместо самолюбия во всех его видах любовь к Богу. Тогда для души составляют отраду жизни, скорби. Она выше их, она их не чувствует, а только сознает и видит, и чувствует великую помощь Божию, укрепляющую дух в скорбях и искушениях жизни, великую премудрость его путей, ведущую человека к свободе через скорби, и в самих скорбях очищающую его, выводящую из неправильного положения и ставящую всегда на правый путь. Тогда душа чувствует и силу, и радость, и благодарит Бога за скорби, и кажутся они ей ничтожными в сравнении с теми благами, которые он даровал ей через скорби. письмо письмо десятые в письме вашем есть выражение, в котором заключается вся суть письма. требования души и тела объясняются животными силами. Бога за Бога за убивает. Живя по законам нашего падшего естества, мы все же иногда чувствуем безотчетную тоску, неудовлетворение, стремление к чему-либо высшему, к свободе из всего, что составляет нашу земную жизнь. В этой тоске, в этом стремлении сказывается потребность нашего духа. Если мы будем заглушать в себе этот голос, то совсем он замолкнет или обратится в чувство отчаяния. Но отчего он так слаб? Оттого, что по падении мы не можем никакого добра взять своею силою, и только благодать Божия может его в нас оплодотворить, когда мы дадим место благодати в себе своим смирением и верою. Оттого и называется духовная жизнь выше естественной. Надо трудиться над собою, надо искать того, что выше земных интересов, и надо веровать, что все святое получается только благодатью Божией, и оттого и надо смиряться. Письмо 11. Не оправдывая уклонения в чувственность, я все же скажу вам, что вы, живя среди мира в семейной жизни, не можете предаться всецело духовным целям. Вы пишете, что деятельность ваша вращается около наслаждения телесного, словолюбия и материального обеспечения. Так отрешиться от этой деятельности вы даже не можете, но вы могли бы и в этой деятельности не уклоняться от пути спасения. Если по требованию своего падшего естества вы делаете дело из видов словолюбия и при этом встретите успех дело, не забудьте благодарить Господа за милость его. Ему одному приписать успех дело, от него принять утешение, посланное в жизни, его восхвалить за милость незаслуженную. Если же встретится неуспех, огорчение и вместо удовлетворения чувства словолюбия и честолюбия придется потерпеть бесчестие, то постарайтесь принять это от Господа как заслуженное, смиритесь перед Ним и пожелайте еще большего бесчестия для очищения своей гордости и самолюбия. Потрудитесь над своим сердцем, чтобы оно простило врагов, чтобы не мстило даже мыслью, чтобы воздало за зло добром. Так поступайте и в других случаях, при другой деятельности. Если по страсти делается дело, то чтобы каждая его часть делалась по слову Божию. Тогда-то увидите вы, с чем бороться и сколько немощи в душе, бессилия. Тогда и вера возродится в сердце. А когда будете видеть помощь Божию, то еще больше утвердитесь в вере и уповании на его силу. Не умом, а сердцем надо ощутить и свою немощь, и его силу. Письмо 12. Господь Иисус Христос взял на себя человеческое естество, чтобы очистить его от первородного греха. Умер поносную смертью на кресте, чтобы умертвить грех. Воскресением и вознесением нашего естества на небо Он дал нам область, власть, чадами Божиими быть. В крещении мы получаем залог к этому сыноположению. Мы можем, если захотим, получить все дары его благодати. Мы вошли крещением в дверь, отверстую нам самим Господом. Если будем идти путем его заповедей, последовать его слову и образу его жизни, если будем приобщаться его добру и правде, то первородный грех не будет в нас действовать, а будет действовать благодать Христова. Нужно приобрести веру в Искупителя, веровать тому, что только его правдой мы можем быть спасены от своей неправды. Его святыней мы освящаемся, его чистотой очищается наша скверна. Без Господа Иисуса Христа все человечество погибло во грехе. Без Господа каждая душа гибнет в своем грехе. От того, что мы последуем греху и воле плоти нашей, он укоренился в нас, властвует над душою, над умом и сердцем нашим, стоит как стена между душою и Господом. Вот и надо призывать его в молитве, чтобы он пришел к душе и разрушил это средостение. Письмо 13. Вы справедливо замечаете, что то состояние, о котором говорила я, есть совершенство христианское, чтобы сердце настолько было расширено любовью, чтобы никто и ничто не мешало жить ему в присутствии Божием и быть полным любви к Богу и ближнему. Да, это совершенство. И как всякое совершенство, оно должно стоять перед нами как цель в конце пути. Если мы будем его иметь целью, хотя далекой, но все же вожделенной, мы будем стремиться достигать ее, будем все свои чувства, мысли и поступки направлять сообразно с этой высокой целью, будем ею освещать для себя путь, будем видеть, насколько мы от нее самовольно отклоняемся или с помощью Божией преуспеваем. Понимая так путь христианской жизни, я не могу советовать вам ничего, кроме того, что советовала и раньше, то есть борьбу своими собственными страстями. По отношению к другой личности, вот мой совет. Не быть к ней требовательным, прощать ее недостатки, быть терпеливым при оскорблении собственного самолюбия, быть самоотверженным, когда приходится выносить разные неудобства жизни от того разлада, который существует в семье. А если очень немоществуете, то смириться надо и уступить своей немощи, если нет силы идти против своих страстей и побеждать их. Страсти имеют такую силу и власть над человеком, что, отдавшись им однажды, мы становимся их пленниками. Они сковывают нас и не дают возможности выйти на свободу. Они ослепляют наш ум и не дают ясно видеть себя и свой путь. Берегитесь давать волю своим страстям. А лучше отдайте себя в работу заповедям Божиим, чтобы быть рабом Божиим. Письмо четырнадцатое. Как это вы говорите, что вы корабль без руля? А сегодня Святая Церковь, 6 января, провозглашала всем верным. Все предстоит Христос, от ли мир избавляй. Он наш якорь спасения, руль, направляющий нас на верный путь, кормчий, руководящий наш корабль к пристани спасения, в небесное царство. С ним хорошо в жизни, с ним не страшна смерть, с ним жизнь за гробом называется блаженством. Не беда, что вы не получили желаемого священства. Не беда, что вы не монах. Можно и мысли об этом оставить, если нет на то воли Божией. Но никогда не оставляйте Христа. Пусть он будет целью всех душевных стремлений, целью всех желаний сердца, всех мыслей ума. Любите его волю, его заповеди. Сделайте ради него какое-нибудь добро своим ближним, словом или делом. Если вы будете любить Христа, если для него вы в чем-нибудь поступите против грехолюбивых стремлений и желаний своего сердца, если ему принесли в жертву какое-нибудь свое пристрастие, то вы будете его священником, тайным монахом, ангелом. Я читала в Патерике, что однажды похоронили одного мирского человека и монаха недалеко друг от друга. Когда впоследствии открыли их гробы, то нашли, что на монахе мирская одежда, а на мирском монашеская. Видите ли, нам неизвестно, кто монах перед очами Божиими. А вас я считаю своим сыном духовным и желаю вас видеть последователем Христа, его учеником. Письмо 15. Чтобы сохранить чистоту тела, необходимо сохранить чистоту сердца и ума. Вот и нужна молитва, нужно внимание к своему сердцу, нужен подвиг над собою. Если мы не всегда можем сохранить теплоту, то как она есть дар Божий, то можем всегда укреплять в себе решимость воли, подвязаться против страстей. Можем возгревать в себе стремление к совершенству, можем нудить себя к подвигу. Заповеди Божии даны нам не для произвола. Хотим или не хотим их исполнять? Нет, мы обязаны их исполнять. Иначе мы погибнем вечно. Вот и я убеждаю вас для Бога, для исполнения Его при святой воле, понудить себя, понести недостатки ближних, а к себе, к своим недостаткам, быть строгому, требовательному. Хорошо бы вам иногда читать «Жития святых» и иметь хоть небольшое, но постоянное молитвенное правило. А чтоб начать внимание к своему сердцу, я дам вам небольшой совет, который попробуйте исполнять в течение поста. Давно когда-то я посоветовала вам выучить наизусть молитвы Иоанна Златоуста «Господи, не лиши меня небесных Твоих благ». Теперь я советую вам, начиная с первой молитвы, ежедневно держать в уме и в течение дня почаще повторять одну из этих молитв. Сегодня первую «Господи, не лиши меня», завтра вторую «Господи, избави меня вечных мук». Эту молитву выносите в уме и в сердце, и в воображении. Когда вы просите небесных благ, то сравнивайте их с благами земными. Вы дайте своему сердцу почувствовать всю тщиту этих земных благ, их приходящесть, их изменчивость. Так размышляйте об каждом прошении. Пусть целый день душа живет этим созерцанием. Если придут хорошие мысли, запишите их. Если придет умиление, уединитесь. Дайте пищу вашей душе, дайте занятие вашему уму, дайте направление вашему воображению. Пусть приносит плод посильный труд ваш, чтобы в будущей жизни не голодать вечным голодом. Письмо 16. «Я не сужу никого, сама грешная. Но всех вас судит Слово Божие, данное нам для руководства жизни, для спасения, для указания пути вечную жизнь, для нашего очищения. Оно судит нас, когда мы его не слушаем, когда приступаем его. Оно будет нас судить и в будущей жизни. Страшно перед ним согрешать». Страшно от того, что сердце черствеет и Слово Божие перестает на него действовать. Это состояние хуже смерти телесной. Не шутите чувствами. Они, как огонь, все могут истребить в душе и в сердце, и в уме. Что насадило Слово Божие, все сожгут и оставят душу с одними ее страстями и грехами. Надо хранить чистоту тела и души, иначе умрет душа смертью вечной, и эта смерть ужаснее всего, что есть на земле и на небе. Посмотрите в житиях святых, как люди добрые подвязались и искали Господа всеми силами души и тела. Письмо 17. Скажу вам, что мы никогда не должны давать поблажки своим страстям. Вы преследуете вора, который украл потому, что ему нечего было есть. Самая потребность естественная не может быть оправданием его воровства. Будьте же строги и к себе. Всякая поблажка своим страстям убивает чистоту нравственного чувства. Совесть, этот естественный нравственный закон, написанный в нашем сердце, глохнет, если мы не слушаем ее внушения, если мы делаем поступки, противные ее внушениям. Что это за слова «я хочу» или «я не хочу»? Эти слова не имеют значения там, где дело касается нравственного закона спасения души. Вместо своего хотения должна быть заповедь Божия, воля Божия, ведущая нас к жизни вечной. Если бы вы были на войне, могли бы вы сказать, что «не хочу идти в сражение». Нет, вы шли бы, не думая, шли на явную смерть. Если настоит, приближается, духовная брань, если заповеди Божии требуют борьбы, как же мы можем говорить, что не хотим бороться, что приятнее отдать себя в плен нашим врагам? Какой срам! Какой ужас в здешней жизни, кто расслабит свою волю до такого состояния, а в будущей жизни еще более срама потерпит душа, когда откроются все ее дела и помышления? Надо просить, молить Господа, чтобы укрепил волю противиться страстным помыслам, обратил бы все силы, все стремления и хотения души к высшим целям, святым, высоким, благородным. Я буду молиться, чтобы Господь даровал вам решимость не только терпеть, страдать, но даже умереть за его заповеди. Письмо 18. Когда совести сердца чисты пред Богом, то он не попускает делать неправильные шаги. А если мы их делаем, то по греховности нашей не познаем воли Божией в своих поступках. Дай Бог вам быть добрым христианином, всегда пред собою, имея Господа и его святую волю, а не свое произволение, не угождение своим страстям и чувственным желаниям. Вы говорите, что помимо всех увлечений греховными чувствами, развлечениями всякого рода, в душе вашей живет стремление к духовной жизни и так живо иногда дает себя чувствовать даже во время самых развлечений. Знаете ли, что это стремление души есть призвание Божие? Не заглушайте в себе этого живого чувства, берегите его. Огонь не может гореть при ветре, его задует он. Так благодать Божия призывает нас, но ветер страстей и развлечений гасит в душе свет и теплоту Божественного огня. Не оставляйте молитвы и чтения слова. Письмо 19. Господь спасает нас всеми мирами. Эти тяжкие телесные недуги, которые так часто посещают вас, постоянно напоминают вам о смерти. А что может быть полезнее для души, как не память смертная? Она нас от всяких пристрастий земных освобождает, дает нам познать цену всех земных дел и больше всего помогает стремиться к будущей жизни. Дай Бог, чтобы болезни ваши приносили плод душе вашей спасение. Веруем, что все то, что Господь строит, все служит к нашей пользе и вечному спасению. Из писем к М.С. Письмо первое. Благодарю тебя за те чувства любви и преданности, которые ты выразила в письме своем и в стихах от шестого числа. Я знаю, что ты всегда любила слушать слово мое, слово Божие, слово спасения, передаваемое мной. Знаю, что это слово всегда оживляет твой дух и даже на твои физические силы действует укрепляющим образом. В этом я вижу твою любовь к Богу, желание последовать Его слову. Вижу также и твою преданность ко мне. Мне жаль, что теперь, когда ты болеешь и немного унываешь, я не могу видеть тебя и лично побеседовать с тобой. Мне хотелось бы сказать тебе, чтобы ты не падала духом, не унывала. В твои годы и у меня была подобная болезнь. Расстройство нервов доходило до крайних пределов. В голове дурнота и слабость. Случалось до отсутствия сознания. Я тоже ожидала, что я лишусь рассудка. Даже доктора мне предсказывали что-то подобное. Благодарение Богу этого не случилось тогда и слитами окрепли нервы. С душевной силой Господь посылает и крепость телесных сил. Но я хочу сказать тебе не это. Мне желательно передать тебе то, как я тогда смотрела на свое состояние. Как относилась к Нему? Думая, что я умираю, я предавала Господу свою судьбу временную и вечную в Его власть. Я желала, чтоб свершилась надо мной воля Божия, чтоб все мои желания и стремления направились только к единому повиновению Его воле и покорности Его промыслу. Когда я думала, что лишусь рассудка, то я соглашалась с этим безропотно и без боязни, видя в этом всю нищету человеческой природой. Я соглашалась оставаться без сил душевных, без здоровья тела, без разума, ума, только бы Дух мой не жил в противлении воли Божией, только бы Он смирялся пред Богом, Ему одному отдавая честь и славу и поклонение. И в этом состоянии радовалась моя душа, радовалась тому, что Он один велик, премудр и силен. Даруй, Господи, чтобы и в Твоем сердце была эта радость спасения о едином Боге, эта вера в Него и преданность Его воле. Да хранит Тебя Господь своею благодатью. Письмо второе. Но отчего же ты чувствуешь болезненное и томящее ощущение в сердце? Отчего? Конечно, от страстей. Иде же, Дух Господень, ту свобода. А я скажу, где страсть, там теснота и страдания. Что страсти живут в нашем сердце, это неоспоримо. Но они не дают себя знать томительную тяжестью, когда мы их не сознаем и исполняем их. Не томят они и тогда, когда, сознавая их, мы им противимся. Но когда мы сознаем их в себе и не хотим всеми силами души и восстать против них, когда мы одну частью души отвергаем их, а другую прислушиваемся к их сладкому говору, когда мы уклоняемся от обличений, когда жалеем себя и не решаемся идти по крестному пути за нашим крестоносцем, учителем, тогда, конечно, будем чувствовать томление и боль. Господь, взявший на себя все наши грехи и немощи, показал собой пример борьбы воли. В Гефсиманском саду он до тех пор томился, пока воля его согласилась принять страдания. Испытай свое сердце, и ты увидишь, что в нем много противоречий. Надо один раз навсегда придать душу свою водительству воли Божией, последованию заповедям его и руководству суровым монашеским правилам. Когда согласится душа, так и будет легко. Мне нравится в тебе способность увлекаться и восторгаться всем святым и хорошим. Но не забудь, что отречение монашеское лучше всего и полезней всего. Бегай от людей и спасешься. И ты бегай от всего в глубину своего сердца, чтобы там быть съедимым. Да хранит тебя Господь. Ему я молюсь о тебе, и ему тебя поручаю. Письмо третье. Да поможет тебе Господь Бог. Он укрепит и дух твой. А я от себя скажу тебе одно слово опыта. При всяком смущении и искушении единственный выход и успокоение — это смирение. Только этой эстезею приходит душа к истине, все разрешающей, к теплоте врачующей, к свободе облегчающей. Если потеряешь эту стезю, то окружает душу мрак и теснота. Она приходит к ложному разуму, а это бедственно. Потому что ложный разум показывает все в превратном виде. Все обстоятельства жизни представляются горькими и бедственными. Не видишь в них путей Божиих, великих судеб его спасительного промысла. Люди не братья, а враги. Их немощи возрастают до крайних пределов. Собственные немощи делаются страшными и даже живыми образами мучений внутренних. Да, одна стезя спасает в это время. Стезя смирения. Читай раза три в день 50-й псалом. Читай, принуждая себя, даже в церкви во время херувимской песни. И Господь откроет тебе смысл истинного покаяния и глубокого смирения духа. Из писем к А.С. Письмо первое. Радуюсь, что твое пребывание в монастыре принесло тебе утешение. Великая милость Божия, когда есть на земле место, где может душа получить отраду. Есть люди, с которыми сердце отдыхает. Но зачем ты все приписываешь мне? Без Господа мы ничего не можем взять. Без Него мы ничего и дать не можем. Все Он подает нам Своею благодатью. Те, которые любили Его, видели Его везде и во всем. И Он открывал им свое живое слово, открывал волю свою и пути своего промысла. Как и в чем открывал? В чистоте их сердца. Надо с Божьей помощью хранить свое сердце от страстей. Хранить главным образом от самомнения, от гордости. Хранить его от лжи, от самооправдания. Хранить его от нелюбви, от презрения к ближнему. И если при благодати Божией, помогающей нам, мы не дадим всем этим страстям обладать нашим сердцем, то оно будет способно принять внушение Слова Божия и последовать его воле. Я радуюсь за тебя, моя родная, что сердце твое открыто для Слова Божия. Даруй, Господи, чтобы оно было открыто и для исполнения воли Его. Молись, Матери Божией, проси ее усердно, чтобы указала тебе путь, по которому угодно промыслу Божию вести тебя. На всяком пути боящиеся Господа найдут Его и придут к Нему путем заповеди Его, трудом и подвигом против живущего в нас зла и порока. Дай Бог тебе не уклоняться с этого пути, где бы ты ни жила. Письмо 2. Молитва Иисусова так творится душою, что при ней ни о чем не просит душа, сердце ничего не желает, ум молчит. Только вера, живая в силу Иисуса, только сознание своего недостоинства, своей немощи, греховности. При молитве Иисусовой я никогда ни о ком не молилась. Ты знаешь, как я любила своего батюшку. Я любила его больше всех и всего на свете. Я молилась за него первого, когда подходила прикладываться к чудотворным иконам, к мощам, когда дома подходила к образам, чтобы им помолиться. Я призывала на помощь ему всех угодников, иконам которых молилась. Когда кончала читать Евангелие или Псалтирь или Акафист, я молилась, во-первых, за него. О молитве Иисусовой я никогда за него не молилась. Мне кажется, я и за себя не молюсь при молитве Иисусовой. Я только чувствую силу, действующую во мне, силу имени Великого Бога, Бога Живого, которому верует моя душа всеми своими силами, всеми жизненными действиями. Письмо третье. Я с Господом ничего не боюсь. Иду своей дорогой, впереди вижу или хочу видеть одну свою цель, какая бы ни была, но цель, какой стремишься. К этой цели стремлюсь, а все остальное не вижу и видеть не хочу. Вот в чем сила. Против этой силы не устоит никакая интрига и даже не коснется ее. Господь помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Послание к евреям, глава 13, стих 6. Письмо четвертое. Я верю тому, что тебе нелегко живется. И болезнь родителей, и все, что делается не так, как бы тебе желалось, все это тебя мучает. Но как же ученик Христов учит нас за все благодарить? Он говорит, непрестанно молитесь, за все благодарите. Первое послание к Солунинам, глава 5, стихи 17-18. За все, значит, за все скорби и за все неприятное, что случается в жизни. Да, прежде надо укрепить веру в сердце, что все творится по воле Божией. Нужно согласиться предаться этой святой воле. Нужно смириться с сердцем, признать себя недостойной лучшего. Тогда только можно за все благодарить. Епископ Игнатий учил своих учеников, часто во время скорбных обстоятельств, так же, как и во время радостей, повторять свое благодарение Богу, так часто и подолгу, как молитву Иисусову. Слава Богу за все. И опять. Слава Богу за все. При этой молитве отходит ропот от сердца, смущение исчезает, и так мирно становится на сердце, радостно. У Господа есть свет, который всякое смущение отгоняет. Только бы приступила к Нему душа верою. Письмо пятое. Думала видеться с тобой и лично поговорить. Несколько писем твоих я оставила без ответа, находя неудобным отвечать на них по почте. А какие хорошие твои письма! С каким отрадным чувствам я читала их. Я слышу в них душу живую, чувствующую глубоко, с тонким духовным чутьем. Вижу ум, развитый, тонкий, понимающий и видящий так ясно себя и все, что делается в душе. Благодарю Бога за тебя, радуюсь и утешаюсь тобою. Сердце, кроме того, готово жить для других и все им отдать. Но ты не гордись тем, что я тебя хвалю. Теперь начну укорять тебя. Я буду укорять тебя за излишнее самоукорение, за требование от себя совершенства. Един Господь совершен и всесвят, а мы, люди, все с немощами и недостатками. И как это хорошо, что свое совершенство мы можем получить только в нем и через него. Если мы веруем, что он всемогущ, то должны веровать, что все он может сделать для нашей пользы, если будет угодно его святой воле. Если мы веруем, что он всеблагий, всесчедрый, то мы должны надеяться, что он все даст, что нам нужно. Если мы веруем, что он всеведущий, то должны полагаться вполне на его волю, веровать праведности его судеб, его промышлений. Он может все нам дать. Он хочет нам дать всякое благо. Если же не даст нам, чего мы желаем, не даст того, что нам кажется полезным и хорошим, даже спасительным, то значит, или мы не готовы принять, или не наступило время, и самый дар был бы нам во вред, если б мы получили его по нашему желанию. У тебя есть недостатки, с которыми ты не в силах бороться иногда. Ты просишь помощи Божией и не чувствуешь помощи. Но ты недовольно трудилась, а самый труд этот необходим. Необходимо увидать собственное бессилие, чтобы в борьбе укрепилась воля. А главное, чтобы узнала душа всю свою немощь, смирилась бы глубоко и всю свою надежду возложила бы на Господа Единого, спасающего нас. Святые отцы, научая нас бороться со страстями, говорили так «Падай и восставай». Падай не исполнением греха или греховного чувства, но падай ослаблением воли, произволения в борьбе с греховным помыслом. А потом опять вставай. То есть укрепи произволение, вновь начинай борьбу с грехом. Но тот, кто упадет, не может вскоре вскочить и бежать. Он ушибся, все члены его разбиты, он едва опомнился от падения. В борьбе он слаб, пока не соберется силами или пока кто другой не придет ему на помощь. Точно так и воля наша. Если она пала, то есть увлеклась греховным помыслом, она ослабела, разбита, бессильно. Этими слабыми силами ей надо вставать, начинать бороться, хоть вся она разбита и как бы мертва. Должна звать на помощь того, кто один может помочь. Но и голос ее бессилен, даже нет его совсем. А когда придет помощь от благодати Божией, то она укрепит и вновь восставит. Письмо шестое. Самого отъезда из Петербурга я не писала тебе. А между тем часто, очень часто мысленно с тобою беседую. Точно сон и хороший сон мое пребывание в Петербурге. Наша поездка в Кронштадт к батюшке-отцу Иоанну, его посещение нашего дома, все его слова — все это точно дни, прожитые в ином мире, хорошим, святом. Теперь я поняла душою значение всех его слов ко мне. Поняла и пережила их. Не одним сердцем пережила, но и жизнью. Все его слова сбылись со мною. И когда сбылось то, что он мне предсказывал, его слово меня поддерживало, направляло мой дух, давало смысл всему, и даже плод чувствовался от пережитого. По его слову, на меня много и разнообразных скорбей нашло по Божию попущению. Но ты не беспокойся. По милости Божией, явленной мне молитвой отца Иоанна, все теперь проходит, точно буря утихает, и скорби и искушения миновали. Письмо седьмое. Угодно ли Господу исполнить наше прошение и дать мир и спокойствие жизни? Настойчиво просить о чем-нибудь мы у человека не решаемся, тем более у Бога не можем просить и ожидать непременно исполнения своей просьбы. Мы даже не знаем, что для нас полезно, что вредно. Но в чем мы можем видеть помощь Божию, Его милость к себе? Это в том, что Он даст нам переносить невыносимое с терпением, с смирением, с покорностью Его святой воли. Это великая милость Божия, и я вижу, что она совершается над тобой. Ты выносишь то, что человеческие силы выносить не могут. Ты терпишься смирением и покорностью. Твое сердце не ожесточается против виновника скорбей. Не Божия ли помощь тебе содействует и укрепляет дух твой? Только веруй Господу и все Ему предавай. Он своими путями, Ему одному ведомыми, всех приведет к себе, к миру и спасению. Будем же Ему молиться, да завершается Его святая воля над нами. Письмо 8. Что значит верить в Бога? Верить необходимо не только в существование Бога Творца и в спасение, дарованное нам через Иисуса Христа, но надо верить неизменно во всех обстоятельствах жизни, как бы тяжело ни было, что Бог милосерд, хочет нашего спасения. И, видя, зная не только в чем временное наше благо, но и вечное, ведет нас к Нему как любящий, но мудрый отец своих детей, направляя их с одинаковой любовью, лаской и строгостью. Поэтому надо принимать с упованием милость Божию, прося только помощи Его. Всякое испытание или искушение, извне ли оно приходит, от наших ли немощей или от людей, орудий Божиих для нашего спасения и часто обоюдного. Нашим смирением спасаются и ближние наши, огорчающие нас. Из писем КВПГ Письмо первое Ты спрашиваешь, видит ли тебя твоя мама? Без сомнения, видит, но не так, как мы земные видим, и чувствует не так, как мы плотские чувствуем. В ней нет эгоизма, себелюбия, желания личного земного счастья и довольства. Душа ее живет в Боге, как едином источнике жизни и для Бога. Вот и видит она твою душу, угодны ли Богу твои чувства и желания и твои помыслы. Ей приятно, чтоб ты, живя на земле, исполняла волю Божию, заповеди Божии по отношению к Богу и людям. А что ты жалеешь, что лично ей иногда приносила неприятности, то все это она забыла, простила, и теперь своей бесплотную душою поняла и приняла все земные скорби, большие и малые, как очищение, и за все возблагодарила и прославила Господа, все подающего ко спасению души. Да, родная, оставь свою тоску и гнетущее раскаяние, и перед ее бессмертную душою положи доброе намерение воспользоваться этим опытом жизни и на будущее время стараться поступать не по влечению своих чувств, а тем более страстей, но по заповеди Божией и по нужде тех людей, с которыми Господь тебя будет ставить на жизненном пути. Вот она увидит тогда тебя и порадуется за твои добрые дела и намерения. Письмо второе Достоинство и благородство человека не столько в преимуществах, полученных им от предков, сколько в его собственных достоинствах и в том добре, которое он приобрел в труде над собой. Так ценит Господь все доброе в нас, так ценят нас и люди разумные. А сам человек должен ценить все то, что подает ему Господь. Тебе же, родная, Господь так много дал, что не скорбеть, а благодарить его следует. Теперь о другом вопросе. Святые отцы всегда советуют, чтобы никакого не делать решения во время душевного смущения. Когда мы духом смущены, то не можем правильно и здраво рассуждать, а тем менее можем чистую совестью и сердцем мирным познавать волю Божию. И сердце, и дух смущены, и солнце правды закрыто от взора души. С этим решением надо подождать, не торопиться и пока никому не говорить. Монастырская жизнь очень тяжела. Она требует особенного призвания Божия, особенной душевной потребности жить высшими идеалами. Без этого она даже смысла не имеет. Письмо третье Ты оттого, моя родная, так сильно волнуешься, что мало имеешь веры в Бога. Ведь без его воли и волос не спадет с нашей головы, а тем более никто не погибнет без его промысла. Все ему отдай и полюби его волю, и пожелай, чтобы она совершалась всегда над нами. И свое сердце успокой этой верой. Желаю тебе здоровья, прошу лечиться серьезно и жить под Божиим водительством. Письмо четвертое. Чтобы прийти к Богу сердцем терпеливым, одиноким, бесстрастным. Надо полагать начало. Письмо пятый. Тебе Господь всегда и везде посылает тяжелые кресты. И видится мне, что во всем воля Божия, во всем для тебя посланы испытания, чтобы ты училась терпению и самоотречению. Ты говоришь, что ты далека от того, чтобы иметь чистоту сердца. Но ведь всякий человек далек от всякого истинного добра, а тем более от добра духовного, от чистоты сердца. Без Бога, без Его помощи и благодати, человек не может даже приблизиться к понятию о добре духовном. Вот Господь и ведет тебя сам, воспитывает в тебе твоего внутреннего человека, очищает, умудряет во спасение, посылает тебе скорби и труды, чтобы научить терпению, подклонению под волю Божию, познанию своей немощи. Что может человек сделать? Одно, подклониться под волю Божию и в смирении Духа взывать к Нему. Веди, Господи, сам, куда знаешь, и помоги мне исполнить волю Твою. И как легко, как спасительно идти по тому пути, куда ведет Господь. Помоги тебе, Господи, во всем покоряться Ему. Письмо шестое Мне грустно вспомнить, что вчера ты была такая расстроенная. Не больна ли ты? Если тебя смущает мысль, что я оставлю игуменство, то и это напрасно. Скажу тебе от души, что я всегда желаю и подвязаюсь, чтобы все творить, все делать и поступать по воле Божией. Есть у меня желания, я их высказываю, а на душе у меня одна мысль и желание, чтобы все совершилось по воле Божией. И в этом случае, если я и желаю провести последние годы жизни в уединении, то это не есть мое решение, а только одно желание. А мое желание, чтобы все совершалось в моей жизни по воле Божией. И при таком настроении моей души, при такой преданности воле Божией, мое сердце мирно и никогда не бывает в смятении или неудовольствии, если что не сделается, как я желала или предполагала. Советую тебе искать душевный мир в своем сердце, предавая все воле Божией. Люби ее, эту волю. Старайся и подвязайся всегда поклоняться ей. Один святой отец говорил, если б небо столкнулось с землей, и тогда я не устрашился бы. Дай Бог и тебе утвердиться в преданности Божией воли. Твоя мать о Господе, Игумене Арсении. Старица схемонахиня Ардалиона. Жизнеописания и молитвенные размышления. Схемонахиня Ардалиона была дочь священника Слободы-Завязки Хоперского округа, отца Андрея Игнатова. Родилась в 1816 году, 30 января, и при крещении наречена была Анною. Семи лет она лишилась своего отца, который умер, оставив после себя двух сыновей и трех дочерей, и с коей Ханна была старшая, на попечении престарелого родителя своего Дмитрия Игнатова, бывшего также священником в той Слободе-Завязке. Трудно было прокармливать, не только воспитывать осиротевшую семью. Детей надо было обучать грамоте, а за неимением лишних средств мальчиков стал учить сам дедушка. А девочку Анну мать Матрена Семеновна отдала сперва учиться грамоте к одной черничке, старой девице, потом отправила к сестре своей, дворянке Краснушкиной, жившей в 20 верстах от завязки. У тетки Аннушка прожила несколько лет, и когда выучилась читать, то так страстно полюбила чтение, что не могла равнодушно видеть ни одной книги. Когда бывала в доме у своего деда, то, невзирая на его строгость, часто уносила из его домашней библиотеки книги, уходила с ними на гумно, и там, забравшись на Скирду, погружалась в чтение на целый день, так что забывала и о пище. По смерти отца Дмитрия, прожившего 105 лет, внучки стали делить между собою его имущество, состоявшее из всякой хозяйственной мелочи. Анна Андреевна ни на что другое не обратила внимания, а взяла хлеб на мешок, наложила его доверху книгами и ушла к себе. Мать, увидя это, стала упрекать ее, что набрала ни к чему не годных старых книг, а годных вещей никаких не принесла из наследства дедовского. Но дочь выше всяких сокровищ на свете ценила эти книги. Такая беспримерная в детском возрасте любовь к чтению расположила сердце девушки к духовной стороне жизни. Когда Анна Андреевна на 18-м году от роду прибыла случайно с богомолками в Усть-Медведицкий монастырь, то скромная обстановка монастырская и жизнь монашеская до того ей полюбились, что она решительно не могла оторваться от святой обители и захотела остаться в ней навсегда. Молодая душа, напитанная духовным чтением, ощутила, что тут кроется исполнение ее заветных мыслей и чувствований, какие наполняли ее тогда, когда она предавалась чтению любимых книг. Игуменствовавшая тогда мать Афанасия приняла Игнатову в число сестер. Это было в 1834 году. Воспоминая это время, Анна Андреевна говорила впоследствии, что чувствовала тогда такую радость в сердце, такую легость в душе, что точно у нее были крылья. Избранница Божия в первые две недели обоняла всюду вокруг себя благоуханный воздух и в церкви, и в келье, и в огороде, куда была посылаема. В первые годы жизни в монастыре Анна Андреевна проходила послушание по черным работам. То в огороде, то на покосе в летнюю пору, и всякую тяжелую работу исполняла с веселым расположением духа, радостно и льготно. Бывало, в покосное время, в час отдыха, возьмет книжку и читает. Около нее соберется кружок слушательниц, и звонкий голос читательницы раздается далеко по лесу. Игумени Афанасия, узнав, что послушница Анна Игнатова хорошо читает и имеет сильный голос, поставила ее на клирос. Странно было видеть ее молодую среди сверстных по летам сестер-клирошанок, всегда чистой и изящно одетых, стоящую в мухояровой рясе из толстого сукна, неуклюже сшитой, в боках разноцветной и с клобуком на голове, который никогда не переменялся. Но, занятая своим внутренним человеком, она не обращала внимания на внешность свою. Часто во время службы, стоя на клиросе, проливала тихие слезы, которые текли неудержимым потоком, так что иногда вся грудь делалась мокрую, уплачущей. Слово Божие, читаемое в келии и слышимое в церкви, было единственным источником утешения и наставления для Анны Андреевны, носившей тогда имя Алевтины, данное при пострижении в Ресофор. Книги были ей везде неразлучными спутниками. Когда случалось ей приходить по зову в келью какой-либо сестры, то она брала с собой книгу, там читала и толковала прочитанное. Речь ее бывала тогда так обильно, что келейницы оставляли свои дела, сходились к ней и заслушивались по несколько часов. Иногда, читая у себя дома, вдруг вставала и, не одетая, считаемой книгой в руках, шла к какой-нибудь монахине, чтобы поделиться уяснившимся понятием прочитанного слова. Но понятие это было слишком возвышено для того, чтобы могли его воспринимать неприготовленные к такой беседе и развлекаемые келейными занятиями слушательницы. Так ей приходилось не раз уходить от своей восприемной матери по пострижению казначеи Мариамы с упреком, «Когда ты, Марфа, оставишь свои блинцы!» Потом Алевтина прекратила такие свои посещения, убедившись из опыта, что то сокровище духовных понятий, какое она носила в себе, непередаваемо, давалось только ей одной на обладание. Но и для матери Алевтины приходили такие обстоятельства, где Мариина часть неминуемо сталкивалась с Марфиной. И верное Слову Божию, дознавши опыт на всю тщиту последней, она отдала первый решительный перевес. Такого рода обстоятельства встречаются нередко в жизни. И хотя, по видимости, являются простыми случайностями, но имеют важное значение, так как служат всегда пробным камнем для духовной деятельности. И часто бывают такими поучительными уроками, которые не забываются всю жизнь. Одновременно с клироссным послушанием Алевтина, называвшаяся тогда Анною, так как это было еще до пострижения ее в Ресофор, определена была в Золотошвейке, к одной монахине, занимавшейся этой работой. В то время жили с нею старая тетка, дочь отца Димитрия, и младшая сестра Павла, которую она взяла к себе, чтобы облегчить для матери воспитание семьи. Жили они все в одной келье. В свободные от урочной работы часы она занималась своим шитьем и от продажи своего рукоделья содержала себя, тетку и сестру. Трудно ей обходилось такое содержание. Целые ночи, не разгибаясь, она проводила за шитьем, хотя скоро и много работала. Потом старуха-тетка умерла, а сестра ее, молодая девушка, не пожелала продолжать более жизнь в монастыре и вышла замуж. Обличенная тогда в Ресофор, мать Левтина совершенно оставила занятие рукодельем. Дни и ночи стала посвящать чтению и молитве. При таком беспопечительном образе жизни подвижница должна была терпеть скудость в материальных потребностях. Но кто не заботится о завтрашнем дне, ища Царствие Божие и правды Его, тому, по слову евангельскому, прилагается все потребное. Бывшая просфорная мать Павлина, мать Митрофания, дочь полковника и мать Репсимия, впоследствии схемонахиня Пафнутия, были усердными слушательницами матери Алифтины. Часто звали ее к себе, с верою и любовью внимали ее духовной беседе и своей стороны служили ей от своих избытков, чем могли, пополняя ее недостатки. Однажды игумене представилась надобность перевести ее и собственные ее кельи в обительскую, что в женских монастырях обыкновенно обходится не без скорби. Она сделала этот переход без малейшего сожаления, и при этом из келейного имущества ничего с собою не взяла, даже любимых книг своих, кроме Евангелия и Псалтири. В церкви много книг, говорила она, была бы охота слушать Слово Божие. Отсекая в себе привязанности к вещам, она неоднократно повторяла. Еще в ранней молодости я стала понимать не только умом, но и внутренним глубоким чувством, что душа в час смерти разрывает все связи с земным миром, и как тяжело и трудно душе это разлучение, если в ней много пристрастных привязанностей к земным предметам. Чтобы легко было умирать, нужно прежде смерти умереть для всего, нужно уничтожить все земные пристрасти. Мать Левтина не только сама себе ничего не приобретала, но и глубоко огорчалась тем, когда в других видела противные нравы. Состояв должности благочинной монастыря, по требованию этой должности, она посещала келью одной своей соседки и часто заставала ее за чтением Псалтири, воздыхающую, как бы с отягощением исполняющую свое правило. Тогда она говорила ей, «Довольно тебе читать. Отдохни». «Нельзя, мать», — та всегда отвечала, «Ведь я монах». Случилось, что в общей трапезе не достало дров. Благочинная приходит к этой самой монахине и говорит, «У нас в трапезе дров не достало. Дон еще не замерз, привезти из лесу нельзя. У тебя много дров. Отдай одну свою поленицу в трапезу». Та с ужасом возразила, «Как ты могла это высказать, чтобы я свои дрова, над которыми столько трудилась, собирая их, перевозя из-за дона, прибирая, и чтобы я отдала их в трапезу, ни за что не отдам?» «Ну, мать», — сказала благочинная, «не монахи же мы с тобой, если и с поленицей дров не можем расстаться». После таких случаев мать Алифтина в полном пострижении она носила то же имя, какое и в Ресофоре, затворялась в своей келье и не выходила из нее по два и по три дня. Отречение свое от привязанностей всякого рода она простирала до того, что не дорожила никакими удобствами и собственным покоем. У нее была одна келейница Агафья Прокопьева, весьма преданная ей и очень ловкая в услужении. Когда одна болящая монахиня попросила благочинную дать ей хорошую послушницу, то она привела к ней свою Агафью и убедила ту служить болящей с такой же преданностью, с какой она служила ей самой. Послушная Агафья выполнила это в точности, усердно служа больной до самой ее кончины. Мать Алифтина вот что говорила о себе. При работе над своим внутренним человеком такая иногда чувствовалась немощь, недостаточность всех внешних подвигов, всех своих душевных сил, что не раз приходила в уныние и некоторое безнадежье. В эти тяжелые часы приходилось в церкви слышать слово апостола Павла о бессилии закона и о вере. И хотя я их и прежде знала наизусть, но в эти минуты они были для меня новым откровением. Сею немощью души своей я сознавала, что ни на себя и ни на что свое я не могу надеяться, что ничто мне не поможет в моем спасении, ничто не спасет моей души от ее собственной нечистоты и несовершенства. Всем существом своим я верила, что Господь, один Господь и сила его благодати может меня спасти, может просветить, очистить и усовершить мою душу, может дать силу ей внимать его слову, разумевать его и исполнять его заповеди. И эта сила будет его сила, во мне действующая, а не моя. Я же и все мое навсегда остается немощным, безжизненным, беспомощным. И хорошо, что человек сам по себе так немощен. Хорошо, что только Бог один силен, что Он один живый во всем действующий и царствующий. При таком глубоком познании своей немощи и при такой живой вере и благодать Божия осеняла и усовершала ее подвиг. Она передавала одной своей духовной дочери. Один раз, еще была я в Ресофоре, читала я покаянный канон ночью в своей келье и молитву покаянную, в которой были слова, коими молящийся сравнивал себя с червем, с прахом земным. Читая эти слова, я вдруг ощутила глубокое чувство смирения, своего ничтожества. И это ощущение было так полно, так сильно и так отрадно душе, что слезы обильно потекли из глаз. И всю ночь я провела в колено преклоненной молитве, а продолжать чтение по книге в ту ночь я больше не могла. Духовного подвига матери Алевтины никто не видел. Ничего особенного за ней не примечали, и мало было таких, которые могли понимать ее тайную жизнь. По принятии монашества в 1855 году она редко стала выходить из кельи. Иногда спрашивали ее сестры, отчего она никуда не ходит. Матя Левтина отвечала так. Прежде я ходила чай распивать, а теперь чай не пью, и ходить по другим кельям незачем. Тогда преданные ей сестры, желая выслушать от нее наставления или получить совет в своих духовных нуждах, стали сами приходить к ней. В числе таких была одна молодая девушка, очень образованная, кончившая курс в Тамбовском институте. Она выказала большую веру к матери Алевтине и пожелала жить под ее руководством. Много скорбей она причиняла своей наставнице, так как, слушая ее наставление, никогда не отсекала перед ней своей воли. Постоянно видя ее противление, мать Левтина хотела отстранить ее от себя. Но та высказывала тогда такую скорбь, такие проливала слезы, что наставница не решалась на это удаление, располагалась еще терпеть, надеясь на исправление своей ученицы. Но этого исправления не последовало. Окончилось тем, что образованная самовольница вышла из монастыря. Выход ее принес скорбь матери Алевтине, но вместе с тем был для нее и облегчение. После наставница так отзывалась об этой непослушной ученице. «Живя с ней, я чувствовала себя так, как чувствовал бы себя живой человек, которому был бы привязан труп. Но все же я благодарю Бога за то испытание. Многому терпению я научилась, живя с нею». И действительно, она сделалась настолько терпеливою, что могла уживаться самым строптивым характером. Если кто жаловался ей на келейницу, когда она бывала в должности благочинной, и просил взять из кельи, а другой кельи для такой не находилась, и никто из монахинь не соглашался принять к себе своевольную сестру, то благочинная брала ее в свою келью и держала у себя до тех пор, пока находилась келья или какая банахиня нуждалась в келейной. Самую приверженную ученицей матери Алевтины была вышеупомянутая Репсимия, в миру именовавшаяся Пороскевою, дочь казака устьхоперской станицы. Когда мать Алифтина обходила кельи и сестер с книгою в руках и словом назидания в устах, заходила она и к Пороскеве. Робкая и скрытная ко всем, Пороскева расположилась к ней всею душой, с великою любовью слушала ее слова, поверяла ей свои сердечные тайны, и, получая духовный разумный совет, держалась его. Скоро их взаимоотношения установились определенно. Пороскева стала относиться к Алифтине как к своей руководительнице и духовной матери. Когда в душе Пороскевы возникали страстные помыслы и производили тревогу, от которой она никак не могла избавиться собственными силами, тогда она приходила к матери Алифтине в ее маленькую убогую келью, молча садилась у ног ее и тяжело вздыхала. Мать Алифтина, видя ее душевную скорбь, брала книгу и начинала читать. Тогда слово ее, полное веры, укрепляло дух Пороскевы, и она возвращалась к себе с новую силою на подвиг борьбы с своими помыслами. Иногда по своей робости она не могла высказывать откровенно состояние души своей. Тогда мать Алифтина сама открывала тайны ее сердца и обнаруживала помыслы, борющие ее. «Мы оттого бываем так сильно боримы помыслами страстными, что мы любим грех», — говорила она. «Если же нам кажется, что мы его ненавидим и что помыслы помимо нашей воли борют нас, то мы ошибаемся. Мы ненавидим и не желаем греха только по рассуждению. Рассуждение же никогда не сильно победить в нас страсти и уничтожить естественное влечение ко греху. Нужно, чтобы воля наша решительно отсекала всякое плотское пожелание и чтоб устремила все свое хотение к Богу и к исполнению Его Слова, Его святых заповедей. И эту-то волю наставница старалась вызвать в своей ученице. Указывая ей на начало страстей, она свидетельством Слова Божия и Слова Отцов требовала решительного отсечения их. «Жив, умер, а надо исполнить», говорила себе покорная ученица и производила над собою такое усилие, что заболевала. «Двадцать семь горячек я перенесла», говорила она, стараясь не отпасть от слова матушки. И Пороскева до тех пор не смела показаться своей наставнице, пока не усваивала ее слова делом. Без этого считала себя недостойною услышать другое слово. «Пострадает душой, переболит телом и опять идет, опять сядет у ног матушки». В 1852 году мать Левтина пожелала поклониться киевской святыне и посетить некоторые пустыни, в коих сохраняется строгий устав монашеского общежития. Она взяла с собой послушницу Пороскеву. Все путешествие они совершили пешком и проходили три или четыре месяца, посетив многие монастыри по пути в Киев. В этом путешествии в душу Пороскевы запало смущение. Ей не понравилось, что матушка иногда скоро оставляла некоторые монастыри, где ей хотелось бы погостить подольше. Так из коренной пустыни они ушли на рассвете Дня престольного праздника, в который готовилось торжественное богослужение. А из Петропавловского монастыря вышли вечером, накануне того дня, в который им надлежало обедать у архимандрита Феофана, бывшего прежде настоятелем Кременского монастыря на Дону. Монахиня Левтина пренебрегала общепринятыми приличиями там, где видела вред своей душе и не дорожила ничем ради исполнения заповеди Божией, как по отношению к себе, так и к ближнему. Напротив, они пробыли лишние сутки в одной душной крестьянской избе, полной тараканов, где требовала духовного утешения расстроенная семья, вследствие чего запоздали к празднику в монастырь, куда спешили, рассчитывая отдохнуть и утешиться праздничным богослужением. Иногда Параскеву возмущала дружеская беседа матушки с каким-нибудь невоздержанным, беспутным, по ее выражению, монахом, в котором мать Алифтина усматривала душевную простоту, всегда ее пленявшую. И вот однажды вышли они не вовремя из одной обители, в которой Параскеве хотелось отдохнуть. Не стерпела она, зароптала и высказала все, что накопилось на душе. Мать Алифтина шла молча, слушая ее. Когда они взошли на высокую гору, с которой в обе стороны широко растелался горизонт и дорога развивалась на оба склона, мать Алифтина села, велела и ей сесть. «Вот что», — сказала она, — «так как ты потеряла ко мне веру, делаешься судьей у моих поступков, то нечего тебе делать около меня. Вот две дороги. Выбирай себе любую. Если ты пойдешь направо, я пойду налево. Если ты пойдешь налево, то я направо. И с этой минуты наши дороги в жизни никогда больше не сойдутся». Как громом поразили слова эти Параскеву. Тут только вполне поняла она, насколько для нее дорого духовное общение с матерью Алифтиной, и что вся жизнь ее души только ею и поддерживается. Сколько потом пролито было слез на этой горе, сколько дано обещание исправления, ведает только Господь, да душа Параскевы, которая с этого дня во всю жизнь более не допускала до своего сердца никакого сомнения. «Жив, умер, а наставника судить не мое дело. Разбирать его дела не моему разуму», — говорила она. «Как будет Господу угодно и матушке. Молитвами матушки сохрани меня, Господи», — были всегдашние ее слова. Таким образом, в этом путешествии была испытана вера ученицы. Это требовалось и для самой наставницы. Можно полагать, что без всяких других причин, а с этой целью мать Алифтина допускала себе некоторые, по-видимому, несообразные поступки, где преданной ученице следовало только повиноваться беспрекословно. Но слезы раскаяния, истекавшие из глубины души, показали, что вера Параскевы утвердилась глубоко в ее сердце, а не была какая-нибудь поверхностная, при первом случае отпадающая. Здесь обе они увидели, что духовный союз их навсегда неразрывен. Последующие обстоятельства жизни доказывали это. Во время болезни матери Алифтины, постигшей ее в 1853 году, Параскева неотлучно проводила около больной бессонные ночи, не тяготясь никаким трудом, никакой ужертвой. При всей любви своей к елейному одиночеству, мать Алифтина была весьма общительна и умела всех расположить к себе. По обязанностям благочинной, где она не появлялась, везде производила отрадное впечатление своим бодрым духом, веселым взглядом, ласковым обхождением. Для каждой сестры находила приветливое слово, которое действовало всегда успокоительно, утешительно, а для трудящихся в общих послушаниях столько ободрительно, что как бы придавало сил. Но при всех этих качествах, облегчающих для нее прохождение начальственной должности, в ней зрела мысль о полном отречении от всего и совершенном безмолвии. А так как в монастыре это возможно только при пострижении в схему, то мысль о схеме была давнишнюю и неизменную ее мыслью. Только сама собой она не решала сделать первый шаг, а придавая себя воле Божией, ждала особенного случая или повода, который бы могла принять за указание Божие, как это обычно в подобных предприятиях. На что есть воля Божия, то все устраивается легко и просто, без всяких усилий со стороны человека, и вместе с тем устраивается премудро. Однажды, беседуя с казначеей Мариамою, мать Левтина навела разговор на любимый свой предмет, стала предлагать своей восприемной матери принять схему, обещаясь читать ей правила. «Какая мне схема?» сказала в ответ мать Мариама. «Да у меня и охоты нет», и, не придавая особенного значения этому разговору, прибавила. «Вот ты сама постригись в схему». «Благословите», сказала благочинная, встав с своего места и кланяясь ей в ноги. Несколько торопевшая от такого нечаянного движения и не успевшей ничего сообразить, мать Мариама проговорила «Бог благословит». Получив таким образом благословение, мать Левтина тотчас же поспешила к игумене. Игумене Версавии она высказала свое давнишнее желание посхимица, и что сейчас ее восприемная мать Мариама дала свое благословение. Игумене оставалось только согласиться. В тот же день было написано прошение о пострижении монахини Алифтины в Великую схему. 26 февраля 1859 года, на 43-м году жизни, она была посхимлена с именем Ордолеоны. Приняв сугубое монашество, схемонахиня Ордолеона усугубила и свой молитвенный подвиг. Неопустительно бывая за всеми церковными службами, в кельи своей она занималась непрестанную молитвою и чтением. Чтение же своего она не разнообразила. Когда начинала читать Евангелие, то прочитывала его все до конца, по евангелисту в день. Потом бралась за псалтирь, которую также кончала всю. Затем прочитывала Акафисник подряд, не выбирая по отдельным канонам. Последние иногда читали ей келейницы. При этом схемнице было все равно, внятное ли или правильное было чтение, или ошибочное, малограмотное. Занятая умную молитвою, она одинаково спокойно выслушивала то и другое. Никогда не поправит иную, почти по складам разбирающую читательницу, как бы неверно она не произнесла слово, но всегда остановит, когда та захочет поспешить и опустить какой псалом или тресвятое. «Не ленись прочитать», — говорила схемница. «Спешить некуда, а молиться все равно можно и при повторении одной и той же молитвы по нескольку раз в день». Когда случалось, ей замечали другие, как она может выносить такое чтение, то она объясняла, «Я не заставляю их читать, сами охотятся, ведь и им хочется помолиться, а мне-то все равно, как бы ни читалось слово Божие, оно всегда свято и действенно. Если и одно слово западет в душу, то может дать жизнь душе на всю вечность». Упражняясь в непрестанной молитве, схемница бодрствовала днем и ночью. Чтобы не уснуть глубоким и продолжительным сном, она спала в кресле, держась рукою за полотенце, которое для этого было привязано к ширме. Двери ее кельи были затворены для всех приходящих. Самая преданная ученица Репсимия, когда чувствовала какую скорбь или искушение, приходила лишь к дверям кельи и, помолясь у порога, уходила обратно, облегченная верою, что за нее молится матушка. Таким образом, уединение схемницы Ордолеоны в первое время по пострижении было полное и молчание совершенное, и она утешалась таким безмолвием, и не хотела нарушать его никогда. Но один случай изменил одинокую жизнь подвижницы и направил ее деятельность к пользе ближних. Она вступила в духовное общение с одной молодой послушницей Анной Сибряковой, потом игуменей Арсения, за месяц до ее схемы, постриженной в монашество с именем Арсений. Как новопостриженные схемонахини Ордолеона и монахиня Арсения оставались в церкви вдвоем между службами. Сидя рядом на скамеечке, последняя часто обращалась к первой с разными вопросами о своих помыслах, о молитвенном делании и о других духовных предметах. Схемница давала свои ответы монахине, но однажды она сказала ей, «Ты, Арсения, так много спрашиваешь и такие вопросы предлагаешь, что одним словом на них ответить нельзя, а в церкви беседовать неудобно. Если игумене благословит, то лучше тебе приходить в мою келью, хотя я никого не принимаю, но тебя приму. Не потому, что ты Арсения, а потому, что ты истинно желаешь спастись». За благословение игумене монахиня Арсения стала ходить в келью к схемнице, и эти посещения вследствие разных духовных потребностей сделались ежедневными. Видя это, игумене Версавия сказала однажды Арсении, «Так как ты часто ходишь к схемнице, то возьми ее к себе в келью». Это очень обрадовало Арсению. Она тотчас же объявила схемнице о благословении игумене жить им вместе и сказала, что свою келью и все, что имеет, и себя вполне отдает в ее волю, а сама будет жить при ней как послушница. «Если я буду дурной послушницей, говорила Арсения, вы можете выгнать меня из кельи». На другой день после обедни прямо из церкви в схемническом одеянии с палочкой в руке старец Ардалиона пришла на жительство в келью матери Арсении. Келейницы перенесли кое-какие вещи, что сами считали нужным взять. Келия была просторная и удобная. Одну половину заняла схемница, в другой оставалась мать Арсения. Вскоре пришла к ним жить прежняя келейница Агафья Прокопьева, а через год и мать Репсимия. Жизнь схемонахини Ардалионы вполне обеспеченная среди послушниц, преданных ею душой и телом, потекла мирным порядком. «Наша келья не только монашеская, но и схемническая», говорила она. «Если монаху нужно иметь общение с другими только по крайней нужде духовной или житейской, то схемнику и говорить даже, кроме этой потребности, не следует». Так все они и жили в течение пяти лет. Придет кто-нибудь из сестер, приветствует ее, спросит о деле, не распространяются, не угощают, не приглашают посидеть. Если встречалась надобность кому из келейниц сходить по делу в другую келью, то переговорит о деле и сейчас же в свою келью. Между собою никогда не вели речи о посторонних предметах. А переговаривались только касательно собственной жизни. Все жили безмолвную жизнью старицы. Если какая-нибудь из сестер монастыря имела надобность объясниться со схемницей по своей духовной нужде, то схемница принимала ее и беседовала с нею. Только таких мало находилась. Все открывающие ей свое душевное состояние ученицы жили вместе с нею. Но и с теми схемница беседовала не часто, а больше всех с одной матерью Арсений. Арсения читала ей Евангелие, каноны и почти каждый вечер отеческие книги. При чтении отеческих книг матерь Далиона иногда распространялась в своей объяснительной беседе так, что слушавшая ее Арсения говаривала ей. Мне совестно и прискорбно слушать одно и такое дорогое слово. Мне хотелось бы созвать весь мир, чтобы все слышали и чувствовали силу этого спасительного слова, чтобы все видели этот свет разумный. На это матушка отвечала. Ну, что же будет? И слышали все мое слово, да не приняли его к сердцу, выслушают меня, как приятную музыку, а без исполнения не поймут. Только то слово усваивается и понимается, которое исполняется, иначе оно может быть поругано. Действительно, эти слова наставницей оправдывались на опыте. Когда она требовала, что сделать по своему совету, отречься от какой-нибудь пристрастной привязанности или оставить какую-нибудь неполезную привычку, то ей на это возражали другие. Лучше бы ты заставила нас носить камни на гору, легче было бы исполнить. Матушка отвечала, если делом не хотите исполнять слово, то незачем его и слушать. Потому к таким беседам она никогда других не допускала, разве только по усиленной просьбе матери Арсении, одна лишь репсимия часто присутствовала. Хотя схемонахиня Арделеона на вид казалась мужественную и была даже довольно полна, но здоровье имело слабое. Бывало из церкви, отстоявшей утренню и обедню, едва дойдет до келей, дрожа всем телом, бледная ляжет на койку и долго не может прийти в себя. Пищу, хотя она употребляла самую простую и постную, но постом себя не изнуряла много, прежде по средам и пятницам ела сухари с водою, когда же заметила, что такое пощение ей не по силам, то стала употреблять и рыбу. Впрочем, посты соблюдала строго. При всем своем изнеможении молитвы и чтения она никогда не оставляла. Если не могла ни стоять, ни сидеть, то лежа молилась и читала Псалтирь или Евангелие. Когда случалось матери Арсении заходить к ней в ночную пору, то всегда заставала ее или стоящей перед аналоем, или лежащую на койке с щетками в руках и при этом глубоко вздыхающую. Молитва Иисусова была постоянным деланием ее ума и, так сказать, слилась с ее дыханием в последние годы жизни. Мать Арсения имела у себя будильник, который заводила на ночь, чтобы не проспать полуношницы. Матушка, смеясь над будильником, говорила, «Ты все упование полагаешь на будильник, усваивай любовь к молитве, она сама будет тебе будильником». Но эта неусыпная молитвенница была проникнута истинную любовью к ближнему, ради которой всегда оставляла свои обычные молитвенные занятия, когда встречалась нужда подать благой совет требующему или сказать слово утешения скорбящему. При этом она не щадила здоровье, не дорожила покоем. Господь повелел любить ближнего как себя, учила она, значит, и себя-то надо учиться любить как следует. Не надо тратить напрасно своего здоровья и сил, а тем более духовных сил своих, ни времени, данного на спасение, ни случая, данного для испытания нашей доброй воли, ни зародившегося доброго намерения. Все надо сберегать доброе в себе, все уничтожать злое. Вот как научишься себя любить, тогда сумеешь любить как следует и ближнего. А то себя любим сластолюбием, так и ближнего любим только по страстям. Пример этой высокосовершенной любви наставница являла в себе самой. Многими сестер обители не нравилось такое сближение схемонахини Ордолеоны с монахиней Арсений. Они не понимали той безусловной преданности и безграничной веры, какую имели близкие ученицы к своей наставнице. Глядя на одну внешность все осуждали схемницу за такую власть над Арсенией, которая до того времени была общительна со всеми. Из чувства негодования приписывали ей самые низкие расчеты, сочиняли про нее возмутительные небылицы. Некоторых смущало то, что мать Арсения всю родную семью схемницы взяла на свое попечение, воспитывала ее родных сирот и помогала всем из своего имущества. Этот поступок, сделанный из благодарности преданной ученицей, был перетолкован пристрастием схемонахини к своей родне. Но старица Ордолеона, не изменяя никому чувство духовной любви своей, так относилась к этой клевете и ненависти. Всю жизнь я прожила в этом монастыре, вместе с сестрами несла труды послушания, делилась с ними той духовной пищей, которую Господь посылал мне в своем слове. Если они меня не понимают, если они меня осуждают, то так Господь им попустил, так надо для моего смирения и больше этого надо. Всю жизнь свою я имела одну цель уничтожить свою самость, чтобы Господь один жил и царствовал для меня во всем мире и в душе моей, чтобы его силу во всем познавать, его воле поклоняться, его заповеди творить, ведь в нем одном добро и свет и жизнь души, но самость моя, как змея какая, и убитая, а все поднимает свою голову. Пусть же весь мир на нее вооружится и бьет ее, если еще мало ей моих собственных немощей, смиряющих ее ежеминутно. В 1860 году здоровье схемонахини Ордолеоны так ослабело, что она требовала серьезного лечения. Она чувствовала постоянное сердцебиение и расслабление всех членов. Доктор, посетивший по просьбе матери Арсения их келью, посоветовал больной быть побольше на воздухе и сделать какое-нибудь путешествие. Михаил Васильевич Сибряков предложил в свой экипаж пару лошадей и человека. По благословению Игумении она отправилась по святым местам и, медленно переезжая с одного на другое, старалась больше пользоваться воздухом. В этом путешествии она посетила Святогорские и другие Харьковские монастыри Воронеж и Усмань. Везде, куда ни приезжала, ей оказывали самый радушный прием. В женских монастырях приезд ее производил как бы торжество какое. Игумения Эмилия, строительница Николаевского монастыря Харьковской губернии, приняла ее с восторгом, как близкой родной дала помещение в своих кельях и сказывала даже, что получила духовное извещение о прибытии ее. Она объявила всем сестрам своей обители, чтобы все почтили гостью схемонахиню как духовную старицу. Пять дней провела мать Ардалиона у игумении Эмилии, которая вела с ней задушевную беседу и разделяла свою трапезу. Многие сестер приходили к схемонахине, открывали свое душевное состояние и с любовью выслушивали ее слово. Других стесняло только то, что она остановилась у игумении. В Елецком женском монастыре она останавливалась в келье монахини в Арсенофии и прожилась неделю. Сестры этой обители, узнавая одна от другой о даре духовного слова схемницы, день и ночь сходились в келью в Арсенофии. Провожали ее всем монастырем со слезами. В Усманьском монастыре она утешала болящую и скорбящую монахиню Елисавету, бывшую казначею Хорошевского монастыря, сосланную в Усмань под начало. Возвратясь из этого путешествия, схемница Ордолеона поправилась несколько здоровьем, но в своей обители встретили ее новые скорби. Евангельское слово «Никакой пророк не принимается в Отечестве своем» Евангелие от Луки глава 4 стих 24 выразилось в поведении устьмедведицких сестер. Смутившая всю обитель была одна сестра по простоте своей и младенческому разуму в духовных предметах, не понявшая беседы с химонахиней и перетолковавшая ее учением противным церковному. Вере близких учениц не находилась подражательниц, а смущение вероломной разом все переняли, поверив ложному толкованию слов подвижницы, которые могли быть уразумеваемы только жизненным опытом, а не поверхностным суждением. Игумения Версавия строго запретила сестрам обители всякое общение с кельей с химницей Ордолеоны. Глубоко скорбела мать Арсения о таком отчуждении сестер. Но матушка всегда говорила ей, «Ты скорбишь о том, что тебе одной все досталось, а может быть для тебя-то и мне Господь послал благодать уразуметь его слово. Не знаю, к чему тебя Господь готовит, но вижу, что тебе Он много дает». Сама же она радовалась поношению, говоря, что только им и может спастись. Бдительно усовершая своего внутреннего человека, подвижница в последние и еще немногие годы жизни своей пришла в такую крайнюю простоту нрава, которая отличается младенческим неведением всякой злобы и составляет черту духовного совершенства. Она не только опровергла возводимые на нее клеветы, но и нисколько не старалась оправдывать себя в глазах людей, напротив, поступками своими, как будто подтверждала недоброе о себе мнение. Иногда келейницы ее прибирают дрова около кельи. Что-то наши девчата утомились, пойти их подбодрить, скажет схемница и выйдет на крыльцо. По-домашнему одетая в белом платке на голове громко и весело разговаривает с своими девчатами, а те, увидев матушку веселую и ласковую, не чувствуют никакой усталости. Проходящие же мимо сестры, видя схемницу смеющуюся и неприлично одетою, отходят полные соблазна. В большие праздники, когда в тесной монастырской церкви собиралось много мирского народу, она не ходила в церковь, а скажет бывало, идите все, а я буду келью караулить. Или вишню надо караулить, а то воробьи ее клюют, и сядет на крыльце во время звона ковсеночной ввиду всех идущих в церковь. Если при этом кто замечал ей, что сестры ею соблазняются, то она серьезно не понимала, чем они могли соблазниться. Родитель матери Арсении присылал дочери разные шерстяные материи, платки и прочее, чтобы она сама носила и делилась с другими сестрами. Вследствие этого на схемонахине Ордалеоне вместо убогой многошвенной одежды стали появляться то приличная ряса, то хорошая шуба. Монахини видя такую перемену говорили, что схемница развратилась, потеряла подвиг нестяжания. А мать Ардалеона, слыша такие пересуды, говорила, вот что значит полагать упование на внешний подвиг. Переменил рясу, и человек в их глазах стал уже не тот. И может ли быть ценно то приобретение жизни, которое от перемены рясы может уничтожиться? И самое это рубище мы носим, чтобы приобресть без пристрастия к вещам. Если же к рубищу привяжемся, то это будет тоже страсть, да еще страсть, питающая духовную гордость. Внешние подвиги, учила она, это только орудия добродетелей. И хотя без орудия нельзя приобрести добродетелей, но главную целью искания должны быть самые добродетели. А чтоб приобресть их, надо искоренить страсти и всю плотскую нечистоту. Нелегко это, надо трудиться до смерти, надо кровь пролить. И при этом часто приводило известное и Слово Божие глубокого смысла слова «Дашь кровь и приими дух». Тем труднее этот подвиг душе, что нечистота наша велика. Она объяла всего человека. Наши страсти, плотское кровяное чувство примешиваются даже к нашему человеческому добру, сквернят нашу молитву. Надо подвизаться добрым подвигом даже до отречения своей души. В 1862 году Игумения Версавия подала прошение об увольнении ее от должности настоятельницы за старостью лет. Но сестры монастыря стали просить управляющего тогда Донскую епархию Преосвященного Иоанна, чтобы он не сменял ее. Владыка оставил Версавию на игуменстве и назначил ей помощницей мать Арсению, которую и определил на должность казначей. Пред наступлением Великого Поста 1863 года схемонахиня Ардалиона собрала к себе своих келейниц и сказала им, «До сих пор вы жили моею жизнью, а я жила вашей. Теперь мы будем жить отдельно. Мать, так она всегда называла Арсению, когда говорила о ней с келейными, теперь казначея, ей надо заниматься делами монастыря, к ней будут приходить сестры с разными вопросами, к ней и вы относитесь с делами келейными. Я хочу затвориться в своей келье, сюда мне будете подавать пищу, а когда кому будет духовная нужда, постучите в мою дверь, я творю». На прощенный день все помолились в ее келье и распростились. Много при этом было пролито слез. Келейным казалось, что для них затворяются двери рая. Никто не хотел нарушать глубокого безмолвия затворницы, но духовная нужда приближенных была так велика, что ей приходилось очень часто отворять двери своего затвора, вследствие чего келейная жизнь ее мало изменилась против прежнего. Духовные же потребности, с какими являлись приходившие, затворница строго разбирала. Она давала ответы только на такие вопросы, которые действительно касались жизни внутренней, самонаблюдательной. Иногда мать павлина приходила со словами «Благословите говеть!» Затворница отвечала «Проси на это благословение у игумени». Раз эта павлина спросила «Матушка, что это читают в церкви в антифонах? В дому Давидове страх велик». «Я не толкователь писания», был ответ. «На это есть богословы, их это мучат в семинариях и академиях. Часто случалось, что кто-нибудь придет и сидит молча, ожидая слова от затворницы. А она сидит с щетками, опустив голову. Просидит так довольно долго и скажет наконец «Если нет у вас дела, идите». Так и отпустит, не сказав ничего. «Если б Господу было угодно, объясняла она, он дал бы ход моему слову. Теперь оно в поношении и даже в запрещении гонит и наказывает тех, кто его слушает. Нет мне благословения сообщать его другим. А тем, кто его сам вызывает, кто действительно в нем нуждается, я не имею права не передавать его». Одна сестра, готовясь к исповеди, высказала сокрушение о грехах. На это матушка-схимница сказала ей, «А ты только теперь, идя к исповеди, вспомнила о своем греховном состоянии. Монах должен постоянно в сердце носить чувство покаяния». Ежеминутно согрешаем умом и сердцем и постоянно должны в сердце носить сокрушение о своей греховности. Как же мы почувствуем потребность врача, если не будем сознавать своей болезни? Как будем искать спасителя, когда не будем чувствовать своей погибели? Как возможно будет постоянное пребывание в молитве, если нет в душе состояния, из которого бы она постоянно взывала к Господу, к силе его благодати всей исцеляющей? Кто с искренностью открывался этой наставнице в своих немощах и страстях, тот всегда чувствовал благотворную силу ее слова. Оно, выражались дознавшие на себе эту силу, как войдет в душу и мрачную, и расстроенную, и изнемогшую, то все в ней осветит, приберет, укрепит, и с новыми силами пойдешь по своему пути. Другие отзывались так. Матушкино слово, как сильный дождь, смывает сердце всю нечистоту. Иногда это слово было строго обличительное, но тем сильнее врачевало, когда принималось с верой. Вера, говорила схимница, дает возможность поработать над душою ближнего. Иногда оно бывало и глубоко проницательное, обнаруживало тайны душевные. Однажды мать павлина зашла из церкви и сказала, «Матушка, вы что-то сегодня не были в церкви». «А ты была?» сказала схимница. Небось все около своих кухонных горшков ходила умом, да чужие грехи разбирала. Та смутилась, так как действительно ум ее во время церковной службы был занят не молитвой. Посмеясь ее смущению, старица сказала, что может держать ум нерассеянным в молитве сокрушенное сердце. Во время затвора болезненное состояние схимницы настолько усилилось, что она не могла ежедневно бывать в церкви, и часто большую часть дня лежала на одре. Но и при затворничестве, и при таком болезненном состоянии она не отменяла всегдашнего своего правила служить ближним до крайней возможности. Одна монахиня, вовсе не близкая по духу схимницы, была очень огорчена игуменей и впала в такое малодушие, что заболела и ничем не могла утешиться. Тогда келейницы ее вспомнили, что слова затворницы в бытность ее благочинной монастыря всегда на нее хорошо действовали. Поздно вечером они пришли просить матушку посетить болящую и укрепить ее душу. Схимница, хотя согласилась навестить монахиню, но сама не могла идти по собственной слабости. Тогда келейницы привезли салазки, на которых возят дрова, посадили старицу и повезли через весь монастырь. Там она пробыла долго, утешила скорбящую и также на салазках ночью обратно ее привезли в келью. 22 ноября 1863 года умерла игумения Версавия. После первой панихиды все сестры монастыря единодушно обратились к казначее матери Арсении с просьбой принять на себя начальство монастыря и быть и матерью и игуменей. Мать Арсения, очень огорченная смертью игуменей Версавии, которую она с молодых лет привыкла уважать и не желавшая никакой перемены в своей монашеской жизни, просила сестер отложить избрание настоятельницы до погребения умершей игумени и до приезда благочинного монастыря Архимандрита Маркелина. Между тем, старец и монахини одна за другой стали приходить к матери Ардалионе и просили ее убедить мать Арсению принять должность игумени. Схимница не только по просьбе сестер, но и по своему собственному желанию стала уговаривать свою ученицу принять предлагаемое игуменство. Ученица, беспрекословно послушная воле своей наставницы, только слезами изъявляла перед ней свою скорбь, что ей тяжело расстаться с той безмолвной жизнью, в которой она провела столько лет, и войти в такую деятельность, какой не лежала ее душа. Схимница Ардалиона говорила ей, «Хотя я желаю, чтобы ты исполнила в этом мою волю, но желаю, чтобы ты сама убедилась в необходимости ее исполнить, чтобы ты с охотой приняла на себя должность, которую предлагают тебе сестры, и которой призывает тебя Господь, чтобы ты с усердием пожелала послужить обители, воспитавшие тебя в монашеской жизни». И еще так продолжала убеждать наставница, «Ты всегда дорожила моим словом, жалела, что его никто не слушает, не принимает. Передай же его всей обители, как я его передала тебе. И для тебя самой, для твоего спасения такая деятельность необходима». Самого поступления в монастырь ты жила уединенной жизнью, работала только над своим внутренним человеком. Если и проходила ты послушание, то в них ты не вкладывала сердце своего, тебя там не было, да тебя, значит, ничего не касалось. А тебе нужна такая деятельность, в которой бы приняли участие все чувства твоего сердца, все способности твоей души. Тогда то откроется тебе во очи состояние твоей души. Ты увидишь, что в сердце твоем живут страсти, тебе самой неведомые, и самолюбие, и гордость, и тщеславие, и гнев, и самомнение, все обнаружится. А для человека, стремящегося выйти из страстей, важно именно то, чтобы их познать в себе, чтобы они обнаружились, иначе он и бороться с ними не может. Настоящее твое бесстрастие есть только равнодушие ко всему, оттого оно не дает тебе теплоты и полноты внутренней жизни. Тогда, как истинное бесстрастие, есть выход из страстей, дающий свободу духу. Чистота сердца не есть его нечувствие, но обилие приобретенного добра, уничтожающее в нем сочувствие к страстям. Твои отношения к ближним холодны от того, что они не растворены ни любовью, ни смирением. Ты готова помочь их нужде, подать все, что имеешь, но в этой помощи нет тебя самой. Когда настоятельская должность ведет тебя в тесное общение с другими жизнями, с другими душами, и раскроются при тобою все скорби, все немощи, все страдания человека, боримого страстями, находящегося в слепоте неведения, и ты не только внешнюю помощью, но внутренним чувством войдешь в сочувствие к ближнему, удовлетворяя его настоятельные нужды, понеся его немощи, а иногда отстаивая чистоту души его как собственную, ты будешь вызвана не только научить, но обличить, огорчить, наказать. И когда скорби ближнего тебе будут больны как свои, когда сердце твое будет полно жалости и любви, тогда ты можешь опять уединиться, можешь уйти хоть в затвор, ты понесешь туда с собой любовь к ближнему, и эта любовь будет наполнять собственную твою жизнь, а молитва твоя будет молитвою за весь страждущий род человеческий. Убеждая тебя принять гуменство не на честь я призываю тебя, а на великий подвиг борьбы и труда над собственную душою и над душами сестер. Для тех, кто трудится для приобретения насущного куска хлеба, весь путь этой борьбы над собою может совершиться около какого-нибудь станка рабочего, но для тебя нужна более обширная деятельность, и вот Господь тебя призывает к ней. Если ты откажешься вступить на этот путь, то ты откажешься от данного тебе Господом средства к собственному очищению и от пути, ведущего тебя к совершенству. Эти годы уединенного безмолвия, эта жизнь со мною, эти постоянные беседы духовные, не были ли посланы тебе, как приготовление готовившемуся тебе подвигу, и можешь ли ты теперь, имеешь ли право отказываться вступить на новый подвиг труда и борьбы. Убежденная такими доводами старицы, мать Арсения с душою полную готовности к новому подвигу приняла предложенную ей должность. 4 января 1864 года она была поставлена на игуменство архиепископом Иоанном в городе Новочеркасске, куда была вызвана для этого. Схемонахиня Арделеона, чтобы облегчить для своей почти единственной ближайшей ученицы первые шаги на новом поприще, на время оставила свое безмолвие и вошла в дела монастыря, особенно по внутреннему строю его жизни. Часто она призывала к себе новую казначею мать Валерию, благочинную и других сестер, поставленных над разными послушаниями, беседовала с ними, указывая им на правильное отношение к порученным им делам и знакомя с характером новой игумени. Даже иногда приглашала к себе священников и диакона монастырских для таких бесед, относительно чего говорила, что теперь надо всех приобретать, чтоб все жили и действовали в одном духе. Келениц своих, которым присоединились мать павлина и мать митрофания, оставившие свои собственные келии, чтоб жить около схимницы и новой игумени, старец Ардалиона учила общительности, которой они были чужды. Вы были келеницы схимницы, теперь вы келеницы игумени, говорила она им. Вам надо всех привлекать своей лаской, всех приходящих к матери ободрять своим веселым видом, чтоб все шли к ней с довериями и любовью. И сама подавала пример такой общительности, заставляла поить чаем приходящих сестер, ободряла их несмелость. Настоятельница же никогда не руководила в ее действиях, предоставляя ей полную свободу и личное усмотрение. Даже уклонялась от советов, говоря ей, не бойся ошибок, они больше всего вразумляют. когда жизнь монастыря под управлением новой игумении потекла обычным порядком и матушка Арсения применилась несколько к своему положению, схемонахиня Ардалиона опять пожелала уединиться. К великому посту 1864 года для нее убрали маленькую кельйку. Всю стену этой кельйки уставили иконами, увесили лампадами, и в этом уединенном уголке затворница почувствовала вожделенный покой, опять вся сосредоточилась в самой себе. Пища и все необходимое доставляемо было из игуменских келей. В качестве келейницы в эту келейку к затворнице перешла мать Репсимия. Эта послушница с таким почтительным страхом относилась к своей старице, что без зова ее никогда не осмеливалась входить к ней. Потому случалось, когда игумене зайдет вечером и узнает, что матушке не был подан обед, начнет упрекать Репсимию, почему не спросила. Матушка же говорила на это. Я и забыла, что не обедала. Так рада, что про меня хоть день один забыли, дали мне покой. Иногда затворница целый день не отворит оконных ставней, сидит или по нездоровью лежит в полумраке, занятая умной молитвой. Но строгий и долговременный затвор не был уделом матери Ордолеона. Вскоре она должна была опять расстаться с ним. Ее духовная дочь не могла скоро привыкнуть к самостоятельной общественной деятельности. Часто какой-нибудь выговор виноватой сестре или высказанное замечание повергали игуменью Арсению в тяжкий недуг. С нею делались жар с бредом и мучительная бессонница. Видя такое страдательное состояние, одна из ее келейниц, мать Митрофания, пошла к схемонахине Ордолеоне и все ей передала подробно, со слезами. Затворница, выслушав такую печальную повесть, ничего не отвечая, встала, помолилась на свои иконы и сказала «Ну, веди меня к матери, пойду к ней жить». Со слезами радости встретила игуменья Арсения свою духовную мать. Она отдала ей свою спальню с смежными комнатами, а сама поместилась в своем кабинете. Это было в мае 1864 года. Поселяясь в соседстве с игуменьей, для ее нравственной поддержки, схемонахиня Ардалиона считала такую жизнь временным переходом и постоянно стремилась к уединению. Часто задумавшись, она повторяла антифон «Пустынным непрестанное божественное желание бывает мира сущих суетного храма». Прошло несколько дней, она стала говорить игумене «Отпусти меня в затвор». В объяснении ее и своего положения высказывалась следующим образом. «Ты привыкла жить под началом. Тебе страшно жить самостоятельную жизнью, но это для тебя необходимо. Жизнь земная — это путь к вечности, зачем же делать остановки на пути? Нужна была для тебя подначальная жизнь, уединение, и оно было в свое время. Теперь у тебя другая деятельность, и тебе надо идти дальше. Все хорошо в свое время и на своем месте, а не вовремя и самое хорошее вредно. Такое это оно человеческое добро, то, что вчера нас спасало, сегодня губит. Одно добро Божие вечно, неизменно, всегда истинно и не ложно. Оно то одно и спасет нас. Не дорожи же своим добром, то есть привязанностью к уединению и к подначальной жизни. Отрекайся от него, когда предстоит исполнить заповедь Божию о любви к ближнему, когда ты призвана ему послужить, поработать для спасения. Ты не можешь свободно действовать в том мире, где ты видишь, что меня уже нет, потому что боишься отклониться от меня в моей жизни. А я вижу, что хотя поддерживаю твой дух, но жить тебе мешаю. А что мешает нам на пути, оттого надо отрекаться, хотя это будет единодушный друг или даже наставник. Не знаю, к чему Господь меня призывает, к затвору или к исходу из земной жизни, но только я чувствую непреодолимое влечение к жизни вполне отрешенной от вещественного. Последние слова духовная мать неоднократно повторяла своей дочери. Наконец, она определенно высказала желание уединиться. «Мне пришло желание жить в монастырском большом саду», сказала она. «Если ты меня отпустишь и благословишь, то я попрошу сестру твою А.М., чтобы она выстроила мне там келью. Тебя одну я буду принимать, когда встретится тебе духовная нужда, и ты поймешь, как будет для тебя полезен и дорог отдых в моей безмолвной кельи». Находя, что жительство в саду будет полезно для расстроенного здоровья матери Ордолеоны, игумения Арсения склонилась на ее непременное желание и тотчас же написала письмо своей сестре о постройке кельи для схимницы, так как не хотела употреблять на этот предмет монастырских средств, всегда недостаточных для самых существенных нужд монастыря. А.М. с радостью прислала денег на келью. Началась заготовка материалов и скоро приступлено было к самой постройке. Между тем здоровье схимницы с каждым днем ослабевало. С трудом она могла перейти через комнату, а если пройдет две-три, то почувствует изнеможение до обморока. Такая болезненность была предвестницей другого перехода. для которого душа подвижницы уготовилась и как горлица, утратившая свое пристанище, не находила более себе приюта в земной юдоле. Самая речь ее изливалась как песнь на этом исходе. Вот как старица беседовала к ученице игумении, когда та в последних числах июля вошла к ней и застала ее, читавшую Акафист страстям Христовым и проливавшую обильные слезы. По окончании молитвенного чтения лицо ее было светло, весь стан выражал глубокое спокойствие, и она стала с одушевлением говорить о великих благодеяниях Божиих, явленных всему миру и каждой душе. Душа, умершая для всего земного и живущая в едином Боге, бывает в таком состоянии как преданный и верный раб, живя в богатом имении своего господина, хотя не участник его доходов, но на все смотрит как на собственное, и радуется богатству и славе своего господина как собственное, радуется им и хвалится его достоянием. Так и душа видит весь мир как Божий дом, видит премудрые пути Божии, его силу, действующую в мире, его любовь, постоянно являемую тварей, видит самую тварь как Божие достояние, и в этом богатом имении своего Господа она, как верная раба, ничего не имеющая, радуется за все, как за свое собственное, как будто она всем обладает и постоянно говорит, как велик мой Господь, как Он славен, и блаженство ее так велико, что она не видит непостоянства времени, оно для нее пребывает неподвижно, у нее нет ни прошедшего, ни будущего, одна настоящая минута, как бы она тяжела ни была по обстоятельствам внешней жизни, или по естественной немощи души или тела, но эта настоящая минута для нее составляет все блаженство, потому что она живет в Доме Божьем. Она не чувствует времени, потому что уже вышла из временного, жизнь ее не заключается в приходящем, но в вечном. Это состояние настолько удовлетворительно для души, настолько блаженно, что если бы Господу угодно было навсегда ее оставить на земле в трудах жизни, оставить именно в том состоянии, в какое она пришла, то она была бы на это согласна. Но по соображению мне кажется, что такая душа уже недолго останется на земле. Земной подвиг ее уже окончен, и она с апостолом Павлом должна сказать «Время моего отшествия наста». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 6. Первого августа схемонахиня Ордолеона была в церкви. Придя от вечерни, она сказала игумене, что чувствует себя нехорошо и желала бы посидеть на воздухе. Обе вышли в садик, находящийся подле игуменского дома и прилегающей к бывшей кельи монахине Арсении. Около этой кельи в тени дерев сели и много беседовали, воспоминая прошедшую жизнь. Когда разговор коснулся стремления к единой цели, общению со Христом, стремления проходящего через все пропасти страстей своих, через всю внешность житейских обстоятельств, матушка сказала, соединиться с ним не подражанием, не подобием, как равный с равным, но причастием, как тьма со светом, как болезнь с врачевством, как нищий с богатым. для того нужна смерть собственной самости, чтобы жить со Христом в Боге. Не к тому говорит апостол «живу ас, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, глава 2, стих 20. Не уничтожается наша личность, но, умирая телом, воскресает духовно во Христе. И как прежде она жила для себя и себя делала целью жизни, к себе все направляла, собою все освещала, так теперь Христос стал жизнью ее души, душою ее жизни. Единственным делом такой души становится молитва, ею она живет и дышит. Какие чудеса угодно Господу являть такой душе, и через нее же миру, это ему одному известно. Сама же душа ничего больше не желает. Это предел ее исканий. Отселье ждет смерти, чтобы разрешиться и со Христом быть. В будущей жизни совершенство, а в этом несовершенном мире и самое совершенство несовершенно. Здесь Христос как врачевание немощи, там Христос как венец совершенства. В этой беседе они не заметили, как село солнце. Наступившая прохлада ночи заставила их вернуться в келью. В течение десяти последующих дней схимница страдала серьезную болезнью. Лихорадочный озноб сменялся сильным жаром и чувствовала сильная головная боль. Но врача она не пожелала пригласить, говоря, что доктора ей никогда не помогали в ее болезнях, а теперь тем более, когда в теле не осталось больше сил для жизни. Постоянно стала говорить о смерти, но окружающие не принимали этого во внимание, видя больную всегда бодрую духом. Хотя она лежала в жару, но не прерывала умной молитвы, иногда заставляла прочитать повечерие или какой-то акафист и выслушивала со вниманием. Десятого числа игуменья Арсения, беседуя с болящей старицей, старалась навести разговор опять на тот же предмет, о котором они говорили в саду. Схемонахиня так продолжала его. Господь сказал, аще зерно пшеничное пад на землю не умрет, то едина пребывает, и к даже умрет мног плод сотворит. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24. Эти слова Господь сказал о себе самом, и на нем они совершились. Господь принял на себя человечество, и когда он по человечеству пострадал, умер и воскрес, то прославился, сидя и одесную Бога Отца, и с тех пор страдания Его стали приносить обильные плоды духовные. Так же исполняется это слово в духовной жизни человека. Пока живет он самостью в своих человеческих страстях, то не приносит он плода добродетелей. Когда же самость Его распнется на кресте самоотвержение и умирает совершенным самоотречением, и когда воскреснет душа во Христе, избывается на ней слово, «Ас и отец приидим и обитель у него сотворим» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23, тогда душа не живет уже своей жизнью, но Господь живет и действует в ней и через нее, как через какое орудие своей благодати действует на мир. Ум, умерший своему мудрованию, становится проводником тайн Божиих, ему открывается видение судов Божиих и его всесвятой воли. Сердце, умертвившее в себе свою самость, делается жилищем божественного добра, усвоением его всесвятых заповедей, дух человека приобщается духу Христову. И когда Христос живет в душе, то какого добра не в силах он плодотворить, и какие чудеса не явит он душе. А душа, свидетельница этих чудес, этой силы, действующей в ней, в благоговейном трепете будет благодарить его за то, что он в великом премудром совете своем так определил, что она получает свое совершенство в нем, а не в себе самой. И радоваться будет душа своей немощи. И захочет ли такая душа показать себя чем-то великим пред людьми. Напротив, она хочет, чтобы все видели ее немощь, ее низость, ее убожество и ничтожество. Она на деле в себе самой проповедует эту недостаточность человека. Она даже не может взять на себя никакого личного человеческого добра, потому что жизнь ее в истинном добре, перед которым уничтожается ее самость. Смирение это та земля, на которую зерно должно упасть, чтобы умереть. Умереть, чтобы ожить во Христе и оплодотвориться духом. Если же оно и не умрет, то едино пребывает, едино в своем несовершенстве человеческом, не приобщенное Христу. Окончив в беседу, схимница опять, лежа на койке, безмолвствовала, погруженная в умную молитву. Пищи почти не употребляла, довольствовалась одним питьем. Беседуя на другой день, матушка говорила, страсти не потому только дурны, что они мучат душу, но больше потому, что не дают душе приобщиться блаженство, единение со Христом. Если бы ты вполне могла понять блаженство духовной свободы, ты не заключала бы себя никогда. Ты не считаешь пленом чувство, в котором не подозреваешь страсть. И я тоже не подозреваю ее, но знаю, что не на этом чувстве должна успокоиться и остановиться душа. Ее покой один Бог, и если так, то самое добро не предел ее стремлений. И чем благовиднее остановка, тем она опаснее. Одно должна знать душа, что только в Боге ее покой и предел исканий. Поэтому она должна выйти в совершенную свободу не только от страстей, но и от своих чувств, в свободу от всего временного, из всего, что дано только для науки, для приобретения и войти в Бога. Такая свобода есть младенчество души, неведение зла. В такой свободе душа присуща всему человеческому, но ничему не подчинена, живет жизнью всего мира, ничем не гнушается, ничего не уничтожает, ничего не исключает из общей жизни, как зло, как дурное, но сама ничем не связана, ни в чем не заключена, но всему прикасается, все объемлет, все носит, все вмещает, но никогда не останавливается, ничем не объемлется. Этого мало, что она беспристрастна. В беспристрастии есть тоже своего рода односторонность. Она умерла для своей души, она вышла в свободу из себя самой, она заключила Бога в себе, остановившись на каком-нибудь конечном совершенстве, но сама заключилась в Боге вечно. И то, что в ней живет, и то, что везде действует, и то, что все объемлет, это Христос, который стал полнотою ее сердца, жизнью ее души, руководителем ее ума. Мало этого, он стал сердцем сердца, душою души, умом ума. К такому состоянию приводит свобода от всего человеческого. Вот для чего даны все заповеди, дано все руководство закона и самая земная жизнь. Это была последняя беседа с химонахиней Ордолеоной с игуменей Арсенией. 12 августа родитель игуменей Арсении прислал экипаж и лошадей, прося дочь приехать в деревню за 80 верст от монастыря погостить вместе с другими детьми его, которые все собрались к нему, не доставало только ее одной. Арсения не хотела ехать по случаю болезни матушки с химницей и думала отослать экипаж назад, но матушка уговорила ее не отсылать экипаж, а условилась дождаться утра. Если наутро больной будет хуже, то игумене не поедет. На другой день утром игумене Арсения входит к схемонахине Ардалионе и застает ее одетою и сидящую в кресле. «Сегодня мое здоровье несравненно лучше», говорит матушка. «Я буду уже выздоравливать, и тебе нет никакой причины огорчать своего отца отказом приехать на его зов». Напомнила ей про любовь ее отца, отдавшего всю жизнь свою детям и воспитавшего их благочестие, что такого отца следует не только любить и почитать, но и утешать, и привела в пример, какую Господь Иисус Христос показал заботливость о своей причистой матери, когда, страдая на кресте, вручил ее своему любимому ученику. «А если б мне и случилось умереть без тебя, то какая же беда? Если Богу будет угодно, увидимся на том свете, а здесь мое дело около тебя все сделано. Все, что открыл мне Господь, не скрыла и я от тебя. Все свои духовные понятия я передала тебе от Альфы до Омеги, и с собой ничего не унесу в могилу». Проводить игуменью больная старица вышла в другую комнату и, совсем прощаясь, сказала, «Бог да благословит тебя, а мы с тобой больше не увидимся». Но эти слова ни на игуменью, ни на кого из окружающих не произвели должного впечатления, так как все были далеки от мысли о смерти любимой и обожаемой матери. И тем более, что матушка схемница в последние месяцы всем твердила о своей смерти. Еще с кончиной игумени и Версавии сказала она, «Теперь пора и мне умирать, теперь все мои скорби окончились, и на земле нечего мне больше делать». В эти дни игуменья и все сестры монастыря говели и готовились приобщаться святых тайн в день успения Божией Матери. Игуменья уезжая сказала, чтобы сестры причащались без нее, а матушку схемницу просила подождать и говорила, «Когда приеду, тогда мы вместе приобщимся святых тайн». Матушка, чтобы успокоить ее, обещала дождаться. Проводивши игуменью, она легла на койку, и в тот же день к вечеру с ней сделался сильный жар, не прекращавшийся до самой кончины. В последние дни свои больная ни с кем не говорила. Одна сложно отвечала на вопросы келейницы, пищи совсем не употребляла. Келейницам благословила причащаться, а я сказала, дождусь матери, когда приедет, то она всем распорядится. шестнадцатого числа мать репсимия и мать викторина, бывшая при ней неотлучно, видя, что она слабеет, предложили ей приобщиться святых тайн. «Да, я готовлюсь», сказала она. Ночью мать репсимия, сидя около умирающей, плача, говорила, «Как мы будем жить, когда тебя с нами не будет?» «У вас останется мать», ответила, «она вас может поддержать и руководить. Вот у нее без меня во всем мире не будет человека, которому бы она могла открыть свою душу, кто укрепил бы ее дух, направил бы ее дальнейшие шаги». 17 числа больная ждала весь день приезда егумении и часто спрашивала, не приехала ли Арсения. Когда к вечеру поспешно вошла в ее комнату послушница Агафья, то больная порывисто спросила, «Что там Арсения, приехала?» Но когда узнала, что ее нет и ожидать уже нельзя было по времени, был восьмой час вечера, то велела позвать к себе священника. Отец Григорий Прозоровский исповедал умирающую. Потом свидетельствовал, что после этой исповеди почувствовал такую свободу и легкость на душе, какую редко чувствовал при собственной исповеди. Когда духовник пошел в церковь за святыми дарами, Викторина спросила, «Матушка, вы желаете приобщиться?» «Да», был ответ, «надо все кончить». Приобщившись святых тайн, она легла на изголовье Адра. Священник стал читать молитву на исход души и кончил возглашением вечной памяти усопшей рабе Божией новоприставленной схемонахине Ордолеоне. Лицо почившей сделалось светлое, в чертах его отпечатался мир душевный. Кончина совершилась 1864 года, 17 августа в 10 часов вечера. На другой день тело почившей было предано земле. Так распорядилась казначея мать Флавиана, в той мысли, что для игумении будет легче не присутствовать при погребении. 19 числа приехала в обитель игумения. Погоревала она с прочими близкими сестрами, что погребение совершилось в ее отсутствие, и самое место могилы ей весьма не нравилось. Так что, если бы она сама погребла, то никак не выбрала бы это место. Но это-то последнее обстоятельство быть может и было действием особого промысла Божия. Для чего состоялось оно в отсутствии игумении, как это она увидела впоследствии. В 1874 году была снята маленькая церковь апостолов Петра и Павла, около которой была погребена схимница, и на месте ее заложен был большой храм во имя Казанской Божией Матери с пределом апостолов. Размечая с архитектором место для нового храма, игумения Арсения была приятно изумлена и обрадована, что могила схемонахини Ордалионы пришлась под церковью в подвальном этаже на одном из самых лучших мест. Вместе с мраморными колоннами, которые выписывались для нового храма из Петербурга, был привезен на могилу памятник плита серого мрамора с надписью, обозначающей время кончины схемонахини Ордалионы. Памятник этот сооружен усердием учениц Великой Старицы. Именно Игуменей Арсении, схемонахиней Пафнутией, бывшей Репсимии, матерью Митрофанией, матерью Викториной, матерью Агнией и матерью Флавианой, которые все вложили в него свои лепты. Блаженной памяти схемонахини Ордалиона при жизни принимала к себе многих из простого народа, которые с верою в ее молитвы приходили издалека, чтобы попросить у нее совета или получить облегчение в своих недугах. Таких приходящих она всегда с любовью назидала, недушным указывала на молитвы церкви, заставляла часто отслужить молебен Божией Матери, а иногда сама читала над ними Святое Евангелие. По кончине ее вера простых людей была такова, что многие болящие приходя в обитель искали ее загробной помощи и просили возлагать на них ее схему. Некоторые из родных игуменей Арсении, принадлежащие к лучшим фамилиям войска Донского, сохранили о ней воспоминания, исполненные истинного уважения. Родная сестра игуменей Маржанова, более двадцати лет бывая в монастыре, всегда служила на ее могиле панихиды. Сама игумения Арсения в тяжелые минуты жизни приходила поверять этой безмолвной могиле свои недоумения и печали. Тогда, говорила она, из глубины ее собственного сердца возникала мысль, отвечающая на ее душевные вопросы. И она верила, что то влагало в сердце ее загробная молитвенница. Часто упоминаемая всем жизнеописаний послушница Репсимия в миру Пороскева-Багрова вскоре по кончине своей старицы была пострижена в монашество и потом в великую схиму, в которой наречена Пафнутий. Для усовершения себя в духовной жизни схимница Пафнутия пожелала поселиться на безмолвие в той келье, которая была устроена в монастырском саду и предназначалась для старицы Ордолеоны. За благословение игумене Арсении она вошла в эту уединенную келью. Шесть лет провела она в подвиге поста и молитвы в этом затворе, подвергаясь непрестанно искушениям от демонов, которые явно нападали на подвижницу и заставляли испытывать все ужасы отшельнического единоборства с духами злобы. Наконец, ослабленная телесными силами от постоянного и усиленного подвига, затворница Пафнутия была переведена из этой кельи в другую, устроенную внутри монастыря, где и скончалась мирно в 1878 году, марта 30-го дня на 67-м году жизни, окруженная единомысленными сестрами, с которыми вместе провела годы послушничества своего пристарице Ордолеоне. Из писаний матушки схимницы Ордолеоны Начало покаяния Сесть к востоку, как некогда Адам, и размышлять так Милостиви, помилуй мя падшега. Начинать плач сице, воздыхая от всея души и с болезнью сердца говорить Увы мне грешны, что бьех и что садеях, увы, что погубих, вместо рая возлюбила тленный мир, вместо Бога и пребывания со святыми ангелами дьявола, вместо покоя труд и приболезненные слезы, вместо правды неправду, грехи, лукавства и страсти неразумие, вместо беспопечительности и свободы многопопечительную жизнь и горчайшее рабство. Увы мне, раб страстям соделыхся, увы мне, что сотворю, отсюда рать и смущение, болезни, искушение, беды, страсти, грехи, горести, теснота. Увы мне, окаянный, куда бегу, чего искать не вен. И кто есть маз худший ничтожества, нечувственный, не мощнейший? Авраам нарицает себя землею и пеплом, а Давид умершим псом. Апостол нарицает себя грешником, чем я назову себя, и что сотворю, окаянная, где сокроюсь я, как могу избежать сетей дьявольских, смерть близ есть. Господи, помоги мне, не остави созданию Твоему погибнуть, Ты всегда печешься мне, окаянной, скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, я, как Тебе, взял душу мою, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне, в помощь мою, Господи, спасение моего, увы, мне нерадивый, много немощствую, много уныния удержит меня, забвение не попускает зреть множество зол моих, злопреступления горшие в разуме, демоны лукавы, грех удобен, слово испытание горько, камы бегу от себя, я сама вина погибели моя, никто не может меня нудить, а согрешиха согрешаю, кого могу обвинять, Господь благ и человека любит, желает всегда моего обращения и покаяния, ангелы любят меня и хранят, человек и хотят моего преуспеяния в добродетели, демоны не могут нудить, не хотяща погибнуть и нерадением или отчаянием, сама я, окаянная, виновата, не хочу положить начало благочестия, число ради нерадише, душе моя о себе, увы, мне, увы, никогда много согрешаю, стоя пред Богом, лукавая помышляю, о безумие моего, всегда злое творя, Бога всевиться не боюсь, муку вем, каяться не хочу, царствие люблю, о доброго не стяжах, в Бога верую, о заповеди Его приступаю, дьявола ненавижу, а ему угодное творю, аще молюсь нерадею, аще пачусь, возношуся и более осуждаюсь, аще бдение совершаю, мнюся нечто творите, и ради тщеславия сие творю, увы, что буду и что сотворю, кому не гряду, все грехи обретаю, Бога про гневах, так же ангелов о печалих, человеки многожды оскорбих и соблазних, о тех покаянием благо угодите тебе, но враг искушает и борет душу мою, Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси мя, согреших, якоблудный сын, приими мя кающегося и помилуй мя. Увы, мне, кто достойно плакать меня может, а понеже аст сего не творю, падите горы и покрыйте меня окаянную, что реку, сколько благ сотворил мне Бог, калика зла неразумие мое показа, и калика он долго терпит. Талика я о себе не радею, горшей безумных камней, не познаю человека любия твоего, покаяния не стежах, капли слез не имею, саму сие ежетворю, велеми есть осуждение. Ангельский ум сподобихся имети, но нрав окаянной не переменяю и пасти имам в погибель. Увы мне, каков подвиг имать душа, тело разлучающеся, тогда калика слезит, но никто же помилуя ее. Ко ангелам очи возводящи, к человекам руцы простирающи, не имам помогающи го, окружают демони, держащи мною содеянное многое злая, кроме грехов осужденно буду, яку несохраншая достойна заповеди. Рцы мне, душа, где обеты крещения, сочетания со Христом, где подражания Христу добродетелями, кротостью и смирением, где обещания иноческого образа и подвиги, аще немощию оправдающийся, где вера и упование на Бога, где покаяние, удаляющее от всякого слова лукавого, где сокрушение души, плач, чистота сердца от помыслов, где терпение, сносящее различные скорби царствию ради небесного, где молитва, попечение о смерти, сетывание, целомудрие, мужество, упование, правда, где беспристрастие и совершенная нелицемерная любовь, мир и любовь ко врагам, что имя ши отвечати, вуаде имя ши быти, и сама себе приготовила, но не потому, что согрешала, а потому, что не каешься, как блудный сын, как его принял бы тебя чадолюбивый отец, ныне же себя я горше его зрю, сего ради страшуся с демонами пребывания и будущего суда, там река огненная, книги совести раскрыты, ангелы предшествуют, человеки предстоят, вся нага и явно пред судеею, как имам терпеть обличение и негодование страшного судей, истязание со страшным прещением, изречение неимущие перемены, непрестанный плач, бесполезные слезы, неосвещаемая тьма, неугасимый огонь, отпадение царствия, разлучение со святыми, отчуждение Бога, малодушие, вечная смерть и мучение совести. Увы, мне грешны, что имам пострадати, чесораде зле погибаю, имам еще время покаяния, ладыка призывает мя и аз отметаюся, доколе душе моя согрешайши, доколе отложение покаяния приемлиши, прими в уме суд, возопи Христу Богу, прежде даже не осудишь мя, помилуй мя, да не услышим не вем вас, заповеди ни родением не сохраних, но молюсь, помилуй мя. Увы, мне, Господи, яка печалих тя, и не вас чувствовав, но благодать Твоя сотворите, ощутите мало, тем же недоумеваю, окаянная, вострепета душа моя грешная, имам ли положите мало, чтобы плакать горько и омыть душу и плоть слезами, или един час поплакав перестану, присно не чувствуя, что сотворю добрящую болезнь души, поститесь ли имам и б дети, но без смирения ничтоже пользует пост, пою или читаю, страсти помрачают ум мой, и потому не могу понимать силы глаголем их словес, припаду или не имею дерзновения, погуби их душу мою, Господи, помози ми, помози, яком и таря, приими имя, и як облудницу, не отвержи меня, рождися от девы, не презри слез моих радости ангелов, но приими кающийся ради человеколюбия твоего и пучины щедрот твоих внюже повергни отчаяние души мою я. Дерзаю собирать ум мой во святую память твою, по ней едино моление со страхом и трепетом многим сотворю тебе единому Богу, припадаю на колено, приношу первое благодарение, потом исповедание пред тобою, просите начинаю окаянный аз благ, их же сподоби мне сущую прах, персть и пепел, единым умом сподобихся предстати тебе земный весь, от сия души вопию и глаголю, владыка много милостиве благодарю тебя, славлю тебя, пою тебя и поклоняю ся, як усподобил мя в час сей благодарите тебя, исповедую благодать, не скрываю благодеяни, проповедую милости твои я, прославляю имя твое вовеки, як милость своя велия на мне, неизреченное снисхождение и долго терпение о множестве согрешений моих, нечестие и лукавстве я же сотворих и творю всегда, и мех сотворите, от них же избавляет мя благодать твоя, осущих в ведении и в неведении, словом, делом и помышлением, як о весе господи, от рождения моего до конца жизни мое я, о них же дерзаю окаянны, исповедание сотворите пред тобою, беззаконно вах, нечестово вах, неизм достоин воззретье на высоту небесную, но дерзаю на человеколюбие и милосердие твое, молюсь о ти, помилуй мя, господи, як у немощен есть, прости множество зол моих и не попусти тому согрешате или заблудите от правого пути твоего, ниже оскорбите или опечалите кого, но обуздай всякую злобу мою и лукавые обычаи, бессловесное стремление души и тело яростное и похотное, и научи мя, творите волю твою, помилуй сестры о Христе и сродники други служащие и служившие мне окаянной и заповедавшие молитесь о них, ненавидящие и любящие меня и их же оскорбих и уничужих, сияжие мне некогда сотворившая или имуще сотворите и всех верующих прости нам всякое согрешение вольное и невольное соблюди нашу жизнь и исход из мира сего от нечистых духов и от всякого искушения и всякого греха лукавства мнения отчаяния безумия возношения прелести мучительства и сети дьявольских дары полезные в нынешней и будущей жизни якоб благоволит человеколюбие твое упокой прежде отшедшие отцы и матерь мою в небесных селениях и молитвами всех святых ущедри и мое окаянство у милосердися у моей погибели исправи жизнь мою и конец в мире пошли мне сотвори меня якого хочешь и ты да не отлучен буду стояние одесную тебе в день судны господи Иисусе Христе Боже мой ащи аз и последний из спасающихся раба твоя но умири мир твой и помилуй всех нас як уже веси исподоби мя причащением причистого тела твоего и честные крови твои я во восставление грехов и при общении святого духа во обручение вечной жизни я же в тебе со избранными твоими молитвами все причистое твоей матери и небесных сил и всех святых якоб благословен есть во веки веков пресвятая владычица богородицы вся небесные силы святые ангелы и архангелы и все святые молите о негрешной верую господи помоги моему неверию верую всему тому что ты открыл в слове твоем верую всему тому чему учит святая твоя вселенская и апостольская церковь мир передает мне свои мудрования дух злобы свои искушения и сомнения похоть плоти суетные свои помышления не верю им отвергаю их гнушаюсь ими слово твое боже пребывает вовеки небо и земля придут а слово твое никогда же церковь твою и врата адова не одолеют объемлю всем сердцем истины открытые тобою ты сам изрек их довольна сего для меня они выше всех человеческих умствований утверждаюсь на учении церкви твоей беззаконники сплетают глумления вопреки слову твоему но слова их в сравнении с изречениями твоими безумие слышу хитро сплетение врагов церкви твоей они мрак предсветом ее учения о не дай мне боже колебаться подобно младенцу в вере твоей да не увлекает меня всякий ветр учения хитрым искусством обольщения требуй от меня господи за слово твое крови моей и жизни моей готовы сердце мое боже не боюсь убивающих тела и не могущих убить души ничто же не разлучит меня от церкви твоей ни скорбь ни теснота ни посмеяние ни гонение ни голод ни нагота ни опасность ни огнь ни меч потому что ты спаситель по своему обещанию пребываешь в церкви твоей и находясь в церкви я пребываю с тобою слово твое не может обмануть меня как не может подвергнуться заблуждению премудрость твоя нет у меня дел которые могли бы оправдать меня в суде твоем господи но ты сам изрек что верующие в тебя жить будут вовеки я верую господи да вмениться вместо дел вера моя да правдит и спасет меня да соединит с тобою и соделает меня наследником вечного царствия да открыто лицем к лицу увижу славу твою во что унываешь и душе моя по что смущаешься уповай на бога ко его всеведущая премудрость знает беспредельное всемогущество может неистощимая благость желает все устроить ко благу моему на пользу вечного спасения моего уповай душа моя на господа уповай на его вечную благость на беспредельное его милосердие на страдания и кровь Иисуса Христа удовлетворившего за тебя божественному правосудию на тебя господи возлагаю упование мое хотя я сознаю в тебе бесчисленное множество грехов моих новоупование на вечную любовь на крестные страдания и смерть спасителя моего протекаю в полной надежде что вечное правосудие за мои грехи приемлет принесенную на Голгофе жертву спасителя моего что кровь его ходатайствует прощением о многих прегрешений что промысл святой не перестает посылать мне все необходимые к вечному спасению моему эта благость божия всегда будет руководствовать меня благодатью святого духа а ради заслуг иисуса иисуса христа соделает ты меня наследником царствия небесного во всех обстоятельствах моя жизни не стану надеяться на богатство и помощь человеческую и на свою силу и разум мой но буду уповать на неистощимую благость и отеческое твое промышление у меня создателю мой в этом уповании хотя бы все окружающее меня восстало против меня не убоится сердце мое хотя бы весь мир сокрушился хотя бы все бедствия мира сего постигли меня хотя бы казалось даже что благодать твоя божия оставила меня я не перестану уповать на тебя избавителю мой твердыня моя на которой я безопасен убежище мое защита моя на тебя господи уповаю не прельстят меня соблазны мира сего не увлечит меня на путь порока похоть плоти не убастит меня коварство темных духов во уповании на всесильную благодать твою души святые какой не совершу добродетели отныне при содействии благодати твоя господи буду подвизаться хотя бы до крови противу греха и всецело исполнять святую волю твою не постыди меня все благи в надежде моей осуществи упование души ему и я веди меня в то царствие твое которым и вера прекратится и надежда пристанет господи что мне без тебя на небе и что без тебя на земле возлюблю тебя боже сердце моего и часть моя вовеки возлюблю тебя вечная любовь сладость неизреченная святость совершеннейшая красота безначальная неописанная возлюблю тебя не только за благодеяние и щедрые дары твоя которые ты беспрестанно изливаешь и на меня не хочу ничего любить кроме тебе не хочу жить как только в тебе не хочу ничего желать кроме тебя предпочитаю тебя всему люблю от земли и быть с тобою о кто избавит меня от смертного тела сего когда приду и явлюсь лицу твоему боже возлюблю тебя боже мой возлюблю тебе всем сердцем моим всею душею моею и всем помышлением моим поздно ощутила я неизреченную сладость любви твоей я боже поздно я возлюбила тебя но и теперь еще не люблю тебя как должно и как желаю любить невыразимо бесконечно пламенно желала бы любить тебя тою любовью какой любили тебя вся святая которая одушевляет святых ангелов твоих какою пылают к тебе херувимы и серафимы господи ничего не желаю кроме любви твоей если же предвидишь и что некогда что через несколько лет дней часов оскорблю тебя лучше все самое мгновение исхите меня из среды живущих только не дай мне дожить до того несчастного времени возлюблю тебя боже мой и спасителю ближним моем даруй мне господи из любви к тебе любить ближнего моего любить весь род человеческий как самого себя любить любовью пророка моисея и павла апостола любить любовью которую ты сам возлюбил людей несмотря на то что они грешники взыскал погибших привлек их к себе милосердием своим искупил их от сатанинского порабощения страданьми и кровью своею дары мне любить грешников для обращения их на путь добродетели возбуждай во мне по примеру твоему всем благодетельствовать не спасли мне усилия стараться всех привлечь к любви твоей научи меня снисходительно обращаться с заблуждающими оказывать помощь и услуги недужны и быть назидательным словах и действиях кротким в обращении дары мне благодать сострадать всякому злоключениях всем желать добра благословлять клянущих меня молиться за обижающих благотворить врагом моим утверди имени боже в истинной вере твоей укрепи мою надежду на тебя разжигай душу и сердце моей любовью твоею удостой мне в царстве славы славословить беспредельную благость отца и сына и святого духа во веки веков аминь утреннее возношение ко господу боже сотворивый видимый свет и поставивай солнце на управление днями неистащимое милосердие твое снова обновило меня сонным упокоением восставило от сна и озарило дневным светом я могла умереть ты снова даруешь мне возможность жить могла обратиться в прах ты дал мне силы к продолжению бытия хотя я в необъятной совокупности бесчисленных тварей составляющих мир я едва приметное существо хотя дни мои сравнительно с вечности умение чем тень приходящая и вся жизнь моя как минутный отдых странника но беспредельная благость твоя протекшую ночь просерла на мне попечение свое проведение твое поддержала во время сна дыхание мое оградила меня безопасностью заступала от всяких наветов берегло меня когда я не могла помышлять о себе так сопровождает меня милость твоя господи во вся дни жизни моей я что же я воздам отеческой твоей благости за талики благодеяния твои что принесу тебе за отеческое промышление о мне ты не требуешь и благ моих ибо кто тебе дал что либо или кого ты обязал платить тебе вся от тебе боже вся твоей силою сотворено и существует твоим милосердием я восстала теперь от сна и снова сознаю бытие мое возвожу к тебе очи мои возношу душу мою подвергаюсь впрах пред тобою славлю тебе от сего сердца моего прими от меня все благи жертву словословия не вознушайся моим благодарением да будет имя твое хвалою и песнею души моей дар и благодать неосужденно призывать тебя славить тебе в правоте сердца хвалить тебя во всю жизнь мою прославлять тебя до конца дней моих благословлять имя твое превозносить благость твою христе мой ты пресносущный свет необъемлемый никакой тьмою сей видимый созданный тобой свет тьма и мрак пред светом твоим ты обитаешь его свете неприступном облекаешься светом якоризою и просвещаешь всякого человека приходящего в мир сей как созданное тобою солнце есть источник света теплоты и жизни для видимых тварей так премудрость и слово отца небесного источник света и вечной жизни для существ одаренных разумом и свободою озари взор души моей я светом твоего боговедения просвети мрак ума и помышлений моих познанием оправданий твоих дару мне благодать углубляться в откровения твои научи меня их смыслу и ведению наставь на истину твою вразуми меня в твоих наставлениях дару мне прилепляться к заповедям твоим хранить уставы твоя соблюдать повеление твоя да будет светильником ногам моим евангелие твое и светом стезям моим закон твой да хранит их сердце мое да не забывает мысль моя не допускай меня ходить во тьме греховной но дай мне жить и действовать во свете твоем благость твоя боже восставила меня от сна затем чтоб я исполнил дела возложенные на меня возложенные на меня званием которым промысл твой поставил меня это путь которым суждено мне тобою стремиться к вечному моему назначению укажи мне на нем верный путь по которому мне идти да руководствует меня дух твой по стези прямой не оставляй меня на произвол лукавого сердца моего не допусти пристраститься к образу мысли моих полагаться на разум мой ходить кривыми путями беззаконных удержи ноги мои от всякого злаго пути утверди стопы моя в стезях твоих дары мне искать тебя во всех делах моих быть оружием воли твоей и сообщникам одних боящихся тебе да и стоевает душа моя желанием истины и правды твоей я содействуй мне твоею благодатью в исполнении обязанности звания моего научи меня творить их охотою совершать с верою и со всею ревностью укрепи мои силы поддержи меня в моих немощах да познается в них сила твоя незреченно великий в творении твоем Боже как радостно появление зари утренней каким весельем дневный рассвет оживляет все твари как торжественно восхождение дневного светило сколько же радостен будет для праведных рассвет вечного дня сколь восхитительно будет утро всеобщего воскресения для благогодивших тебе Боже своею жизнью сколь вожделенно призывающим тебя спасителю пришествие твое для совершения судеб мира сего когда ты явишься во всем величии твоем со всеми святыми ангелы сядешь на престоле славы твоей я возвестишь награду и воздаяние своей праведникам тогда они в очах всего мира явятся омытыми кровью твоей обличенные одеждой оправданий и ризой спасения твоего так что не найдется в них ни малейшего греха не будет в них никакого порока ты возришь на них тогда оком благоволения и радуясь ими заделаешь их наследниками царствия твоего водворишь их в селениях твоих и они высияют как светлость тверди небесные просветятся подобно солнцу навеки забудут скорби земные ни одна слеза горести не росит лица их ни один вздох не исторгнется из груди их вечно будут они радоваться и ликовать славе твоей наслаждаться неизреченным весельем и блаженством воспевать и славить твои совершенства потому что ты будешь и вечно Богом их светом славою и святилищем их тогда помяни имя Господи во царстве твоем и причисли к оправданным тобою но каким бы страхом поражены были твари пришли бы в смятение превратились стихии каким бы трепетом потрясся весь мир если бы видимое солнце сие дивное светило оставило свое место сдвинулось снегу устремилось на землю и злило на ней море пламени своего кто же из грешников стерпит день пришествия твоего солнце правды кто стерпит лютую ярость и пламенный гнев твой Господи когда ты расторгнув небеса снизишь судить преступный мир каким трепетом поколеблются тогда небеса потрясется земля застонет вселенная когда падут смес своих небесное светило башумят бездны растают раскалившиеся стихии потоки обратятся в смолу горящую прах станет пылающей серой все зальется огненной рекой все пожрет огнь все величие мира понесется и исчезнет в дыму кто устоит пред жаром гнева твоего Боже пред пожирающим огнем правосудия твоего когда ты поставив божественную правду твоею весами суда твоего грозно возришь на нераскаянные грешники на непокорившейся Евангелию твоему презревших уставы твои не ходивших под предписанием твоим тогда познают они что трудились для огня собирали гнев твой отсюда нападет на них ужас подымутся плач и стенания скажут холмам покройте нас горам падите на нас предпочтут смерть своему бессмертию но ты не помилуешь их не пощадит их уже око твое боль и мук обнимут их то чаще червь водворится в костях их не будет конца горю их потому что правда твоя боже не зренет их в озеро огненное поднимется на них его пламенная пучина будет пылать и не потухнет во веки веков так совершая господи суд свой покажешь святость свою явишь величие свое помилуй меня тогда господи пощади твоим милосердием ради милости твоей покры оправданием твоим и прости грехи и беззакония мои удостой царствия твоего поставь в нем хоть на последней его черте да славлю благость и милосердие твое отче сыне души святы во веки веков аминь слово о вы исае отшельника о радости бывающей в душе желающей работать богу во-первых приветствую тебя в страхе божием и умоляю будь совершен как благоугодно сие богу чтобы не был бесплоден труд твой и чтобы целым принял его бог в радости от тебя торгующий если получит прибыль радуется ни во что ставя подъятые труды потому что узнал как они полезными оказались взявший жену если она покоет его и блюдет добре радуются они сердцем своим во всем полагаясь на нее вступивший в военную службу если с презрением смерти своей повоевав за царя получит венец радуется что такой имеет успех все таковы дела мира сего погибающего и творящие их радуются когда получают в них успех какая же думаешь радость будет душе того кто начав работать Богу успешно окончит это дело свое при исходе его из мира сего такое дело его сделает ему то что с ним будут радоваться ангелы увидев что он освободился от властей тьмы ибо когда изыйдет душа из тела ей шествуют ангелы навстречу же ей выходят все силы тьмы желая схватить ее и изыскивая нет ли в ней чего ихнего тогда не ангелы борются с ними а дела содеянные душою ограждают ее как стеною и охраняют ее от них чтобы не касались ее когда дела ее одержат победу тогда ангелы идя впереди ее поют пока не предстанет она богу в радовании в час тут забывает она о всяком деле мира сего и о сем труде своем употребим же силу свою чтоб добре поработать в краткое время сие сохраняя дело свое чистым от всякого зла да возможем спастися от рук князей тьмы имеющих встретить нас ибо они злые и немилостивы блажен в ком не найдется ничего ихнего радости того и веселью упокоению и венцу меры нет мерзкое же все превратно торговлю или кто занимается или брачным делом или другим чем о чем сказал я впереди братья возлюблене сотворим силу нашу в слезах пред богом может быть смилуется над нами благостыни его и пошлет нам мощь на препобеждение тем что сделаем доброго начальников злобы имеющих встретить нас по исходе из тела попечемся о себе с крепким сердцем без саможеления и стяжем себе вожделение к богу которая спасет нас от рук злобы когда она там изыйдет в сретение нам возлюбим любить бедных чтобы это спасло нас от духа сребролюбия когда оно изыйдет в сретение нам возлюбим мир со всеми малыми и великими потому что он сохранит нас от духа ненависти когда изыйдет она в сретение нам возлюбим всех как братьев наших немалой неприязни не держа в сердце своем ни против кого и никому не воздавая злом за зло это избавит нас от завистывания когда оно изыйдет в сретение нам возлюбим смиренно мудре во всем перенося слово ближнего если он побронит нас или обнесет это сохранит нас от гордости когда изыйдет она в сретение нам взыщем чести ближнего не допуская умолиться ему во мнении нашим когда его поносит кто бы он ни был это сохранит нас от оклеветания когда оно изыйдет в сретение нам призрим выгоды мира и чести его чтобы избавиться от зависти когда изыйдет она в сретение нам приучим язык свой к божию поучению правде и молитве чтобы это сохранило нас от лжи когда изыйдет она в сретение нам очистим сердце свое и тело от похоти да избавимся от нечистоты когда изыйдет она в сретение нам все сие покушается схватить душу когда изыйдет она из тела а добродетели вспомоществуют ей если она стяжала их кто же из мудрых не восхощет предать душу свою на смерть чтобы избавиться от всего сего и так сотворим по силе нашей и сила господа нашего иисуса христа велика чтобы помочь смирению нашему знает знает он что человек бедная есть тварь и дал ему покаяние пока он в теле до последнего издыхания да будет же один у тебя помысл к богу чтобы он сохранил тебя не внимай блага мира как бы можно было на них понадеяться дабы возмог ты спастись все что есть от мира сего оставишь и отойдешь что же сделаешь для бога в том обретешь благую надежду в час нужды возненавить словеса мира да узрит бога сердце твое люби часто молиться да просветиться сердце твое не люби лености чтобы не пожалеть когда достигнешь воскресения праведных храни язык свой да просветиться сердце твое не люби лености и страх божий вселиться в тебя дай ныне нуждающемуся богатым оком будь милостив к нуждающимся да не посрамишься пред святыми и благими делами их возненавить похотение яств чтобы амалик не преградил тебе пути не спеши в отправлении служб своих молитвенных правил чтобы не пожрали тебя звери не люби вина до опьянения чтобы не быть лишену обрадования божия возлюби верных чтоб через них получить милость возлюби святых да ревность их снест тебя помни о царстве небесном чтоб вожделение его мало помалу увлекло тебя помышляя о гиене чтоб возненавидеть дела ию просыпаясь утром каждый день вспоминай что дашь отчет богу о всяком деле и не согрешишь пред ним и страх его вселиться в тебя приготовляй себя к сретенью его и совершишь волю его обсуждай себя здесь каждый день в чем недостаточе стоишь и не будешь в затруднении в час нужды смертной да и видят братья твои дела твои и ревность твоя снестых испытывай каждый день самого себя какую страсть победил и однако ж не думай много о себе потому что то милость и сила Божия есть не почитай себя верным до последнего издыхания невысокомудрствуй будто ты добр ибо не можешь верить себя врагам своим не полагайся на себя пока ты в жизни сей и пока не минуешь всех властей тьмы бодрствуй братья против духа приносящего человеку печаль ибо много у него ловлений пока не сделает тебя обессиленным печаль по Богу радостотворно когда видишь себя стоящим в воле Божией кто же говорит тебе куда тебе бежать нет тебе покаяния тот от вражьей стороны и говорит так чтоб склонить человека оставить намерение вести прочее воздержанную жизнь а печаль по Богу не налегает на человека подавляющую тяготую но говорит ему не бойся приди опять к Богу ибо знает он что человек немощен и подает ему силу рассудительное имей сердце при помыслах находящих и они пооблегчатся у тебя кто боится их того расслабляют они тяжестью своей боящийся воздействий вражеских обнаруживает что не имеет веры в Бога немерение себя и почитание себя невеждую показывает человека который не поблажает страстям чтоб творить волю их а творит волю Божию а желающий сказать слово свое при многих обнаруживает что страха Божия нет в нем страх Божий есть страш и помощник для души охранитель внутреннего владычественного ума в деле истребления всех врагов его ищущий чести Божий старается отогнать от себя нечистоту разумное себе попечение отсекает страсти ибо написано попечение найдет на мужа мудрого впадет попечение мужу смыслену безумнее же размышляют злая книга притчей Соломона глава 17 стих 12 заболевший познает цену здравия венчаемый венчается за то что победил врагов царя есть страсти есть и добродетели но если мы унывливы ленивы то явно что мы как предатели мужество сердца есть помощь для души после Бога как уныние разленение есть помощь злу сила желающих стяжать добродетели вот в чем чтобы если падут не малодуши стоить но опять воспринимать попечение спасений орудия добродетелей суть телесные труды с разумом порождение страстей бывают от нерадения не осуждение ближнего есть стена ограждения для разумно ведущих брать осуждение же его разоряет сию стену в неразумии попечение о языке явным делает что человек такой из деятельных а не обуздание языка означает что он не имеет внутри себя добродетели милостыня с разумом творимое рождает презрение имущества и руководит к любви а не милостивость означает что нет в человеке добродетели благостность рождает чистоту а развлечение трата на развлечение и удовольствие рождает страсти и жестокосердие рождает гнев ненавидеть развлечение есть подвиг душевный а скудость есть подвиг телесный любовь к развлечению есть падение души а безмолвие с разумом есть исправление ее насыщение сном есть растревожение страстей в теле а бдение в меру есть спасение сердца много спания уточняет сердце бдение же в меру утончает его лучше спать в молчании с разумом чем бодрствовать в суисловиях плач изгоняет все худости без тревог щадение небиение неуязвление совести ближнего рождает смиренно мудре слава человеческая мало-помалу рождает гордость любовь к простору не стеснению себя лишениями изгоняет ведение а воздержание чрева смиряет страсти похотение яств возбуждает их без труда украшение тела есть разорение души попечение же о нем в страхе Божием хорошо внимание к суду Божию рождает страх в душе а попрание совести исторгает добродетели и сердца любовь к Богу прогоняет нерадение а бесстрашие возбуждает его хранение уст восторгает ум к Богу если молчать с разумом а многословие рождает уныние разленение и умоиступление уступление своей воли ближнему означает что ум имеет в виду добродетели а удерживание своей воли в сношении с ближним показывает невежество поучение в страхе Божием сохраняет душу от страстей а говорение словес мирских омрачает душу удаляя ее от добродетелей вещелюбие возмущает ум и душу а отречение от всего обновляет их молчание если молчишь чтобы не высказать помыслов показывает что ты ищешь чести мира и слава его срамной а кто с дерзновением не жалея себя высказывает свои помыслы пред отцами своими тот отгоняет их от себя что дом не имеющий дверей и окон в который какое не захочет пресмыкающийся входит свободно то человек трудящийся и не хранящий труда своего как ржа снидает железа так честь человеческое сердце если оно сочувствует ей как плющ сплетшись с виноградом уничтожает плод его так тщеславие уничтожает труд монаха если он увлекается им впереди всех добродетелей стоит смиренно мудрее а впереди всех страстей чревоугодие конец добродетелей любовь а конец страстей самооправдание как червь источивая дерево уничтожает его так злоба в сердце омрачает душу повержение души пред богом предание себя волю божию рождает несмущенное перенесение поношений и слезы ее бывают тогда сохранены от всего человеческого неукорение себя причиняет и то что не претерпевают не укращают гнева смешивание слова своего с мирянами беседа с мирянами померзки встревоживает сердце и постыждает его на молитве потому что оно после того не имеет дерзновения любовь к выгодам мерзким делает душу омраченную а презрение к ним во всем приносит ведение любовь к труду есть ненависть к страстям а леность порождает их без труда не связывайся с жителями города и помысл твой безмолвствовать будет в тебе не надейся на силу свою и помощь Божия будет шествовать тебе не имей вражды к человеку иначе не будет принята молитва твоя будь мирен со всеми чтобы иметь дерзновение в молитве храни очи свои и сердце твое не узрит зла смотрящий на кого-либо сластолюбиво совершает любодеяние не желай слышать о вреде понесенном оскорбившем тебя чтобы не воздать ему в сердце злом за зло храни слух твой чтобы не набрать им себе браней трудись в рукоделии своем что бедный нашел у тебя хлеб ибо бездействие есть смерть и падение души прилежная молитва разрешает пленение пристрастие к чему-либо а неродение о ней хотя малое есть матерь забвения ожидающий близкой смерти не грешит много а ожидающий ее через много лет во многие вплетется грехи кто готовится дать отчет богу во всех делах своих того весь путь печется бог очистить от всякого греха а кто неродит о том говоря когда ты еще я достигну туда тот сосед лукавым прежде чем сделать какое-либо дело каждый день поминай где ты и куда имеешь пойти исшедшие с тела и ни одного дня не понероди о душе своей помышляй о чести какую прияли святые и соревнования им мало повлечет тебя вслед их помышляй опять и о посрамлениях какие испытали грешники и это всегда будет охранять тебя от зла всегда следуй совету отцов своих и все время жизни своей проведешь в спокойствии внимай себе и если помысл твой крушит тебя из-за того что брат твой скорбит на тебя не презирай его помысл но поди поклонись брату с умоляющим глазом и не отступай пока не убедишь его примириться смотри не будь жестокосерд к брату помня что мы бываем насилуемы от врага когда жить будешь с братьями не приказывай им одним что-либо делать но трудись вместе с ними чтобы не погубить мзды своей когда станут смущать тебя демоны относительно пищи одежды или большой бедноты всем предлагая тебе как за это поносят тебя не отвечаем против этого ничего но предай себя богу от всего сердца своего и он успокоит тебя смотри не не бреги об исправлении служб молитвословий своих ибо они приносят просвещение душе если сделал ты что доброе не хвались тем но и с другой стороны если наделал много зла да не опечаливается тем чрезмеру сердце твое но стань над сердцем чтобы не попускать ему более сослагаться с тем и соблюдешься от гордыни если ты мудр если терпишь нападки от блуда держи тело свое непрестанно под прискорбностью в смирении пред богом не давая сердцу своему увериться что прощены тебе грехи твои и успокоишься если станет крушить тебя завистывание вспомни что мы все члены ясмы христовы и что честь и поношение ближнего есть честь и поношение всех нас и успокоишься если войну против тебя подняло чрево угодия похотением яств то вспомни о зловонии их и успокоишься если беспокоит тебя позыв осудить брата своего то вспомни что он имеет опечалиться если услышит и тебе стыдно будет повстречаться с ним после того и успокоишься если станет одолевать тебя гордыня то вспомни что она губит весь твой труд и что нет покаяния со сложившимся с нею и успокоишься если борет сердце твое желание уничижить ближнего то вспомни что за это Бог предаст тебя в руки врагов твоих и успокоишься если красота телесная влечет сердце твое вспомни о зловонии ее и успокоишься если сласть жен сластнейше есть для тебя вспомни о женах умерших уже куда они отошли и успокоишься все такое собирая и обсуждая рассуждение уничтожает брани но рассуждение достигнуть невозможно тебе если в возделании его не употребишь сначала безмолвие удаление от шума мирского безмолвие рождает подвижничество подвижничество рождает плач плач рождает страх божий страх божий рождает смирение смирение рождает прозрение прозрение рождает любовь любовь делает душу безболезненную и бесстрастную тогда опознает человек как далек он от бога После всего-сего желающий достигнуть всех-всих всехвальных добродетелей, да будет в беспопечении о всяком человеке, и пусть готовит себя к смерти. И будет, что на всякой молитве своей начнет он уразумевать, что такое отделяет его от Бога, и станет уничтожать то, возненавидев всякое житие такое, то есть отделяющее от Бога. И благость Божия вскоре дарует ему их, означенные добродетели. Сие же ведай, что всякий человек, едущий и пьющий безразлично и любящий что-либо от мира сего, не дойдет до них, добродетелей, и не достигнет их, но обольщает себя. Молю бы всякого человека, желающего принести покаяние Богу, блюсти себя от многовиния, ибо оно поновляет все страсти и изгоняет страх Божий из души. Напротив, всеми силами постарайся умолить Бога послать тебе страх свой, чтобы он с помощью твоего сильного желания Бога, Богообщения, истребил в тебе все страсти, противоборствующие бедной душе и хотящие отлучить ее от Бога, чтобы сделать наследием своим. На это и враги употребляют всякое усилие, противоборствуя человеку. И так не обращай внимания, братья, на покой от брани, пока ты в телесю, и не верь себе, если увидишь себя на время покойным от страстей. Потому что они иногда приутихают на время, в лукавом чаянии, что, может быть, человек распустит сердце свое, полагая, что совсем избавился от них. И потом внезапно наскакивают на бедную душу и похищают ее, как малую птицу какую. И если окажутся мощнее ее во всяком грехе, то смиряют ее без милосердия, ввергая в грехи пагубнейшие прежних, о прощении которых она молилась уже. Будем же стоять в страхе Божием и хранить его, совершая дела свои и соблюдая все добродетели, которые возбраняют злобе врагов. Труды и поты краткого времени сего не только сохраняют нас от всякого зла, но они же опять приготовляют венцы душе, прежде исхода ее из тела. Учитель наш, святый Господь Иисус, зная великую немилостивость врагов наших и жалея род человеческий, заповедал в крепости сердца, говоря «Будьте готовы на всякий час, потому что не знаете, в какой час тать приедет, чтобы он, внезапно пришедший, не застал вас спящими». И в другой раз, уча своих, заповедал он, говоря «Внемлите себе, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством и печальми житейскими, и найдет на вы внезапу день твой». Евангелие от Луки, глава 21, стих 34. «Зная же, что лукавые духи много превосходят нас, и показывая своим, что мочь противостоять им есть его дело, и что потому им нечего бояться, сказал им, «Се посылаю вас, яко овцы посреди волков»» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. «Но при том заповедал им ничего не брать в путь, ибо по калику они ничего не имели из принадлежащего тем волкам, то они, волки, не могли их поглотить. Когда же возвратились они здравыми и соблюдшими заповедь, то он возрадовался с ними, благодаря Бога и Отца за них, и, укрепляя сердце их, сказал им, «Видях сатану, яко молнию с небесе спадше, все даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражию, и не чесо же вас вредит» Евангелие от Луки, глава 10, стихи 18 и 19. Итак, послание его было со страхом и опасливостью, но когда они исполнили его заповедь, он дал им власть силою. Эти слова не к ним только относятся, но и ко всем исполняющим заповеди. Возлюбив их совершенную любовью, он сказал им, «Не бойся, малое стадо, яко благоизволяй, Отец ваш, дайте вам царство. Продадите имение ваше и дадите милостыню. Сотворите себе влагалище неветшающее, сокровище нескудеемо на небесе». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 32 и 33. «Когда же они исполнили и это слово, сказал им, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Евангелие от Анна, глава 14, стих 27. «Удостоверяя их всем, он говорил, «Аще, кто любит мя, слово мое соблюдет, и Отец мой возлюбит его, и к нему приидем, и обитель у него сотворим». Евангелие от Анна, глава 14, стих 23. «Воодушевляя их, не страшится мир, а он сказал им, «В мире скорб не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Евангелие от Анна, глава 16, стих 33. «Укрепляя их, не падать духом в скорбях, сказал им, вливая радость в сердца их, «Вы, ясте, прибывши со мною в напастях моих, и аз завещеваю вам, яко же завеща мне, Отец мой, царство, да ясте и пиете на трапезе моей во царствии моем». Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 28 по 30. «Это же сказал он не всем, а потерпевшим его в искушениях. Но кто такие, потерпевшие Иисуса в искушениях, если не стоящие против неестественностей, страстей, пока не отсекут их?» Сказал это он им, идя на крест. «Почему желающий есть и пить на трапезе его, да шествует ему на сей крест? Ибо крест Иисуса есть обуздание всякой страсти, пока не отсекут их все. Се и возлюбленный апостол, отсекший их, дерзнул сказать, «Христовис распяхся, живу же не к тому аз, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, глава 2, стихи 19 и 20. «И так в тех, кои истребили страсти, живет Христос. Почему уча чад своих сей же апостол сказал, и же Христовы суть, плоть распяша со страстями и похотми?» Послание к Галатам, глава 5, стих 24. «И Тимофею чаду своему пеша говорил он, «Аще с ним умрохом, то с ним и оживем. Аще терпим, с ним и воцаримся. Аще отвержимся, и той отвержится нас». Второе послание к Тимофею, глава 2, стихи 11 и 12. «Кто же такие эти, отвергающие его, если не те, кои творят воли свои плотские и посрамляют тем святое крещение? О имени его дается нам оставление грехов, но враг по зависти опять порабощает нас через грех. Почему Господь наш Иисус Христос, зная изначало злобу его, что она велика, приложил нам покаяние до последнего издыхания? Если б не было покаяния, едва ли бы кто спасся? И апостол, зная, что есть грешащие и после крещения, сказал, «Крады, к тому да не крадят». Послание к Ефессиным, глава 4, стих 28. Итак, имея на себе печать святого крещения, постараемся оставить грехи свои, да обрящим милость в день он. Ибо приблизился и грядет Господь, сидя на престоле славы своей. И соберутся пред ним все племена. Тогда каждый явен будет, что он такое, по собственному светильнику, держимому в руке своей. У кого не будет елея, у того светильник погаснет, и он будет ввержен во тьму. А у кого светильник будет светел, тот внидет вместе с Господом в царстве. Постараемся же, возлюбленные, наполнить сосуды наши елеем, пока еще мы в теле, чтоб сиял светильник наш, и мы вошли в царствие Господа. Сосуд есть покаяние. Находящийся в нем елей – суть дела, практика, всех добродетелей. Светлый же светильник есть святая душа. И так какая душа сделается светоносную посредством дел своих, та войдет в царствие вместе с Господом. А какая душа омрачена собственную свою злобую, та пойдет во тьму. Подвязайтесь же, братья, ибо время наше близ есть. Блажен, кто имеет заботу о сём. Плод созрел, и время жатвы настало. Блажен, кто сохранил плод свой, потому что ангелы соберут его в вечную житницу. Горе же тем, кои суть плевелы, потому что их наследует огонь. Наследие мира сего – золото и серебро, домы и одеяния. Они только в грехи нас вводят. Отходя же отсюда, мы оставляем их. А Божие наследие безмерно, какового ни глаз не видал, ни ухо не слыхало, ни на сердце человеку не восходило. И его-то даровал Господь, слушающимся его в краткое время сие, и получающим его за хлеб, воду и одежду, какие доставляли они нуждающимся, за человеколюбие и чистоту тела, за неделание зла ближнему, за незлобивое сердце и за исполнение прочих заповедей. Соблюдающие сие и всем веке имеют покой и пользуются почётом от людей, и когда изыдут из тела, радость вечную получат. А которые творят хотения свои в грехе и не каются, но в сластолюбных развлечениях и самопрельщении удовлетворяют худым влечениям своим, словоохотству и болтливости, бранчивости и спорливости, немилостивости к бедным при безбоязненности суда Божия и прочим грехам. Таковых лица будут исполнены посрамления всем веке, и люди будут презирать их, и когда изыдут из тела, срам и стыд будут сопровождать их в гиен. Силен же есть Бог сподобить нас преуспеть в делах Его с соблюдением себя от всякого дела лукавого, да возможен спастись в годину искушения, имеющую прийти на весь мир. Ибо не коснит, не медлит Господь наш Иисус, но приидет, имея с собою воздаяние, и нечестивых пошлет в огнь вечный и своим даст награду. И внидут они вместе с Ним в Царство Его, и упокоятся в Нем во веки веков. Аминь. Аудиокнига представлена порталом Придания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Придания.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин